ежедневной резервной мощности, и Эмираты, примерно с 300 тысячами баррелей. Таким образом, у экспортеров достаточно возможностей компенсировать любые потери от Ирана. Но Иран не единственная проблема. Есть коллапс в Венесуэле, ставящий под угрозу 600 тысяч баррелей в день. Боевые действия в Ливии, где счёт идёт на миллионы. Если все эти факторы будут действовать одновременно, ситуация на нефтяном рынке будет гораздо сложнее. В последнее время ситуация на нефтяном рынке нестабильная. И помимо антииранских решений, есть и другие факторы, идущие от США. На прошлой неделе Дональд Трамп снова оказал давление на ОПЕК, чтобы те повысили добычу. В самих Штатах наблюдается резкий рост коммерческих запасов. Если вы посмотрите на нефть и добычу Ирана, то недавно она упала на миллион баррелей. Одинаково с экспортом. И цены на нефть поднялись до новых максимумов. Достигнув 74 долларов до появления Твита Трампа. Поэтому мы считаем, что в значительной степени цены зависят от ситуации с Ираном. Сейчас интерес представляют дальнейшие действия Эр-Рияда. Поскольку вообще-то он стоит на согласованном с Россией сокращении поставок ОПЕК. Во вторник Саудовская Аравия объявила, что срок может быть продлён до конца года. Главами Турции тем временем заявил, его страна не может быстро перейти на новое сырьё. Из-за особенностей нефтеперерабатывающих заводов. Вступлением в силу обновлённых санкций обеспокоились и в Евросоюзе. ОПЕК же тем временем обещает не допустить энергетического кризиса. В США 2 мая вступил в силу раздел 3 закона Хелмса Бертона. Соответствующее распоряжение подписал президент Дональд Трамп. Американские граждане, у которых была собственность на Кубе до революции 1959 года, теперь могут подавать в суд на её нынешних владельцев. Комментируя меры Вашингтона, председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас Канель заявил, что его страна не признаёт законы, выходящие за рамки её конституции. Глава кубинского МИДа Бруно Родригес назвал в своём твиттере раздел 3 закона Хелмса Бертона «Нарушение международного права, правил торговли и агрессии против суверенитета Кубы». Негативную реакцию американские меры вызвали и у европейских стран, крупнейших инвесторов в экономику Кубы. «Вступление в силу раздела 3 закона Хелмса Бертона вызывает ненужную напряжённость и подрывает доверие в отношениях Евросоюза и США», говорится в официальном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Маггерини. Она выразила сожаление в связи с тем, что Трамп забыл об обязательствах Соединённых Штатов не препятствовать экономическим контактам своих европейских союзников. ЕС будет использовать все соответствующие меры для ликвидации последствий действия закона Хелмса Бертона. заявила Маггерини. «Из общего у России и Украины только госграница». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на реплику главы России Владимира Путина о том, что у них много общего. К такому положению, по словам Зеленского, привели аннексия Крыма и вооружённый конфликт на Донбассе. Он подчеркнул, что Москва должна вернуть Киеву контроль над каждым миллиметром украинской земли. И только тогда две страны смогут продолжить поиски общего. Пока же их отношения точно нельзя назвать братскими. Лидер Украины заметил, что запреты экспорта нефтепродуктов, задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе и решение выдать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР ни на йоту не способствуют налаживанию диалога. Напомню, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецка и Луганской областей получить российское гражданство в упрощённом порядке. Зеленский в ответ посоветовал не соблазнять граждан Украины паспортами России. Он сообщил, что готов к переговорам с Россией, но не на языке угроз военного и экономического давления. Украина примет весеннюю сессию парламентской ассамблеи НАТО. Она пройдет в Киеве с 22 по 25 мая 2020 года. Соответствующее постановление подписал спикер украинского парламента Андрей Порубий. В документе говорится о создании оргкомитета мероприятия. Он должен в двухнедельный срок утвердить план подготовительных мероприятий. Месяцем ранее постановление о проведении сессии поддержали в Верховной Раде. Заявку Украины на прием мероприятия в Альянсе одобрили в апреле 2017. Напомню, парламентская ассамблея НАТО основана в 1955. Это консультативный межпарламентский орган стран-членов блока. Его сессии проводятся два раза в год в разных странах. Украина не входит в НАТО, но участвует в его программе «Партнерство ради мира». В феврале украинский парламент закрепил в Конституции курс страны на вступление в Альянс. «Партнерство ради мира» Первомайский туристический бум. В праздничные дни значительно вырос турпоток через границу Китая с Россией и Китая с Казахстаном. Среднесуточный турпоток через пункт пропуска Суэфэньхэ достиг почти 3,5 тысяч человек. Это примерно на 30% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Контрольно-пропускные пункты на границе Китая и России открыли дополнительные проходы. Таможенное оформление каждый турист теперь проходит всего за 30 минут. Также в первый день каникул почти 20 тысяч человек побывали в Международном центре сотрудничества «Харгос» на границе Китая и Казахстана. Чаще всего туристы покупают бытовые товары, одежду, меховые изделия и электронику. Отмечу, что по прогнозу за первомайские каникулы китайские туристы совершат 150 миллионов поездок. Выходные по случаю 1 мая в Китае продлятся до субботы включительно. По предварительным подсчетам Министерства культуры и туризма в путешествия по стране в эти дни отправились 150 миллионов человек. Причем большая часть предпочла семейные поездки на не очень большие расстояния. В популярных туристических местах побывали и наши корреспонденты. Захватывающая история про царя-обезьян в китайском Таншане. Праздники стали поводом погрузиться в древнее искусство. К 1 мая приурочили открытие нового развлекательного комплекса с театром теней. Причем здесь каждый может стать не только зрителем, но и актером. Это так здорово. Я раньше видел такие представления, но чтобы самому управлять куклами, это впервые. Главная наша цель – заинтересовать молодое поколение. Только так можно сохранить традиции. Культурное просвещение в эти дни стало одним из массовых трендов в Шанхае. Огромный наплыв в музеи. Только Шанхайский музей естественной истории за 1 мая посетили 17 тысяч человек. Примерно в 7 раз больше, чем обычно. И это несмотря на то, что бронировать билеты в праздники нужно заранее. Посетители говорят, что коллекция из более чем 290 тысяч экземпляров действительно поражает. Мы приехали из провинции Цзанцу. У нас там нет таких музеев. Хотели, чтобы ребенок увидел что-то новое. Но, честно говоря, мы и сами под впечатлением. Взрослым тут тоже есть на что посмотреть. Стоить ближе к природе можно в Синьдяне. В пустыне Кумутагэ разбили целый песчаный городок. Сюда приезжают в основном семьи с детьми для спокойного отдыха. Мне нравится ноги в песок закапывать и с горы по песку кататься. Но есть здесь и развлечения для любителей острых ощущений. Ралли по пустыне организовывают ежегодно. В этот раз в нем принимают участие около тысячи гонщиков. Это идеальное место для тех, кто любит песчаные горы. Песок здесь мелкий, очень чистый, но ландшафт довольно сложный. Требует определенной подготовки. Это направление становится все более популярным. По данным местного туристического бюро, только за 1 мая Кумутагэ посетили более 15 тысяч человек. В годовом исчислении показатель вырос аж на 70%. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за событиями вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com У меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» 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 Воздушного змея И привязали один ее конец К подъемному крану Другой конец прикрепили к тягомеру Таким образом мы всегда будем Знать значение тяги Сейчас испытатели сымитируют Запутывание пальца в нитке Благодаря этому эксперименту Мы сможем узнать Насколько сильно можно Повредить руку обыкновенной ниткой Тяга воздушного змея Средних размеров при силе ветра От 3 до 5 баллов Равняется 2-8 кг Мася Ошо будет следить Чтобы показатели счетчика Не выходили из этого интервала Наш эксперимент начинается Когда сила тяга на тягомере Оказалась на отметке в 8 кг Морковку разрезала на 2 половины Это произошло так быстро Что Нинюань даже не успел отреагировать Разрезание произошло настолько быстро Что ребята не успели все внимательно рассмотреть Поэтому они решили провести эксперимент С более толстой капустой Так процесс разрезания Будет виден более четко Сейчас мы узнаем Насколько травмоопасной Может быть обыкновенная нитка В этот раз тяга составила всего 5 кг И натянутая нить Разрезала капусту на 2 половины На замедленной съемке Отчетливо виден весь процесс Тяга в 5 кг Это та тяга, которая достигает Средний воздушный змей Находясь в воздухе А если вдруг это будет большой змей И он выйдет из-под контроля Его нить превратится в бритву Которая запросто может серьезно ранить человека Сейчас мы используем что-нибудь животного происхождения Например, куриную лапку Да, давай проведем испытание на куриной лапке и посмотрим что будет Запуск воздушного змея В результате воздействия нитки воздушного змея Давайте вместе посмотрим Каков будет результат Готов? Поехали В этом эксперименте Нин Юань быстро провел Куриной лапкой по нитке В результате чего на лапке образовался глубокий порез Многие люди выбирают городские площади в качестве открытого пространства для пускания воздушных змеев Здесь нет линии электропередачи дорог, что очень подходит для этой забавы Но находятся такие чудаки, которые запускают воздушных змеев рядом с линией движения общественного транспорта В этом случае, как только змей будет летать слишком низко или начнет снижаться, его твердая нить очень легко может нанести кому-нибудь травму За последние годы в Китае случилось немало подобных несчастных случаев Нин Юань и Масяо Шу хотят смоделировать ситуацию, когда пешеход на высокой скорости наткнется на нитку от змея Они нашли для этого эксперимента кусок свинины и закрепили его железной проволокой на шее манекена Так они надеются увидеть, какой вред может нанести человеку обыкновенная нитка Манекен закрепляют на электроцикле, нитку на столбах Далее Нин Юань собирается проехать на электроцикле так, чтобы манекен шеей коснулся нитки После столкновения на мясе будут видны следы повреждений Нин Юань в роли водителя электроцикла не успел разогнаться до 15 км в час, как манекен врезался в нить Смоделировав таким образом ситуацию, при которой велосипедист может случайно наехать на нить Нить при соприкосновении шеи манекена мгновенно порвалась Судя по куску свинины, нитка спокойно может порезать кожу и повредить мышцы Но в этот раз я думаю, что она не порезала, а сбила Да, если сбила, то это полбеды, так нитка может легко порваться А при порезе? А при порезе она будет двигаться дальше, разрезая все на своем пути Как нож? Как морковку в предыдущем эксперименте Верно, тогда сейчас давай попробуем порезать Давай После недолгих обсуждений май и Нин решили изменить угол атаки, чтобы шея столкнулась с ниткой под углом После замены куска свинины эксперимент возобновился Итак, 3, 2, 1, поехали! Кусок свинины, который поместили на шею манекену, на высокой скорости коснулся нитки воздушного змея В момент короткого соприкосновения нит глубоко прорезает кусок мяса, оставляя на нем очень заметный след Как мы знаем, мясо свинии намного толще человеческой кожи Можно легко представить, что случится с артериями на шее велосипедиста или пешехода, если он столкнется с такой ниткой Такой результат привел Мася Ошу в шок Ведь стоило слегка изменить угол атаки, как сильно возросла травматичность Но в чем причина? Изменение расположения нити увеличило время соприкосновения кожи с нитью В момент касания пешеход движется вперед А нить в этот момент становится подобно ножу, которая разрезает кожу нанося тем самым тяжелые увечья Издалека эту веревку не видно Да, согласен Особенно поздно вечером в Китае, когда кто-нибудь обязательно пускает воздушных змеев, пешеходам в этот момент может грозить большая опасность Тогда, может быть, нам стоит Самим проверить, видна нитка в темноте или нет Да, или сделать на ней пометку Светоотражающую Повесить на нее флажок или нанести какой-нибудь рисунок Или люминесцентную лампу Так люди смогут издалека даже ночью увидеть нитку от воздушного змея Верно И избежать опасности Экспериментальным путем Масяо Шу и Нинь Юань выяснили, что процесс запускания бумажного змея таит в себе множество опасностей Чтобы гарантированно избежать их, они решили выбрать малолюдное место После этого они отправились в одну из воеванских компаний по изготовлению бумажных змеев, где они хотят сделать огромного змея, чтобы Масяо Шу смогла подняться на нем в небо Там они познакомились с известным в городе потомственным мастером по изготовлению змеев господином Ван Юн Сюнем, который является рекордсменом книги Гиннесса как изобретатель воздушного змея длиной 2,5 километра Под его руководством Нин Юань и Масяо Шу хотят завершить эксперимент по подъему в небо бумажного змея с человеком Наши испытатели решили сделать змея шириной 6 метров, закрепить на нем манекен и посмотреть на результат Если он будет успешным, Масяо Шу сама попробует смыть на нем в небо Масяо Шу Когда благодаря усилиям всех работников змей был готов, на улице уже стемнело Сильный ветер создал огромные трудности для изготовления нашего змея Поскольку вечером пускать змеи нельзя, испытатели решили перенести эксперимент на завтрашнее утро Май и Нина абсолютно уверены в своем змее, но сможет ли он взлететь с манекеном на борту? В сегодняшней программе наши испытатели Нин Юань и Масяо Шу отправились на родину китайского традиционного воздушного змея Город Вайфан провинции Шандун Здесь они попробуют запустить воздушного змея вместе с Масяо Шу в небо И рассмотреть проблемы безопасности и скрытые угрозы, которые могут возникнуть во время этого процесса Давайте посмотрим, справятся ли они На следующий день наши испытатели приехали в парк болотных угодий Байланхэ Здесь красивые пейзажи и немноголюдно Городские автомагистрали далеко и нет линий высокого напряжения Вокруг только трава В общем, очень подходящее для эксперимента место При помощи мастера Вана Майя Нин собирает змея и закрепляет в центре него манекен Никто из присутствующих здесь никогда еще не запускал в своей жизни 6-метрового змея Для того, чтобы удержать такую огромную конструкцию при сильном ветре Потребуется усилие 5-6 человек Чтобы у змея было необходимое для подъема воздуха тяга Ребята пригласили на помощь 10 человек У нас все готово, эксперимент начинается 3, 2, 1, поехали! Стоп, стоп, стоп! В этом эксперименте наш 6-метровый змей при помощи нашей команды пытался взлететь вверх Но, к сожалению, не получилось И змей рухнул манекеном вниз Если бы на его месте была Мася Ошу То она бы получила серьезные травмы головы и шеи Что же пошло не так? Почему большой воздушный змей не смог даже взлететь? И если змей не смог оторваться от земли с манекеном Как он сможет подняться в воздух с Мася Ошу? Похоже, что затея с подъемом воздуха человека на воздушном змее неосуществима Пока все стояли, не зная, что делать Мастер Ван убрал две боковые рейки А затем еще половину рейк с нижней части крыльев Давайте посмотрим, окажется ли новое введение мастера Вана полезными И сможет ли наш змей в итоге взлететь Готовы? Поехали! Отпускаю! Полет длился всего 4 секунды Но хотя бы взлетел Я думаю, что начальная скорость была низкой Но с человеком он взлетит Я не отрицаю, что он взлетел Но полет длился всего 4 секунды К тому же Кто там хлопает? Вы думаете, у нас уже все получилось? А вы думали о том, что на его месте должна быть я? Он ведь только что сел на голову Вы считаете, это надежное приземление? Я думаю, нет Как говорится, языком болтать, не мешки ворочать На словах это легко Но если он на самом деле взлетит Как меня к нему прицепить? Как сделать мое положение устойчивым? Что делать, если сорвусь? Эти вопросы нужно решить Мы найдем выход, идем Ну пошли В этом эксперименте, когда наши помощники отпустили змея Он вместе с манекеном взлетел в небо Но продержавшись там всего 4 секунды Рухнул на землю Мастер Ван убрал часть рейка из каркаса И змей взлетел Почему так случилось? В чем тут загвоздка? Изначально каркас змея, которого изготовили Масяо Шуинин Юань Был мягче, чем его корпус Поэтому змей не мог выдержать поток ветра Как единая плоскость А крылья змея в полете выгибались на 90 градусов Когда мастер Ван убрал две рейки из каркаса крыльев Крылья перестали сдерживать два встречных потока ветра И основная, направленная против ветра часть змея Таким образом, смогла остаться в одной плоскости Поэтому во время второго испытательного полета Сила сопротивления воздушного потока, действующая на крылья, уменьшилась Возникла огромная подъемная сила И змей смог взлететь Но несмотря на то, что змей смог подняться в воздух Испытатели заметили, что подъемная сила у змея очень маленькая В полете он очень нестабилен и быстро падает Над решением этих проблем еще предстоит поработать Идея о том, чтобы посадить Мася Ушу в этот змей И подвергнуть ее здоровье огромному риску Была отвергнута единогласно Какой же способ тогда выбрать, чтобы поднять Мася Ушу в небо на воздушном змее? Оказалось, что у господина Вана в загажнике Припрятан его собственный огромный воздушный змей Мастер был настолько в нем уверен, что и Майя Нинь сильно воодушевились Но что это за змей и сможет ли он поднять Мася Ушу в воздух? Больший размер змея означает необходимость в наличии большей площади для безопасного запуска Поэтому господин Ван предложил отправиться в прибрежный район Вайфана Где есть огромный искусственный пляж, подходящий для запуска воздушных змеев Никто не знает, какой будет тяга у столь большого воздушного змея Поэтому если не приготовить план полета, может случиться большая беда После обсуждений со всеми службами, наши испытатели решили сделать все следующим образом В начале 22-метровый змей взлетит в воздух Затем с помощью металлической рамки Мася Ушу подвесят на нижнюю часть нитки По мере движения змея вверх, Мася Ушу тоже будет подниматься вверх На ее теле будет закреплен фиксирующий пояс, к которому будет прикреплен страховочный трос Брошенный от подъемного крана Чтобы когда змей начал спускаться, Мася Ушу тоже безопасно приземлилась На землю предлагается положить пустые картонные коробки Чтобы смягчить удар при приземлении и гарантировать мягкую посадку Наши испытатели лично руководят процессом создания защитной подушки Они хотят уложить 16 пустых картонных коробок в два слоя Чтобы затем несколько человек крепко перевязали их скотчем Тем временем волонтеры, участвующие в эксперименте, контролируют Чтобы Мася Ушу была в полной безопасности во время испытания Работники обтянули железную рамку, на которой будет находиться Мася Ушу, пенопластом Чтобы рамка не поранила ведущую при раскачивании К эксперименту все готово Мася Ушу решила лично убедиться в степени прочности рамки А работники в это время прикрепили к низу рамки два троса Чтобы стальная конструкция не раскачивалась и не закручивалась, когда ведущая будет находиться в ней Воздушный змей Мастера Ванна 22 метра в ширину и больше 40 метров в длину Его каркас сделан из трубок из углеродистой стали Заставить такого огромного змея взлететь задача не из легких Вес змея больше 150 килограммов, расстояние разбега для взлета больше 100 метров Поэтому запустить его будет крайне непросто Что еще более неприятно, команда Мастера Ванна сейчас не может помочь своему наставнику И с этой задачей приходится справляться работникам нашей программы Трудность и опасность запуска воздушного змея подобного размера не подлежат сомнениям Для того, чтобы контролировать его в воздухе, понадобится 10 человек Все звенья должны действовать слаженно Под руководством Мастера Ванна все рабочие провели подготовительные работы Давайте посмотрим, сможет ли змей взлететь За границей воздушные змеи меньших размеров спокойно поднимали людей в воздух Сможет ли наш змей выполнить свою задачу? Чтобы обезопасить собравшихся зевак от получения травм Ниньюань с членами группы огородили заградительные линии район запуска А также поставили предупреждающие знаки рядом с границей экспериментального полигона Чтобы невольные зрители держались подальше Кроме того, с высоты за безопасностью будет наблюдать специальный работник Который будет постоянно на связи с рабочей группой Тем самым обеспечивая безопасность и успешность нашего эксперимента Поскольку размер у нашего змея немаленький, тянуть его руками будет опасно Поэтому съемочная группа арендовала 10-тонный бульдозер Огромные колеса которого спокойно проедут по песку После того, как канат от змея был прикреплен к бульдозеру, все подготовительные работы были закончены Сможет ли наш змей взлететь? Сможет ли такое огромное количество людей действовать настолько слаженно, чтобы поднять его в воздух? Надо понимать, что если столь большой змей потеряет управление То всем работникам может грозить большая опасность Канат для управления змеем состоит из 20-тоненьких веревок И каждую перед запуском нужно привести в надлежащее состояние Потому что если они спутаются, то это будет неудача Работники и волонтеры, убедившись в том, что мероприятия по технике безопасности до запуска и после него осуществлены Приготовились запускать нашего огромного воздушного змея Готово? Поехали! Быстрее, 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 быстрее! По неизвестной причине полетевший косо-воздушный змей все-таки смог взлететь Но быстро повернувшись на восток, пролетел мимо скопления людей и упал на стоянку В 20 метрах от толпы зевак Почему же упал змей? И смогут ли ребята завершить эксперимент с полетом человека? Из-за мощного удара об землю каркас змея из углеродистой стали не выдержал И поломался Главная балка была очень сильно повреждена Балку, которая находилась в нижней части змея, порвала на 7 частей Эксперимент еще не был завершен А его главный участник был настолько поврежден Что дальнейшее проведение эксперимента оказалось под вопросом Согласно гипотезе мастера Вана У падения змея было три причины Первая Один из волонтеров вовремя не отпустил змея Что привело к его наклону В результате чего потерявший баланс змей В конце концов рухнул на землю Вторая Из-за того, что во время взлета направление ветра изменилось Змей потерял баланс и упал на землю Ну и третья Когда направление ветра изменилось Бульдозер не смог быстро изменить направление движения И вытянуть змея в воздух Чтобы продолжить эксперимент Мастер Ван начал вместе с группой ремонтировать змея Урон при падении ему был нанесен настолько существенный Что в ремонтных работах принимали участие все На то, чтобы починить змея ушло примерно два часа В этот раз для того, чтобы быстрее среагировать на изменение ветра Члены съемочной группы пригнали быстрый внедорожник Ани Ньюань вместе с другими рабочими Развернул змея в направлении ветра Все вновь готово Давайте посмотрим, взлетит ли он на этот раз Отпускаем, отпускаем, быстрее Вперед, вперед Еще, еще вперед Ура! Получилось! Мы сейчас попробовали потянуть за канат Одному его невозможно сдвинуть Поэтому я думаю, что повесить на него Масяо Шу не проблема Нашему джипу, который тянет змея, очень трудно двигаться вперед Хотя вес машины примерно 2 тонны Во время эксперимента для обеспечения нужной тяги был включен режим 4ВД А работники тем временем пытались прижать канат к земле Лишь только после этого джип начал медленно продвигаться вперед Пока его колеса, наконец, не увязли в песке Машина не могла сдвинуться с места Что свидетельствовало об огромной силе тяги нашего змея Глядя на парящего змея Масяо Шу просто сгорала от нетерпения Завершить эксперимент с полетом человека на воздушном змее Но тут случилось нечто неожиданное Смотри, ветер начинается Не торопитесь, не тяните веревку Не тяните Осторожно Ох, он упал Ничего страшного, все нормально Почему змей вдруг снова упал? Причина кроется в том, что нейлоновый канат для удержания змея, который состоит из многих тоненьких веревок Перекрутился А никто во время подготовки к эксперименту не потрудился его раскрутить Когда змей находился в воздухе, по вытянутой нейлоновой веревке, контролирующим змея веревкам передалась вращательная сила Что привело к спутыванию контролирующих веревок, крену змея влево, а следовательно потере баланса и падению Эту версию также подтверждает тот факт, что во время падения змея все контролирующие веревки были спутаны Похоже, что для подобных змеев поддержание баланса – это ключевой элемент безопасного полета На этот раз змей получил еще более серьезные повреждения, и эксперимент с полетом Масяо Шу опять пришлось остановить Время у нас поджимает, поэтому все немного нервничают Знаешь, я когда разговаривала с мастером Ваном, я поняла, что у нас будут проблемы Когда я узнала, что проектировщиков, которые помогали мастеру Вану сделать этого змея, не будет на площадке Сегодня здесь те, кто никогда не собирал этого змея, это самая большая проблема Я думаю, что сконструировал его господин Ван без ошибок, но его команда не здесь Поэтому я боюсь, что наша команда собрала его неверно А так змей отличный Сегодня нашим испытателям не удалось поднять воздушного змея еще выше И Масяо Шу не смогла претворить свою идею в жизнь Этот эксперимент – это вызов мечте, который обнажил основные принципы полета воздушного змея Его проведению сегодня мешало множество помех А для хорошего полета и для осуществления нашего эксперимента Нужны были встречный ветер, сбалансированная конструкция и другие необходимые условия Эксперимент несет в себе опасность Все его этапы проходили под контролем специалистов по безопасности Поэтому, дорогие друзья, ни в коем случае не пытайтесь повторить его самостоятельно Когда вы весело запускаете воздушного змея, помните, что нитка от него таит в себе огромную опасность Если производить запуск в неположенном месте, то эта острая нить может в мгновение ока превратиться в палача у нас над головой Ставя под угрозу вашу жизнь и здоровье Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы решили выяснить, что же произошло в этот день Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок А вы давно вы не спустите. Сурина. Мы не понимаем. Здравствуйте. Вы слышали о спасении Сурина? Я задам вас, как вы. Вы еще лет? У меня уже лет. У меня лет. У меня лет. У меня лет. Для этих стариков, которые пережили ужасы войны, тяжелая память о тех событиях останется с ними навсегда. А мы, в свою очередь, надеемся найти здесь хоть какие-то зацепки. Мы продвигаемся на север, через деревню Сюнцятси, чтобы встретиться с еще одним человеком, который живо заинтересовался историей Евгения Опасова. Его дед в свое время руководил операциями по спасению советских летчиков. Мы находимся в деревне Годзиатсунь, расположенной в районе поселка Сяншань уезда Синьцянь. Семейный клан Го живет здесь уже на протяжении многих поколений. В какой-то период времени директором местной начальной школы был человек по имени Годжи Мин, все предки которого занимались рыболовством. Он рассказал нам о том, что его дед оказывал помощь сбитым советским летчикам. Семейный клан Годзиатсунь Семейный клан Годзиатсунь Мы здесь наше место не promises. Но нам нужно чувствовать, чтобы они помогли нам, А также мы также должны поддерживать их, чтобы они должны зарабатывать. Пою я помню что все, чтобы strenся на нем. И мы используем шуфор для раздражения, чтобы все планы в руках. Сверху таких связанных не так сложно. Если находиться в буты, чтобы не было ничего, это пока. Услышав историю Евгения Опасова, Годжимин захотел помочь нам отыскать письменное подтверждение прошлых событий. Он надеется, что среди летчиков, которых когда-то спас его дед, был и Константин Опасов, ведь он всем сердцем хочет помочь сыну советского летчика. Евгению Константиновичу было всего пять лет, когда отец навсегда его покинул. По его словам, Константин Опасов принял свой последний бой 4 июля 1938 года. Его самолет был подбит японцами, и он выпрыгнул с парашютом над озером Паянху. А спустя три дня жители окрестных деревень выловили его тело из воды. Это все, что Евгений Константинович знает о гибели своего отца. Со временем многое забывается, но миролюбивый китайский народ никогда не забудет той помощи, которую ему оказали советские герои. Слышала ли она историю о летчике, которого вытащили из озера? А в каком именно уезде? Вам вас не уточняли? Просто, что в озере Пойанху и все. Что очень большое озеро. Но видите, это вам-то, наверное, не особо поможет, этот бомбардировщик. Это мы не на правильном пути. Просто мы узнали, что она здесь живет, и приехали сюда. Может быть, как говорится, дело случая. Дело случая, но можно. Я очень рада, чтобы встретиться в этом роде. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, что вы можете сделать это полностью. Я только об этом и желаю. Я ищу вам тоже. Я еще ищу вам в этот бассейн. Я ищу вам в этом роде. Я ищу вам, как я. Я ищу вам в этом роде. Для Евгения Константиновича найти могилу отца – это священный долг. Именно поэтому он не сдается, несмотря на множество трудностей, с которыми связаны поиски. А мы будем и дальше искать и помогать ему в знак уважения ко всем советским героям, которые пали, сражаясь против японской агрессии на территории Китая. Я хочу знать, где захоронен мой отец, потому что это мой долг. Вместе с вами и я будем на правильном пути. Евгений Константинович попросил нас о помощи. И мы отправляемся в путь по местам, где жили и сражались советские летчики-добровольцы. Мы постараемся узнать как можно больше о спасении советских летчиков на территории Китая. Это уезд Иян, расположенный в северо-восточной части провинции Цзянси. По словам местных жителей, выживших советских летчиков отправляли в Нанчан со старой станции в уезде Иян. Сначала летчики отказывались от помощи местных жителей, но вдруг услышали, как кто-то стал напевать «Интернационал». И тогда летчики поняли, что они среди друзей. Это лишь одна из историй советских героев в уезде Иян. Впоследствии с помощью госпожи Джан Сайлянь мы взяли интервью у местных жителей, а также поговорили с людьми, которые занимаются изучением истории. Чтобы помочь нам в поисках, сотрудники местных учреждений дали нам контакт одного пожилого человека, которому уже 84 года. Мы пригласили его на то самое место, где упал самолет в надежде на то, что это поможет ему вспомнить, что же произошло тогда, в конце 30-х годов прошлого века. Отец и тесть Хуан Лунзиня помогали советским летчикам в уезде Иян. И рассказ пожилого человека заполнил очередные пробелы в истории советских летчиков в Китае. Продолжение следует... Продолжение следует... Так по крупицам мы собирали информацию о советских летчиках. Все местные жители искренне хотели нам помочь, в том числе и Ян Сидзю, которому уже 92 года. Он попросил нас показать ему фотографии Константина Опасова. Продолжение следует... Продолжение следует... Согласно архивным документам уезда Иян, в начале августа 1938 года, два советских бомбардировщика совершили вынужденную посадку в этих местах. Один из них приземлился на поле в районе Гасифань, а один на склоне холма. Всего было три летчика, из них один погиб. Два выживших пилота оказались в незнакомых местах. И только когда они встретили китайских местных жителей, совершенно безоружных, вздохнулись облегчением. Один из пилотов показал им охранную грамоту, в которой было написано по-китайски, что этим людям должны оказывать любую помощь местные жители и администрация. Так, при содействии местных властей, эти два летчика были спасены. Погибшего положили в гроб и перевезли в Нанчан. Встреча на 8 месяцев, когда в 6 часов, не дошли, мы придем для них. Мы были созданы в советских бомбарах и для тех, чтобы их защищать во время России, чтобы мы поддержали мы в抗疫 на ее честь. Мы его создали, как самим датчиком, как нашим членцам, чтобы он продажи, и для того, чтобы его создавать. Мы желаем их для того, чтобы он дать его мгновенно, чтобы он привлеклекли на его пилотицу. И мы привлекли в китайские бомбарах, чтобы он был в Сзнаванске на его датчике. В уезде Иян нам удалось восстановить примерную картину спасения советских летчиков. В поисках информации о Константине Апасове мы надеемся услышать еще больше подобных историй. Во втором историческом архивном бюро хранится ряд документов, относящихся к эпохе антияпонской войны. Здесь мы нашли доклад о боевых действиях советских летчиков-добровольцев в Китае, который был напечатан в книге на фронтах антияпонской войны. В нем написано, что в июле 1938 года был всего один воздушный бой, который состоялся 23 июля. За этот год мы также нашли в книге множество записей о воздушных битвах, когда советские и китайские летчики вместе сражались против японских захватчиков. Согласно этим данным, уже тогда народы Китая и Советского Союза заплатили большую цену за отражение фашистской агрессии. Многие советские герои навсегда остались в Китае, и китайский народ в знак признательности построил в их честь стеллы и памятники в разных городах Китая. Командира отряда советских летчиков Григория Кулешенко нашли местные жители и похоронили его в городе Ванчжоу на берегу реки Янзы. Его дочь узнала о том, что ее отец погиб в Китае только после того, как в 50-е годы прошлого века услышала от одного из китайских студентов в СССР хвалебную песню, посвященную ее отцу. Я хочу сказать огромное большое спасибо всем жителям Китая за то, что так бережно и тепло относятся к памяти моего отца, летчика Кулешенко Григория Акимовича, который воевал в Китае и погиб там в 1939 году и похоронен в городе Вансян. В 20 лет мы считали, что отец пропал без вести. И только благодаря господину Джоэ Ли, сокушнику моему, мы узнали, когда, где и как погиб и похоронен мой отец. Для нас было это очень важно и дорого. Мы приехали с мамой в Китай в 1958 году. Затем я приезжала туда с дочкой. И все время чувствовали, как бережно и тепло относится к памяти моего отца, как чтут его. У памятников всегда живые цветы, маленьких детей принимают в пионеры, солдаты принимают присягу. И я поняла, что действительно его чтут как настоящего героя. Мы встретились с младшим братом Годжи Мина, господином Годжи Чэном, с которым собираемся вместе отправиться в поселок Учэн, чтобы пообщаться там с еще одним человеком, который тоже, возможно, поможет нам в наших поисках. Это никто иной, как дядя Годжи Мина. speaking of the land, Расследователь может быть еще немного. Китайский народ считает, что историю нельзя забывать. В этом убедились, познакомившись с такими людьми, как Годжи Мин, Дзян Вэн Лань, Джан Вэй Цюнь и многие другие. Все они по крупицам собирают информацию, ищут и находят, чтобы героические события прошлых лет оставались в памяти и будущих поколений. Единственную дорогу в Учен затопило, и нам пришлось искать другие способы передвижения. Пока эта зацепка наиболее полна соответствует тому, что нам говорил Евгений Константинович. Мы также надеемся, что сможем восполнить пробелы и в истории деда Годжимина о спасении советских летчиков. И кто знает, возможно, одним из спасенных окажется Константин Апасов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, когда это произошло В 가운데 есть у нас? Субтитры создали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дядя господин Аго самый старший в этих местах Но даже он лично не участвовал в событиях, которые нас интересуют, а лишь видел их со стороны Местные жители говорят, что погибшего летчика скорее всего похоронили в районе гор Дзинцяшань С 1938 года прошло уже почти 80 лет И хотя подробности тех событий нам уже не выяснить, но жители поселка Учен передают эту историю из поколения в поколение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Именно тогда мы вышли на профессора Дзяньвен Ланя, специалиста по истории антияпонской войны В книге Дзяньвен Ланя «8 лет антияпонской войны в провинции Дзянси» упоминается имя Константина Апасова Говорится, что 23 июля из-за технических неполадок его самолет разбился, а летчик погиб До сих пор у нас есть три наиболее вероятные даты гибели Константина Апасова 23, 7 и 4 июля 1938 года По поводу обстоятельств его гибели есть две основные версии По словам Евгения Апасова, самолет его отца был подбит японскими самолетами Сам летчик спрыгнул с парашютом, но был расстрелян в воздухе и упал в озеро Паянху Такая информация была и в мемуарах советских летчиков-добровольцев Вторая версия – та, что упомянута в книге господина Дзяна, а также в авиационном архиве 2004 года По совету Дзяньвен Ланя мы направились в библиотеку провинции Дзянси и обратились к периодическим изданиям эпохи антияпонской войны За этот период в прессе были сообщения о воздушных боях Однако никаких новых зацепок нам найти не удалось В настоящее время мы не можем сказать наверняка, является ли летчик Апасов упоминаемый в архивных данных отцом Евгения Апасова Однако среди советских летчиков-добровольцев был всего один человек по фамилии Апасов Это была вся информация, которую нам удалось собрать Затем мы связались с корреспондентом газеты Дзянси Душибао в надежде получить новые зацепки Продолжение следует... чтоقت trainer, промыс feliz и кон dificiliar switched на воду sun support calcium подписчики были бы прогноз телефоны Возможно, что является зело Brexit 好好 стоит, что в Дзянске лousяна Дзянск от двоев 동м Users В Дзянске Затем повтор turn now Вдò В Дзянске М juntos не доступ мест в Минске Причем Затем пречет Их knotёв. Ты думаешь о том, что в КТФО очень пишется изtonлая? Немного о том, что в культуре очень присутствует. Думаю, что на том, что ВДПУ придется с ней. В pasado я увидел, что ВДПУ нету продажения в КТФО. Я подумал о том, что это скрепление на КТФО. Но о том, что в КТФО, что там не было в Руссии, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почти 80 лет – это долгий срок, и многие события затерялись в лабиринтах истории. Однако предание о захоронении советских летчиков или о русской могиле – живое по сей день. Родственники погибших летчиков однажды прислали нам список советских добровольцев, погибших в Китае. Согласно архивным данным, среди них было 28 человек, похороненных в Нанчане. Но пока нам не удалось подтвердить информацию об этих людях. Возможно, Константин Апасов входит в число этих 28 героев. Но это нам еще предстоит выяснить. Согласно статистике, с 1937 по 1941 года в разное время на территории Китая было около 3000 военных советников и специалистов, а также около 2000 летчиков-добровольцев из СССР. Среди них 200 летчиков покоились вечным сном на земле Китая. Все их имена записаны в Нанкинском мемориале погибших летчиков. До сих пор в Китае продолжают искать летчиков, о которых нет информации, но которые внесли свой вклад в борьбу с японской агрессией. К этой работе, как и к нашим поискам, присоединяется все больше людей. Никто из героев не будет забыт. И мы от всей души благодарим их за помощь миролюбивому китайскому народу. КОНЕЦ КОНЕЦ В этом выпуске «Едем в Китай» я отправлюсь на северо-запад Китая, чтобы побывать в пустынном мире региона Нинься. Там я познакомлюсь с необычными способами превращения песчаных барханов в настоящий рай посреди пустыни. Думаю, что лучшего вида просто не найти. Тут и дюны, и река Хуанхэ, и вдалеке эта огромная горная гряда. Мы находимся в Нинься. Когда мы слышим это название, многим из нас на ум приходят прекрасные пустыни, а также плодородные фермерские хозяйства. Потому что на протяжении столетий местные жители пытались приспособиться к этой экстремальной и контрастной среде. И им это удалось. С вами Тяньжань. Вы смотрите «Едем в Китай». Добро пожаловать в Нинься. Нинься-Хуэйский автономный район расположен на севере Китая. Это один из самых небольших регионов страны. Дни здесь длинные, сухие и невероятно жаркие. А все потому, что близко пустыня. Вот и климат соответствующий. Так. А это довольно неожиданно. Я к тому, что обычно, когда мы говорим про оазис, мы имеем в виду озеро посреди пустыни. Но здесь у нас пустыня, которая окружена озером. Вообще-то, я впервые в жизни вижу подобный ландшафт. Озеро Шаху было образовано рекой Хуанхэ. Песчаные участки, на которых вы можете видеть растительность, образовались на месте эродированных остатков старого русла Хуанхэ после его смещения. Песок здесь, такой же, как и в пустыне Тенгэр, на дальней стороне гор Хелайншань, которые у нас за спиной. Мы находимся вблизи горного перевала. Это нижний участок склона. Песок надувало сюда ветром, поэтому со временем он и образовался. Довольно удивительно встретить в пустыне заповедник для птиц. Но мне достоверно известно, что два из пяти маршрутов перелетных птиц в Китае проходят именно здесь. Шаху буквально означает «песчаное озеро». Ну и если вы не птица, то единственный способ перемещения здесь — это лодка. Что очень здорово, так как вы проедете мимо камышей с птичьими гнездами. Время от времени вы даже заметите, как эти пернатые вылавливают креветок и рыбу, которых полно на мелководье Шаху. А это что такое? Это спасательный центр и больница для птиц. Наши работники приносят сюда всех раненых птиц, которых они находят. Если вы посмотрите вверх, то увидите, что там есть большая дырка. Да. Как только птицы поправятся, они могут улететь. Я смотрю, у вас тут много черных лебедей. Да. Они прилетели сюда из Австралии. Они относятся к перелетным птицам. Ох уж эти беззаботные лебеди. Честно говоря, они здесь не единственные, кто наслаждается этой прекрасной средой. Каждый год сюда прилетает 198 видов птиц. С июня по ноябрь всего на озере Шаху можно насчитать полтора миллиона пернатых. Наиболее часто здесь встречаются серые цапли. Они становятся очень привередливыми, когда возникает пора гнездования. Но если они уж выбрали место для этого, то станут возвращаться в него год за годом. Если честно, я вообще такого не ожидал. Я всегда считал, что пустыня — это бесплодная земля и непригодное для жизни место. Я думал, что в ней вообще никто не может жить. Но все оказалось совсем наоборот. Она полна жизни, и воды тоже, что уже довольно удивительно. В 60 километрах от Шаху находится Инчуаньский музей современного искусства. Он тоже тесно связан с рекой Хуанхэ. Точнее, его дизайн. Волнообразная отделка символизирует слои осадочных пород, которые скапливались веками по мере изменения русла реки. Сейчас здесь разместилась выставка, посвященная экологии пустыни. Когда художница изучила этот регион, она решила воссоздать местное жилище. Посредством него она показывает, как примитивные строительные материалы позволяют нам оставаться нетронутыми высокоразвитым современным обществом. Если после нашей смерти эта область превратится в пустошь, то и этот дом тоже вернется к природе. Поставив сюда этот дом, его автор пытается изучить связь между прогрессом, условиями нашей жизни и природой. То есть, фактически, она ставит перед собой вопрос. В Инчуаньском музее – это вторая подобная выставка. В первой даже приняли участие такие знаменитости, как Анишхапур и Йокоона. На этот раз кураторы сделали акцент на странах, в которых есть пустыни. Большинство из них – страны Центральной Азии. Это интересный взгляд на то, как нас формирует среда, в которой мы живем, и на то, как разные культуры мира относятся к пустыням. Выставка не ограничивается экземплярами, расставленными внутри музея. Вау, боже, сколько здесь зелени! Сложно поверить в то, что мы находимся возле пустыни. С этой вышки открывается вид на место под названием Сихайгу, которое, вероятно, отличается самыми суровыми условиями для жизни во всем регионе Нинсся. Но, как мы сами видели на выставке, такие люди способны выжить в любых условиях. Главное – сила воли, и тогда ничего не страшно. Северная часть региона Нинсся занята в основном пустынями Тенгер и Ордос. В этом месте река Хуанхэ делает крутой поворот. Благодаря этому появились такие живописнейшие уголки, как заповедник Шапотоу. Сегодня этот район является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Нинсся. Боже, какая красота! Такое ощущение, что мы попали на другую планету. Здесь вы можете покататься на сэндборде или проехаться на верблюде, но этот вариант не сравнится ни с чем. Лучшего способа погонять по пустыне не найти. Если в прошлом пустыня для путешественников была настоящим адом, то сейчас это одно из лучших мест отдыха и развлечений. Однако у этого места развлечений есть одна проблема. Оно расширяется. На протяжении многих лет люди пытались остановить его рост. И вот несколько десятилетий назад они совершенно случайно нашли способ, как это сделать. А помогла им в этом песчаная буря, которая унесла с собой все, кроме соломы, которую всего лишь нужно было закопать в песок. Шапотоу известен на весь мир благодаря контролю за пустыниванием. Весь мир берет пример с Китая в том, как нам удается обуздывать разрастание пустынь. Внутри страны пионером в этой области является Шапотоу. Этот несложный метод, придуманный китайцами сегодня, применяется в таких странах, как Южная Африка, Саудовская Аравия и Египет. После долгих экспериментов они поняли, что решетка из соломы размером метр на метр это самый эффективный способ. И вот как это выглядит. Солому надо укладывать тонким слоем. Песок очень неподатливый. Если взять много соломы, то вы ее не сможете закопать. Если слой будет тонким, то солома унесет ветром. Лопата должна заходить в песок вертикально, потому что так будет меньше сопротивления. Ух, она гнется! Сначала надо слегка надавить на нее, а потом ногой с силой копнуть. Вы должны прочно держать рукоять, иначе лопата выскользнет и поранит вам ногу. После того, как мы закопали солому, нам нужно присыпать ее песком, чтобы удержать на месте ее корни. От этого она будет приподнятой. Нам нужно, чтобы она была на расстоянии 15-20 сантиметров от песка. Ну и чтобы закончить нашу соломенную стену, нужно посадить в эти решетки выносливые пустынные кустарники. Вообще, довольно интересно, что когда дело доходит до изобретений, у вас часто случаются моменты озарения. И, как правило, это происходит, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Сложно представить, что какая-то соломка способна остановить целую пустыню. Но думаю, что мало-помалу вы действительно можете сделать такое насаждение, которое предотвратит ее расширение. Далее в программе я узнаю, как древние люди подчиняли себе реку Хуанхэ и использовали ее, чтобы превратить пустыню в плодородную землю. Какой бы прекрасной ни была пустыня, жизнь невозможно представить без воды. И здесь у нас не только оазисы, но и могучая желтая река, которую китайцы называют матерью своей цивилизации. Хуанхэ образует южную границу пустыни Тенгэр, фактически отрезая ее от остальной части Нинся. Однако еще в древние времена некие умные ребята нашли способ, как добраться с одного берега на другой. Что это такое? Похоже на кучу свиней, связанных друг с другом. Нет, это самый ранний вид транспорта на реке Хуанхэ. Это овчинный плод. А сколько им здесь уже пользуются? 2100 лет. Во времена династии Западная Хань у берегов Хуанхэ жил один кочевой народ. Эти люди делали мешки из овечьей шкуры, чтобы хранить в них воду, вино и зерно. Затем какой-то умный воин заметил, что мешки, наполненные водой, не протекают. После этого ему пришла в голову одна идея. Он вылил из мешков воду, надул их и связал между собой в виде плота. Плот получился очень легким и мог выдержать около тонны. Звучит довольно безопасно. Это нога? Чтобы мешок был водонепроницаемым, в него добавляют смеси с соленой воды и маслом. Соль играет роль консервирующего вещества, а масло увлажняет шкуру и сглаживает ее шероховатости. О, вау. Неплохо. У него такой странный запах. Какой-то кислый вкус и запах старой кожи. Губы уже пора просовывать туда. Да. Ужас, что подумает моя жена. Все, ребята. Такое ощущение, что у меня кто-то умер во рту. Все, хватит. Да, я действительно почувствовал вкус масла и соли. Выглядит довольно интересно. Я ездил на самых разных плотах, но на плоту, который сделан из овечьей шкуры, я точно поеду впервые. Хотя на вид он прочный. На первый взгляд плот очень устойчивый. В общем, это такой древний аналог современной резиновой лодки. Здесь довольно удобно. В те времена, наверное, таких мягких сидений у них не было. Очень неординарный способ использования окружающей среды и природных ресурсов. Наш лодочник поет популярную народную песню про Хуанхэ. Эти простые слова напомнили мне о необъятности и мощи этой реки, а также ее жизнестойкости и трепети, которые она вселяет в людей, живущих на ее берегах. После бескрайних пустынь и дюн Шапотоу мы вдоль Хуанхэ продвинулись дальше на север. А вон там находится южная оконечность гор Хеланьшань. Поэтому мы еще успеем разглядеть эти горы и эту долину. В этом месте люди придумали еще много других удивительных способов использования воды из этой реки. Здесь, на севере Нинся, действует обширная ирригационная сеть, которую построили, чтобы брать драгоценную воду из этой реки. Эта гидроэлектростанция Цинлунся, ее строительство положило конец бесплатинной ирригации, которая существовала в Нинся 2000 лет. В прошлом площадь орошения в Нинся составляла 930 квадратных километров. Сегодня она выросла до 4600 квадратных километров. На протяжении нескольких веков ирригационная система Хуанхэ перестраивалась и улучшалась огромное количество раз. Сегодня это один из старейших в мире оросительных проектов, который по-прежнему работает. Цинский канал был частью первой ирригационной сети Нинся. Ему 2300 лет. И он все еще работает? Да, это правда. Это невероятно. Это просто невообразимое чудо инженерной мысли. Я думаю, что именно благодаря этому регион Нинся сегодня стал таким, какой он есть. Нинся Хуэйский автономный район – один из самых бедных регионов Китая. В основном это связано с нехваткой воды. И все потому, что Хуанхэ протекает только через северную часть Нинся, оставляя южную сухой и истощенной. Поэтому испытываешь настоящее удивление, когда видишь всю эту буйную растительность. На самом деле этот маленький уголок Нинся веками считался важной базой производства риса. Благодаря местному ирригационному проекту фермеры могут выращивать рис в пустыне. Хуанхэ для них в буквальном смысле слова – кормилица. В давние времена наш рис подносили в качестве подарка императору. У него отличное качество из-за превосходной почвы. Рис, который растет в зеленой почве, лучше, чем тот, который растет в лесовом грунте или в песке. В нашем регионе никогда не бывает засух. Из-за этого наш рис не клейкий. Вы можете распробовать каждое отдельное зернышко. Я сейчас сварю его, чтобы вы попробовали. В самых засушливых районах Нинся местные жители говорят, что если нет дождя, то нет и еды. Во многих смыслах пробовать этот рис – настоящая роскошь. Попробуйте наш рис. Спасибо. Большая чашка. Мы сами его выращиваем. Он довольно вкусный, совсем не клейкий. На самом деле он очень вкусный. Вы сможете распробовать каждое зернышко. Честно говоря, до того, как я сюда приехал, я часто слышал, что Желтая река – это колыбель китайской цивилизации. И это сложно понять до того, пока ты сам здесь не побываешь и не увидишь, что Хуанхэ смогла превратить бесплодную пустыню в плодородную землю и благодаря этому дать пропитание очень многим людям. Ну и под конец этого дня дать нам большую чашку риса. Пахнет вкусно. Неудивительно, что это был дар императору. Тогда надо съесть побольше. Далее в программе я узнаю о важности гор Хелланшань и кое о чем особенном на их вершинах и у подножия. Мы проделали путь от плавучих песчаных дюн до бескрайней реки Хуанхэ. И вот наконец добрались до самого непоколебимого пункта – гор Хелланшань. Своим огромным размером они практически полностью блокируют пустыню с той стороны гор и вторгаются на плодородные равнины Нинсся с этой стороны. Хелланшань – это еще и прекрасное место для пешего туризма. Я приехал в национальный лесопарк Су Юй Коу. Отсюда вы сможете добраться до нескольких пиков этой горной цепи. Они не слишком высокие, но один из них – пик Дзинь Дин – выполняет особую функцию. Ну вот мы и пришли. Это единственная метеорологическая станция в Нинсся, до которой нельзя доехать на машине. Поэтому, собственно, я и забрался сюда. В обязанности этого мужчины входит сбор всех метеоданных на данной станции. Это нужно для измерения дождевых осадков. Горы Хелланшань делят регион на мусонную и немусонную зоны. Количество атмосферных осадков на севере и юге Нинсся сильно отличается. Я не завидую его работе. Фубинь должен быть здесь и в дождь, и в солнечную погоду, и в песчаную бурю. У вас тяжелая работа, вам приходится собирать данные, когда идет дождь. Да. Я должен быть уверен, что эти инструменты чистые. Кроме того, здесь наверху проблемы с питьевой водой. Только вчера я принес сюда свежей воды. Мы всегда стараемся запасти побольше воды. Фубинь с супругой живут здесь наверху круглый год. Он отвечает за очень важное оборудование, которое измеряет температуру воздуха, влажность, силу ветра, ну и конечно же дождевые осадки. Эта работа подразумевает одиночество, но с другой стороны, в его распоряжении целая гора. Только взгляните на это. Честно говоря, я всегда думал, что пейзаж на горах Хелланшань довольно унылый. Но вид отсюда оказался умопомрачительным. Такое грубое очарование. Сразу становится понятно, насколько важны эти горы для Нинься. Потому что прямо там находится четвертая по величине пустыня Китая – Тенгер. И только благодаря этой горной цепи эта часть региона не покрыта песчаными дюнами. Теперь я понимаю, почему метеорологическая станция была построена именно здесь. Погода неожиданно изменилась, и мы можем увидеть, как сгущаются грозовые тучи. Пока не хлынул дождь, мы решили поехать на встречу с еще одним человеком, чья работа зависит от гор Хелланшань. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас очень красивые чернильные камни. Мы берем с гор Хелланшань. Это натуральные цвета? Да. Главная особенность чернильных камней гор Хелланшань – это насыщенный и яркий цвет. В основном это темно-фиолетовый и оливково-зеленый. Иногда попадаются красные и желтые камни. Это зависит от содержания в них железа. Сырой материал найти довольно тяжело. Он встречается только на высоте 2600 метров над уровнем моря и выше. Добыть его могут горняки, а это требует 7-8 часов ходьбы туда-обратно. Помимо того, что Хелланшаньский чернильный камень трудно добыть, его еще и очень тяжело вырезать. Это связано с тем, что внутри камня кроются разные цветовые оттенки. Работа мастера и заключается в том, чтобы раскрыть их. Это проверка на профессионализм и творчество. Верхний слой здесь темно-фиолетовый. Далее идет зеленый, красный, опять зеленый и опять красный. Здесь у нас 5 слоев цвета. После того, как я закончу резьбу, цветок будет темно-фиолетовым. Под ним зеленый слой, поэтому тушечница будет зеленой. Если я продолжу выскабливать отделение для воды, я дойду до красного слоя, который в самом конце. Теперь моя очередь пробовать. Не волнуйтесь, я лишь поскребу слегка сверху. Он такой податливый, что ли, и мягкий, даже не знаю. Я ведь раньше никогда этим не занимался. Но удивительно то, что когда ты смотришь на горы Хеланьшань, они не кажутся шибко красивыми. Они даже лысоватые на вид. И вдруг оказывается, что в них добывают вот такие уникальные камни. Тушечницы считаются одной из четырех драгоценностей рабочего кабинета и высоко почитаются у китайских каллиграфов. Чтобы получить тушь, в них надо накрошить твердые чернила. Но вам вряд ли захочется делать это, когда перед вами окажется такое произведение искусства. Хороший чернильный камень с горы Хеланьшань обойдется вам минимум в тысячу долларов. Цена на камень еще лучше может расти до бесконечности. За последние два десятилетия горы Хеланьшань успели прославиться еще одним продуктом, а именно вином. На самом деле весь восточный склон горной цепи укрыт виноградниками. В определенных кругах нинься даже называют китайским бордо. Я нахожусь в шато Юаньши, семейной винодельни, в которой, как и во многих других в этом регионе, заимствуют французский опыт для производства китайского вина. Вопрос в том, насколько оно хорошее. Я уже чувствую, какой потрясающий запах идет из этого бокала. Ваше здоровье. Я немного нервничаю, так как я не эксперт и не нахожу слова для описания этого вина. Но это невероятно. В последние годы в нинься наблюдается стабильный рост качества винного производства. В 2011 году эта винодельня даже увезла с собой награду с престижного конкурса The Counter World Wine Awards. Китай является крупнейшим рынком красного вина и одним из главных его производителей в мире. По количеству виноделин он уже обогнал Францию. Моя семья живет здесь со времен моего деда. Тогда здесь находился минеральный рудник. В 1986 году дедушка привез сюда моего отца и дядю. У вас очень красивое шато. Вся наша винодельня была построена из камня с гор Холаншань. Он уже был здесь до того, как мы ее построили. Мы решили использовать этот камень в качестве строительного материала. До того, как мы сюда переехали, здесь повсюду была пустыня Гоби. Только камни, сорняки и ничего больше. По иронии судьбы, именно благодаря нехватке воды в Нинься здесь так здорово приживаются виноградники. Засушливый климат Нинься подходит для выращивания винограда. Кроме того, здесь довольно много солнца. Почва полна камней и гравия, следовательно, здесь хороший дренаж. Камни добавляют в почву минеральных питательных веществ, которые затем впитываются виноградом. В итоге вкус вина получается более насыщенным и сложным. Медленно и верно китайские вина завоевывают мировое признание. И Нинься в этом плане лидирует во всем Китае. Такой успех служит доказательством тому, что так сильно поразило меня в этом месте. Люди здесь научились извлекать пользу от их сильной связи со своей родной землей. До того, как я сюда приехал, я думал, что Нинься – это не очень пригодное для жизни местечко. Но все оказалось совсем иначе. Этот регион защищают горы Хэланьшань и питают воды реки Хуанхэ. Местные жители придумали массу уникальных способов возделывания земель и извлечения максимальной пользы от окружающей среды. И будь то императорский рис или же получившие престижные награды вина, они производят то, что становится эмблемой их родного края и помогает получить ему всемирную известность на многие годы вперед. С вами был Тяньжань. Надеюсь, вам понравилась наша программа. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Велосипед Мы находимся на велосипедном заводе Фэйгэ в Тяньдзине. И первый китайский велосипед был сделан именно здесь. В 1936 году здесь был создан первый в Китае отечественный велосипед. После начала политики реформы и открытости велосипеды стали дарить лидерам различных государств. И до сих пор велосипеды марки «Летящий голубь» являются официальным подарком, утвержденным Министерством иностранных дел Китая. Теперь мы на заводе. Здесь каждый день собирают несколько тысяч велосипедов. Пойдемте со мной. Господин Суин, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как производятся велосипеды? Хорошо. Вот этот аппарат обеспечивает ровность ободов колес. Затем происходит соединение каретки велосипеда. Вот тут с помощью этого механизма соединяются два генератора. После прохождения первого этапа колеса присоединяются к самому велосипеду. После установки руля крепятся тормозные тросики. А вот здесь уже устанавливается защита цепи. На каждой линии у нас по два контролера. Они обеспечивают проверку качества изготавливаемой продукции. Здесь уже почти готовые велосипеды. Отсюда они уже расходятся по всему Китаю. Ну как вам? Экономики велосипед только что с завода. Правда, если вам кажется, что все они очень похожи друг на друга, то я знаю, что делать. Пойдемте со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас можно сделать велосипед на заказ? Конечно, мы можем сделать вам велосипед по вашим параметрам. Как здорово. Это магазин, где делать велосипед на заказ. Здесь вы можете сделать свой велосипед не таким, как у всех. Субтитры подогнал «Симон» Уже готово? Так быстро? Ну как вам? Получается очень необычное и оригинальное. Не правда ли? Обычно стоимость собранного у нас велосипеда доходит до 10 тысяч юаней. Но многие также покупают у нас велики и за 20, и за 30 тысяч юаней. Самым дорогим велосипедом на моей памяти был экземпляр за 200 тысяч юаней. Делался по спецзаказу. На велосипеде можно познакомиться с городом. Можно увидеть двух зайцев сразу, ведь ты осматриваешь красоты города, а заодно и тренируешь свое тело. Каждый день в разных уголках города можно увидеть разные велосипеды. От обычных до очень даже нестандартных. Велоспорт бывает трех видов. Первое – это олимпийский велотрек, где участвуют спортсмены высокого класса. Второе – это велогонки, которые, как правило, проводятся с масштабом и преследуют коммерческие цели. И третье – это любительские велогонки для развлечения, где проявляется вся спортивная культура нашей нации. Событие – это подобно карнавалу, и велосипед здесь выступает в качестве средства развлечения. Есть и профессиональные спортсмены-велосипедисты. А сегодня я хочу познакомить вас с ребятами, для которых это является хобби. Велосипед плотно вошел в мою жизнь. Я каждый день езжу на нем на работу. На велосипеде я люблю ездить по пекинским улочкам и наслаждаться красотами. Велосипед – это мое хобби. Его можно повесить на стену, а из маленьких записей сделать украшения. Для меня велосипед – это не только хобби, а неотъемлемая часть моей жизни. Он стал моей профессией. Приехав в такое расстояние, я стала немножко устала. Но на самом деле это же так здорово, когда ты едешь и осматриваешь пейзаж вокруг, и в то же время занимаешься спортом. Я из Германии. Я из Италии. Я из Мексики. Сегодня в пекинском районе Хуайжу состоится велосипедная гонка среди иностранцев, живущих в Китае. Но о чем времени гонка вот-вот начнется? Италии. Пексели. Пенсии. Пекинская пенсия. Песели. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы должны знать, как ездить на велосипеде, знать, что у него есть свои правила, знать, как он приходит в движение, какие знаки подавать руками. Сейчас велосипед – это вещь модная, а не просто дешевый предмет ежедневного пользования, который в прошлом можно было купить за 200 юаней. Велосипедная промышленность в Китае начала стремительно развиваться со времен образования КНР. Самый интенсивный рост пришелся на период осуществления политики реформы и открытости. В разное время Китай занимал первое место в мире по объему производства, потребления и экспорта велосипедов. Однако и здесь приходится сталкиваться со многими проблемами. Китай – это царство велосипедов, но еще недостаточно сильное. У нас мало собственных брендов. Нам не хватает собственной технологии производства комплектующих частей, а также не хватает права голоса в контроле над мировой производственной цепочкой и международными стандартами. Болезни для здоровья, экологически чистые – это все преимущества велосипеда, которые отвечают всем требованиям для современной здоровья жизни. Пусть и больше людей полюбят это транспортное естество. Политический кризис в Венесуэле. Мадуро вместе с военными страны прошел маршем по Каракасу. Свечи американской игры. Министр нефти Ирана заявил, что ОПЕК может грозить распад. Мир, труд, май. В путешествия по Китаю в майские праздники отправились около 150 миллионов человек. Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Игоря Злотников. Подтвердить преданность военных – так Николас Мадуро озаглавил видео, на котором он с представителями вооруженных сил Венесуэлы прошел маршем по Каракасу. После шествия президент еще раз осудил очередную попытку государственного переворота, предпринятую оппозицией, и заявил, благодаря верности армии в этот исторический момент никто так и не смог принести на землю Венесуэлы войну. Заговорщиков нам предстоит отвергнуть и сказать им «нет». Наша армия должна сплотиться под руководством высшей власти, признанной Конституцией и Законом. Наш верховный главнокомандующий Мадуро может быть полностью уверен в вооруженных силах по всей стране. Мы, защитники Боливарианской республики, всегда готовы защищать территорию, суверенитет и независимость нашей Родины. 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ и военных поддержать его операцию «Свобода» и свергнуть президента. Но попытка госпереворота снова не удалась. В четверг венесуэльский суд выдал ордер на арест одного из предполагаемых организаторов – Леопольда Лопеса. В 2015-м он был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за организацию протестов, в ходе которых погибли более 40 человек. А в 2017-м переведен под домашний арест. Во вторник оппозиционеры помогли Лопесу вместе с семьей бежать и скрыться на территории резиденции посла Испании. Официальный Мадрид уже заявил, что выдавать его не собирается. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Майк Помпео могут провести переговоры в ближайшее время в Финляндии. Этого не исключают в российском МИДе. Стороны намерены обсудить ситуацию в Венесуэле. Встреча может состояться в ходе заседания Арктического совета 6-7 мая в городе Руваньеми. Ранее представитель Госдепа заявил, что американская сторона рассчитывает на переговоры Лаврова и Помпео. Российский министр накануне заявил, что совместить позиции России и США по Венесуэле на данный момент невозможно, но Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном. На днях главы МИДа и Госдепа обсудили события в Боливарианской республике по телефону. Агрессивные шаги против Каракаса чреваты тяжелыми последствиями, заявил в беседе Сергей Лавров. Помпео уже отметил, что Вашингтон будет готов к военному вмешательству в ситуацию в латиноамериканской стране, если посчитает это необходимым. Быть или не быть ОПЕК, министр нефти Ирана заявил, что объединению может грозить распад, если его члены будут предпринимать односторонние действия против Тегерана. Слова могут, в частности, относиться к Саудовской Аравии, которая приветствовала решение США по антииранским санкциям. Напомню, после 2 мая Вашингтон не стал продлевать исключения для ряда стран, закупающих иранскую нефть, чтобы положить конец ее поставкам в мире. Реакция рынков и не только в следующем материале. Объявив о намерении перекрыть нефтяные экраны Ирана, США заявили, что работают с теми, кто должен будет занять его место в мировом обороте. Это партнеры штатов Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Как будто и нет больше никакого поставщика Ирана, эксперты высчитывают мощности и потенциал экспортеров ОПЕК без него. Все зависит от того, насколько именно сократится экспорт Ирана. Но если брать по максимуму, речь примерно о 700 тысячах, одном миллионе баррелей в день. Теперь о странах, которые их возместят. В первую очередь, это, конечно, Саудовская Аравия, у которой есть что-то в диапазоне 2 миллионов ежедневной резервной мощности. И Эмираты, примерно с 300 тысячами баррелей. Таким образом, у экспортеров достаточно возможностей компенсировать любые потери от Ирана. Но Иран не единственная проблема. Есть коллапс в Венесуэле, ставящий под угрозу 600 тысяч баррелей в день. Боевые действия в Ливии, где счет идет о миллионы. Если все эти факторы будут действовать одновременно, ситуация на нефтяном рынке будет гораздо сложнее. В последнее время ситуация на нефтяном рынке нестабильная. И помимо антииранских решений, есть и другие факторы, идущие от США. На прошлой неделе Дональд Трамп снова оказал давление на ОПЕК, чтобы те повысили добычу. В самих штатах наблюдается резкий рост коммерческих запасов. Если вы посмотрите на нефтедобычу Ирана, то недавно она упала на миллион баррелей. Одинаково с экспортом. И цены на нефть поднялись до новых максимумов, достигнув 74 долларов до появления твита Трампа. Поэтому мы считаем, что в значительной степени цены зависят от ситуации с Ираном. Сейчас интерес представляют дальнейшие действия Эль-Рияда, поскольку вообще-то он стоит на согласованном с Россией сокращении поставок ОПЕК. Во вторник Саудовская Аравия объявила, что срок может быть продлен до конца года. Главами Турции тем временем заявил, его страна не может быстро перейти на новое сырье из-за особенностей нефтеперерабатывающих заводов. Вступлением в силу обновленных санкций обеспокоились и в Евросоюзе. ОПЕК же тем временем обещает не допустить энергетического кризиса. Амира Шокинтаева, CGTN. В США 2 мая вступил в силу раздел 3 закона Хелмса Бертона. Соответствующее распоряжение подписал президент Дональд Трамп. Американские граждане, у которых была собственность на Кубе до революции 1959 года, теперь могут подавать в суд на ее нынешних владельцев. Комментируя меры Вашингтона, председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не признает законы, выходящие за рамки ее конституции. Глава кубинского МИДа Бруно Родригес назвал в своем твиттере раздел 3 закона Хелмса Бертона «Нарушение международного права, правил торговли и агрессии против суверенитета Кубы». Негативную реакцию американские меры вызвали и у европейских стран, крупнейших инвесторов в экономику Кубы. «Вступление в силу раздела 3 закона Хелмса Бертона вызывает ненужную напряженность и подрывает доверие в отношениях Евросоюза и США», говорится в официальном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Магеррини. Она выразила сожаление в связи с тем, что Трамп забыл об обязательствах Соединенных Штатов не препятствовать экономическим контактам своих европейских союзников. ЕС будет использовать все соответствующие меры для ликвидации последствий действия закона Хелмса Бертона. заявила Магеррини. «Из общего у России и Украины только госграница». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на реплику главы России Владимира Путина о том, что у них много общего. К такому положению, по словам Зеленского, привели аннексия Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе. Он подчеркнул, что Москва должна вернуть Киеву контроль над каждым миллиметром украинской земли. И только тогда две страны смогут продолжить поиски общего. Пока же их отношения точно нельзя назвать братскими. Лидер Украины заметил, что запреты экспорта нефтепродуктов, задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе и решение выдать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР ни на йоту не способствуют налаживанию диалога. Напомню, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецка и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке. Зеленский в ответ посоветовал не соблазнять граждан Украины паспортами России. Он сообщил, что готов к переговорам с Россией, но не на языке угроз военного и экономического давления. Украина примет весеннюю сессию парламентской ассамблеи НАТО. Она пройдет в Киеве с 22 по 25 мая 2020 года. Соответствующее постановление подписал спикер украинского парламента Андрей Порубий. В документе говорится о создании оргкомитета мероприятия. Он должен в двухнедельный срок утвердить план подготовительных мероприятий. Месяцем ранее постановление о проведении сессии поддержали в Верховной Раде. Заявку Украины на прием мероприятия в Альянсе одобрили в апреле 2017. Напомню, парламентская ассамблея НАТО основана в 1955. Это консультативный межпарламентский орган стран-членов блока. Его сессии проводятся два раза в год в разных странах. Украина не входит в НАТО, но участвует в его программе «Партнерство ради мира». В феврале украинский парламент закрепил в Конституции курс страны на вступление в Альянс. Редактор субтитров А.Семкин Первомайский туристический бум. В праздничные дни значительно вырос турпоток через границу Китая с Россией и Китая с Казахстаном. Среднесуточный турпоток через пункт пропуска Суэфэньхэ достиг почти 3,5 тысяч человек. Это примерно на 30% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Контрольно-пропускные пункты на границе Китая и России открыли дополнительные проходы. Таможенное оформление каждый турист теперь проходит всего за 30 минут. Также в первый день каникул почти 20 тысяч человек побывали в Международном центре сотрудничества «Харгос» на границе Китая и Казахстана. Чаще всего туристы покупают бытовые товары, одежду, меховые изделия и электронику. Отмечу, что по прогнозу за первомайские каникулы китайские туристы совершат 150 миллионов поездок. Выходные по случаю 1 мая в Китае продлятся до субботы включительно. По предварительным подсчетам Министерства культуры и туризма в путешествия по стране в эти дни отправились 150 миллионов человек. Причем большая часть предпочла семейные поездки на не очень большие расстояния. В популярных туристических местах побывали и наши корреспонденты. Захватывающая история про царя-обезьян в китайском Таншане. Праздники стали поводом погрузиться в древнее искусство. К 1 мая приурочили открытие нового развлекательного комплекса с театром теней. Причем здесь каждый может стать не только зрителем, но и актером. Это так здорово. Я раньше видел такие представления, но чтобы самому управлять куклами, это впервые. Главная наша цель – заинтересовать молодое поколение. Только так можно сохранить традиции. Культурное просвещение в эти дни стало одним из массовых трендов в Шанхае. Огромный наплыв в музеи. Только Шанхайский музей естественной истории за 1 мая посетили 17 тысяч человек. Примерно в 7 раз больше, чем обычно. И это несмотря на то, что бронировать билеты в праздники нужно заранее. Посетители говорят, что коллекция из более чем 290 тысяч экземпляров действительно поражает. Мы приехали из провинции Цзанцу. У нас там нет таких музеев. Хотели, чтобы ребенок увидел что-то новое. Но, честно говоря, мы и сами под впечатлением. Взрослым тут тоже есть на что посмотреть. Стоять ближе к природе можно в Синьдяне. В пустыне Кумутагэ разбили целый песчаный городок. Сюда приезжают в основном семьи с детьми для спокойного отдыха. Мне нравится ноги в песок закапывать и с горы по песку кататься. Но есть здесь и развлечения для любителей острых ощущений. Ралли по пустыне организовывают ежегодно. В этот раз в нем принимают участие около тысячи гонщиков. Это идеальное место для тех, кто любит песчаные горы. Песок здесь мелкий, очень чистый, но ландшафт довольно сложный. Требует определенной подготовки. Это направление становится все более популярным. По данным местного туристического бюро, только за 1 мая Кумутагэ посетили более 15 тысяч человек. В годовом исчислении показатель вырос аж на 70%. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за событиями вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com У меня на этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Девушки отдыхают Поэтому надо скорую вызвать Мам, сейчас день, какая еще скорая? Что это? Сейчас принесу медкарту Горит вся Бедная ты моя Бери карту и сумку не забудь Идем, идем, идем Сейчас Ничего себе Когда же нашу малышку посмотрит? Давайте измерим температуру Сколько? 39 Кошмар какой А вдруг будет осложнение? Сестра Вы же видите, какой у нее ужасный жар Может, вы проведете нас к доктору побыстрее? В городе Гриппы у нас все тут с высокой температурой Вот там можете получить пластырь для понижения температуры Сколько же времени мы в очередях простоим? Да уж Так, давайте разделимся, давайте займем разные очереди Мама встанет В ту очередь на оплату И будет ждать меня там Когда нужно будет заплатить, я подойду и мы сразу все оплатим, хорошо? А ты неси дочку в зал ожиданий, наклей пластырь и дай жаропонижающее Давай, ну давай же, ждите меня там Возьми ее карту Я с телефоном, если что Да, конечно Сейчас главное сбить жар Простите Извините Где стоишь? Вот тут Тогда я займу там Да, хорошо Вон там, в приемной посмотрите Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Непонятно Кашляет Ладно, вы ждите здесь, а я поищу маму Она разве не в очереди в кассу? Я проходил мимо очереди в кассу, но почему-то ее там не увидел Странно, ума не приложу, куда она могла так внезапно уйти? Мань-мань, что такое? Не снимай, не надо Ай-яй-яй-яй-яй Ну ладно, пусть снимает Нельзя Может в туалет пошла? Она же знает, где мы Да знает, конечно, ничего страшного, ты не волнуйся Ты, ты, садись на пол, больше никуда Потерпите чуть-чуть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мам! Мама! Здесь никого нет А-а-а Спасибо Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Ты почему ещё не здесь? Мань-Мань будут капать, когда капельница освободится. Давай скорей. Хорошо, хорошо. Я… дай мне ещё пятнадцать минут. Я до сих пор нигде не нашёл маму. Сейчас попрошу в регистратуре сделать объявление для неё по громкой связи, ладно? Мы ждём тебя. Следующий. Юань, Мань. Это вы про нас? Да-да, про вас. Ой, сейчас-сейчас-сейчас. Ну, пойдём. Идём-идём-идём. Идём-идём-идём. Не плачь, не плачь. Тише-тише. Ой-ой-ой-ой. Детка, мама тут, мама тут. Держите повыше, иначе не будет капель. Спасибо. Не плачь, птенчик, да. Мама с тобой. Извините. А где можно взять такую стойку? На улице. А, спасибо. Что случилось? Я стойкую-то не нашла. Я не могу больше с поднятыми руками. А повесьте на мою. Давайте. Спасибо большое. Не за что. Я, наверное, взяла последнюю, а другие стойки пока заняты просто. Ну, не плачьте. Зачем слёзы лить? Не поможет. Лучше отдохнём. Ага. Алло, Юаньбао. Ты где там? Мы капаемся в больничном коридоре. Себин, ещё буквально минуту. Я пока не могу найти маму. Вдруг что случилось? Мне не разрешили сделать объявление по громкой связи. Давай я ещё схожу в приёмный покой в соседней поликлинике. Подожди. Подожди меня. Ладно? Да, пару минут, а? А почему вы плачете? Сами же сказали, что слёзы не помогут. Я в туалет хочу просто ужасно. А пойдёмте все вместе. Правда? Угу. Спасибо вам. Спасибо. Ну, попробуй вспомнить. Как ты там вообще оказалась, а? Моя реже. Ну, попробуй вспомнить... Что тут вспоминать? Я же сказала... что пыталась вас разыскать мы договаривались что вы стоите в очереди в кассу да я стояла в кассу но когда моя очередь подошла наконец я вас не нашла как это возможно его пошел к вам на вы уже куда-то пропали в больницах столько народу кстати постоянно очереди нам надо было назначить место встречи где бы мы все собрались тогда бы никто не потерялся то значит назначить место я спросил сябин как мы договаривались я как раз сказал что народу слишком много и нам нужно занять несколько очередей ведь так она пошла в зону ожидания я в регистратуру а ты в кассу мы заняли три очереди и наша с тобой очереди были рядом ведь ладно ладно не надо не надо я очень устала я очень устала столько бегала искала вас везде давай мне может она поспит со мной нет у нее жар заберу мань мань тебе получше а вот ведь что за неадекват с ней впервые такое мы четко условились встретиться у касса не отложки а нашел я ее на двадцать третьем этаже стационарного отделения представляешь но в приемном покой еще понятно куда не шло зачем ее туда понесла откуда я знаю она не должна была выходить из здания да вот и я об этом говорю тише не нервничай это климакс так вот и все отдохни устал давай все-все-все-все оставь ее пойдем всем известно что чем выше поднимаешься тем больнее падать это про нашу подхалимку она же ничего не умеет кроме подхалима же главный редактор зря продвигает любимчиков за глаза она говорит и похлеще и остальные помалкивают и стараются держаться от тебя подальше она же просто завидует ты взлетела от секретарша на самый вверх такая стремительная карьера улыбнись ты же лучший работник месяца конечно за спиной всегда любят шептаться но когда ты вырастешь эти сплетни исчезнут сами собой ты должна благодарить тех людей кто смотрел на тебя свысока они заставили тебя шевелиться теперь ты идешь вперед и оставляешь позади себя их всех а обернувшись увидишь лишь уважение легко говорить но ведь у всех в этом зале есть высшее образование исключая уборщиков и меня когда я только пришла в журнал даже у уборщиц была шанхайская прописка у меня нет и что же сейчас я руковожу коренными шанхайками я для них божество в отличие от вас я никогда не хотела стать культовым персонажем я хочу жить свободно и быть счастливой а сейчас ты не счастлива не свободно беспрочного материального фундамента и уважения других нечего и заикаться о свободе и счастье я помогу тебе стать лучше если ты этого хочешь очень хочу да кто бы этого не захотел но я все же мама не уехать не задержаться а если ребенок заболеет за ним просто некому ухаживать на записывай все что я буду говорить в эту тетрадь она же дорогая чем дороже и качественнее будет твоя тетрадь тем аккуратнее будешь писать когда человек записывает все важные дела не держит все в голове работает намного эффективнее готово во первых подыщи для рокки хотя бы пять вариантов яслей в посольском квартале во вторых подбери мне кита для кого для свекрови ее нужно поводить по ресторану показать достопримечательности организовать отдых и физиотерапию в общем чтобы ей было комфортно и интересно в третьих найди себе курсы английского языка надеюсь уже через три месяца ты будешь читать зарубежный вариант бьюти и участвует в ежемесячных совещаниях найди лучшую школу оплачивает компания но пропускать нельзя ну вот это задание до обеда но я не смогу когда же учить английский у меня же времени нет вставай раньше на два часа через недельку-другую ты привыкнешь исследования показали что те кто спит шесть-семь часов в сутки живут дольше тех кто спит по восемь часов шесть часов я сойду с ума десять утра на задание у тебя осталось всего два часа хорошо я пошла не понимаю как она смогла тебя убедить чтобы ты сидел дома и присматривал за ребенком не они которых я привезла она взяла и выгнала и что теперь что мне делать-то мам ты же видишь что уроки рядом со мной ведет себя тихо и очень спокойно правда а когда у нас было четыре няньки он постоянно кричал и плакал правда вижу вижу что ты охотно возишься но как долго это продлится а тебе ведь надо работать ничего ничего мы хотим отдать его в детский сад что это за ерунда ему же еще и годика нет какой такой детский сад не волнуйся не волнуйся туда ходят лишь дети иностранцев за уроки будут присматривать международные воспитатели у которых имеется огромный опыт работы с детьми в особенности на ранних этапах развития этот сад первоклассный да что ты я знаю что она любит все иностранное но это же просто ясли что там можно придумать проблемы ваши никуда не денутся даже если отдать ребенка в сад попробовать же можно да какой в этом смысл сдается мне дело не в ребенке а в том что ты развелся с первой женой вот она и боится что ты повторишь то же самое найдешь себе новую женщину умнее и моложе а ей что останется ну что на работе у нее дела очень хорошо но она боится что брак может разбиться в любую минуту обещаю мамы этого не будет никогда я второй раз женат у меня два ребенка оглянувшись назад я понял что все браки в общем одинаковы словно приходишь в магазин и хочешь купить пару бутылок вина и независимо от марки этого вина и цены за бутылку вино и есть вино и она не станет каким-нибудь виски или рома ладно сынок перестань хватит говорить о вине и о виске ладно твоя мама просто женщина я волнуюсь за тебя всю свою жизнь ну что ты мог я волновалась когда ты учился особенно за границей теперь беспокоюсь о твоей семье да ты бы мне сказал когда мне можно перестать волноваться мама я же сколько раз говорил тебе просто просто перестань волноваться надо сделать чик и не волнуйся не волнуйся не волнуйся хватит нервничать не надо так сильно переживать за меня мудзи на тебя похоже она похожа на меня да тише 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 я имею ввиду что что у вас схожий характер конечно в юности ты была намного красивее а то в кого бы я такую родился правда правда народе говорят что когда мужчины наконец женятся они даже сами понимают что выбрали жену которая похожа на их матушку ну да бабушка видела как бабы я не теряю до 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 отправляет да 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 start to go ну ладно да 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 приехал хорошо идем прямо сейчас да 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 Мама, приехал гид, который тебя покатает. Зачем он нужен, этот ваш гид? Прогулки по Шанхаю мне неинтересны. Я хочу остаться с внуком, я не поеду. Мудзи попросила знакомого устроить тебе экскурсию. Тебе стоит съездить, не пожалеешь. Еще чего. Съезди, 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 отдохнешь и развеешься. Давай, 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 поезжай. Не хочу, не хочу бросать внученка. Вот вернется жена домой, будем вместе играть с Рокки. А ты просто съезди, поразвлекайся, ладно? Не хочу. Добрый день. Здравствуйте. Какой красавчик, а? Мы можем начать экскурсию. Машина уже ждет вас. Ну что, идешь? Ладно, я пошла. Пока. Садитесь. Ну, я поехала. Пока. О, поможи бабушке. Пока. Я никогда не видела вашу свекровь, но моя мама точно выбрала бы самого симпатичного гида. Я решила такого и подыскать. Большое спасибо вам, госпожа главный редактор. Знаешь, это была отличная идея, но мою свекровь симпатичный гид подействовал. А ты очередной раз хорошо себя показала. Спасибо тебе. Вот так. Как ты? Ну, как ощущения? Ты знаешь, я с Луло очень мало занимался. Я даже не знал, что общаться с ребенком может быть так интересно. Как мне это понять? Ты не хочешь убегать от меня? Даже такому свободолюбивому парню, как я, не вырваться из твоих объятий. Тем более, когда у тебя такая способная помощница. Это кто? Кто? Сябин. Ну да. Она у меня молодец. Давай, давай. Тут один глоточек. Я сон лыфью. Руки, 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 руки. Здравствуйте. Это я. Ты что, так рано сегодня? Где моя мань-мань? Ты вернулась? А? Я пойду. Посмотрю, заснула мань-мань или нет. Хорошо. Давай отмечать. Угощайся. Давай. Твоя жена лучший сотрудник месяца. Ты что, не рад? Не гордишься мной? Знаешь, в компании мне сказали, что я буду ходить на курсы английского каждый вечер с понедельника по четверг. Никогда бы не подумала, что мне выпадет такая возможность после рождения ребёнка. Я сама ни о чём не просила. Это не было моим желанием. Инициатива не моя. Ты же рад? А? Я буду занята. И ты тоже занята. Если мама скажет, что ей трудно справляться с ребёнком, тогда мы наймём няню. Ты что? Эй! Ты согласен? Так лучше. Угу. Ты знаешь, моя начальница очень хорошо ко мне относится. Она меня ценит. Она говорит, что у меня огромный потенциал. Классно. И когда твои курсы? Что с тобой? Ты за меня не рад? Учиться здорово. Так ведь? А? Тебе нравится учиться? Раньше не любила, но поумнела. Тебе ведь это нужно, чтобы повысили? Так и зарплату повысят. И наша жизнь станет лучше. Значит, тебе нужны не знания, а просто деньги? Что с тобой? Почему ты нападаешь на меня? Ты какой сама себя видишь? Хороший. Признайся, твое счастье – это ведь не чтение и не учёба. И не работа, и даже не карьера. Твое счастье – деньги и процветание. Денег все хотят? Твое счастье – даже не в общении с семьёй. Ты свое счастье находишь, когда раскрашиваешь лицо, наряжаешься и идёшь пить и петь в караоке. В этом твое счастье, в этом вся ты. Что с тобой сегодня? Вот так. Знаешь, порой ты принимаешь решения, не думая о людях и тем более об их чувствах и чаяниях. Исправлюсь. Ты меня постоянно доводишь. Словно проверяешь, долго ли я ещё смогу тебя вынести? Сегодня… Так вот. У нас разбор полётов? Ты не знаешь меры в своих желаниях. А где мера? Почему ты не сказал, когда добивался меня? И высказываешь это только сейчас? А. Когда я тебя добивался, я забыл о собственном достоинстве. Ты мне ужасно нравилась тогда. Твои выходки меня закалили, но сейчас, мне кажется, думать лишь о себе очень корыстно. Знаешь что? С момента, как ты забеременела, ты постоянно что-то требовала. Ты никогда и не любила никого. Включая собственного ребёнка, верно? Ты хоть что-то делаешь по хозяйству? О моей маме ты думала? О своих родителях? Обо мне хоть раз волновалась? Ты думаешь только о своих желаниях. И чуть что не так, сразу скандалы. Мама очень долго терпела. И я сдерживался. Но сейчас моё терпение лопнуло. Нельзя зажимать любимого человека. Ты что, сошёл с ума? Это же не я тебя прижала, это жизнь тебя прижала. После рождения ребёнка твоя жизнь изменилась? Вообще не изменилась. Ну да, всё так же, ешь, пьёшь и спишь. А у меня? Я же себя полностью изменила. Единственное, что осталось от меня, это имя Сябин. Теперь всё по-другому. Как только я захотела улучшить свою жизнь, оказалось, у меня нет меры. В таком случае. Да, я не знаю меры. И что? Как ты поступишь? Рассказывай. Да никак я не поступлю. Тебя просто никогда и ничего не будет устраивать. Так ведь? Это я тебя не устраиваю. Не-не-не-не, я тебя не устраиваю. И у меня есть новость. Скоро наша компания обанкротится. Так и скажи, что проблемы с компанией, и не срывай на меня зло. Да, так и есть. С тобой это никак не связано. Просто компания закрывается с долгами. И деньги уже не вернуть. Той жизни, о которой ты мечтала, всё, извини, её уже точно не будет. Все деньги пропали. Но только ты не переживай. Средства твоих родителей верну непременно. Ну и как тебе? Что, не рада? Я боюсь, если мы продолжим жить вместе, у нас будет возникать всё больше и больше разногласий. Это к чему? Сябин. Говори давай. Хочу спросить. Как ты считаешь, стоит ли нам с тобой оставаться вместе? Продолжай. Я жду! Разводимся. Так вот, к чему всё это было. Ладно, я согласна разводиться. И запомни. Запомни мои слова. Я не буду угрожать тебе самоубийством и тратить своё время зря. Если разведёмся, я не вернусь. Даже если позовёшь. Но я с тобой поквитаюсь. Я выйду за мужчину лучше тебя. И твоя дочка будет называть папой другого. И я ещё от него детей рожу. А ты злись! Товёшь! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Бао-Бао. Я не могу помочь. Никак не могу. В этих трудных обстоятельствах. Ничего. Все-таки это и моя проблема. Все же нельзя заставлять ее нести на себе все эти проблемы нашей семьи. Сябин достойна лучшей жизни. Разве ты не можешь сказать ей все как есть? Мам, я заберу Мань-Мань. Погоди. Сябин, вот здесь любимые сказки Мань-Мань. Когда я их ставила, она так слушала. Скажи родителям, чтобы они почаще ставили ей этот диск. Это ей полезно для развития. И еще последнее, что я хочу сказать. Бао тебя очень любит, но боится. Если я тебя чем-то обидела когда-то, прости меня, пожалуйста. Как бы там ни было, я люблю Мань-Мань. Всем сердцем люблю свою внучку. Очень-очень люблю. Не переживайте. Как будет время, я буду привозить к вам Мань-Мань. Мань! Не плачь, Мань-Мань. Не плачь, моя девочка. Не плачь. Сябин, позволь обнять их. Мань-Мань. Ах ты, моя хорошая. А баба тебя обнимет. Не плачь, маленькая. Мань-Мань. Попрощайся с бабушкой. Мань-Мань. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как он посмел предлагать мне такое? Правда, у нас уже накопилось проблем, но я и подумать не могла, что Юань Бао предложит мне развестись. Я думала, что хоть сто раз могу попросить, он не согласится. А теперь сам хочет развода. Ну, перестань. Нам как-то не верится, что Юань Бао хочет развода. Это он за горяча сказал. Конечно же, он вернется к тебе. Не важно, что за конфликты у нас были. Мне кажется, что он очень сильно любит тебя. Правда. Сябин, дата рождения. Зачем? Найду ей парня. На сайте. Ты найдешь мне мужа? Так. Э, не переживай. Я загружу твои данные в сеть и проведу исследование, чтобы ты поняла истинное положение дел. Ай, ну перестань. Они же еще даже не развелись. Слушай, меня каждый день приглашают там на свидание. А Сябин будет популярнее. Если тебе скучно, сходи сама на свидание. Но не нужно лезть в чужие дела. Да есть у меня один. Только этот парень дурак. Я не красавица. Медсестра. И есть ребенок. Меня полюбит мужчина только с особенными запросами и вкусами. Сябин другое дело. Она очень красивая. И может найти парня даже с ребенком на руках. Но ведь в интернете нет нормальных парней, так ведь? А тебе-то откуда знать? Вот найду кого-то получше тебя. И как найдешь? Да вот возьму и найду. Вперед. А? День рождения? Давай, ищи. 31 июля. Сейчас. Секунду. Да как это возможно? Ерунда полнейшая. Я до сих пор не понимаю. Почему ты Бао Шуайю предпочла Юань Бао? Почему выбрала его? Джульетта. Все. Понятно. С чего это вдруг? Ты позвала нас на утренний чай. Мы же не кантайнийцы. Да поговорить нужно. Па, лекарства с собой? Сябин, зачем спрашиваешь? Ты меня пугаешь. Что, что, что произошло? Я надеюсь, у вас ничего серьезного не случилось? Ты поссорилась с Юань Бао или с его матерью? Если поругались, то лекарства мне не нужны. Это нормально. Я привык уже. Вы же постоянно ругаетесь. На этот раз все серьезней. Что, не можешь больше? Мы поговорили о разводе. С сегодняшнего дня мы с Мань Мань живем у вас. Развод? Кто предложил это? Ты предложила или он предложил? Я знаю, это точно не ты. Ты бы так не поступила. Ты бы сначала с нами посоветовалась. Юань Бао потребовала развод? А почему? В чем причина? Ведь ты вышла за него. Ребенка от него родила. Он что там вообще? Совсем с ума сошел? Безнравственный мужик. Пошли. Хватит уже пить. Мама, тише. На нас вон уже люди смотрят. Ну и ладно. Пускай смотрят. Ты согласилась? Сабин. Надеюсь, ты не просила оставить тебя в их доме. Разводись. Только обязательно разводись официально. Иначе, поверь мне, тебя ждут тяжелые времена. Разрыв не так уж и страшен. А? Через три года будешь как новенькая. Но мы должны будем поквитаться с ним. Не беспокойся. Мама обещает тебе. Он до конца жизни глаз поднять не посмеет. Поверь мне, я смогу сдержать обещание. Твоя мама на это способна. Ладно, ладно, мам. Давай обсудим план мести немного позже, ладно? А то папа перепугался. Перепугался. Да ничего подобного. Раз вы все еще только обсуждаете развод, значит, время еще есть. Я успею морально подготовиться. Его мама с самого начала относилась к нашей семье без должного уважения. Она считает, что нас в этой жизни волнуют только деньги. А? Наверное, захочет заплатить за развод. Сябин, послушай меня. После развода не бери у них ни копейки. Нет, 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 нет. Вы тут что, о последствиях вообще не думаете? В чем суть развода, кроме расставания? В разделе имущества. Правда? А значит, нужно отбить у бывшего мужа как можно больше. Умные люди всегда так делают. Субтитры создавал DimaTorzok А Сябин знает об этом? Сын запретил говорить. Я очень переживала, когда Юаньбао выгнал Сябин. Я тогда очень страдала. Я сама виновата. Если бы мне дали возможность выбрать еще раз, я выбрала бы Юаньбао. Смотрите в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сябин, послушай меня. После развода не бери у них ни копейки. Нет, 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 нет. Вы тут что, о последствиях вообще не думаете? В чем суть развода, кроме расставания? В разделе имущества, правда? А значит, нужно отбить у бывшего мужа как можно больше. Умные люди всегда так делают. О выгоде можете забыть. Все деньги ушли на компанию Яньбао. Он все потратил. Пап, я не могу больше врать. Те сто тысяч юаней на страховку, которые ты мне дал, я отдала Яньбао для компании. Возможно, эти деньги мы не вернем. Ну, говорила же, выпить лекарства. Я не предполагал. Это огромный шок. Так, 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 Сябин, ты о чем это говорила? Что, 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 что за сто тысяч юаней, а? Ты когда это успел? Ты когда это додавал, Сябин, сто тысяч юаней? Я просто хотел сделать тебе приятный сюрприз. Ты потратил такие страшные деньжищи и даже не потрудился мне сообщить? Мам, это я сама во всем виновата. Я папу обманула. Не-не-не, я не с тобой говорю. Я тебя спрашиваю. А? Где ты раздобыл столько денег? И почему все это время скрывал от меня? Что это значит? Что от тебя любую гадость можно ждать? Ну, давай, рассказывай. Нервы крепкие. Не о чем рассказывать. Всего-то один раз скрыл деньги. Да-да, заливай теперь, я тебе больше не верю. Мама, это все я. Вышла не за того, устроила вам большие проблемы. Те сто тысяч юаней я обязательно верну. Я придумаю, как вернуть деньги с процентами. Что ты, Сябин? Забудь, ты же моя дочь. Какие деньги? Я тебе жизнь отдам и без расписок. Как я могу с тебя требовать эти сто тысяч юаней? Ты теперь живешь своей жизнью. И каждый день люди кричат о разводе. Но те, кто громче всех кричит, те, кто требуют развода, потом больше всех сожалеют. Подожди и увидишь. Не пройдет и двух дней. Юань Бао сам придет просить прощения. Не прощай, пока не вернет долг. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вы сегодня в половине четвертого. В 3.30? Ладно. Он послушный, но к чужим рукам не привык. Может, мы сами будем держать его? Оставляйте, не бойтесь, ты мой хороший. Не переживайте. Пока-пока. Хочу вам сказать, что дети не плачут, когда родители уходят. Но быстро успокаиваются. Если мы приучим его к самостоятельности, то когда вырастет, он сможет спокойно прощаться с родителями. Но ведь он такой еще крошка, а? Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Да, да, да. До свидания. Спасибо вам. Пожалуйста. Поехали. Нет-нет, слышишь? Снова плачет, опять плачет. Так, я его забираю. Эй! Эй-эй-эй! Что же ты такой мягкосердечный? Нельзя растить его в теплице, сам знаешь. Ой, он же крошечный у нас. Все, что ему сейчас нужно, это родители и безопасность. Он словно щенок или котенок. Ну какая сейчас самостоятельность? Ему стоит объяснить, что слезами горю никак не поможешь. Нет-нет-нет, давай так, я туда не пойду, но я подожду рядом, ладно? Подумай сама, совсем недавно было четыре няни, а теперь вдруг никого рядом, а? Как он к этому привыкнет, а? Это заведение не дешевое. Все это стоит не меньше, чем две профессиональные няньки. Справятся. Поехали. Ну ладно, поезжай, поезжай. А я тут подежурю. Если будет слишком сильно плакать, я заберу его обратно. Давай. Мама поехала сегодня с гидом в уезд Джоу Джуан. Ты с ребенком не справишься. Поехали. О, мой отец меня как-то вырастил. Так чем я хуже него? Ну и оставайся. Ну и уезжай. Что случилось? Почему ты просила о встрече? На курсы записалась? Записалась. Но боюсь, не смогу посещать занятия. Хочу уступить кому-нибудь. Почему? В семье неприятности. Так, неприятности? Или большие неприятности? Я, похоже, развожусь. Ну и что? Ребенок теперь на мне. И домашнее хозяйство тоже. Поэтому на курсы не могу. Да и с работой. Буду хуже справляться. Старость, болезнь и смерть – уважительные причины. Но развода в этом списке нет. Конечно, твои новости меня сильно удивили. Но это не служит основанием для отпуска или отгула. В этой ситуации, боюсь, я буду тормозить работу. Так не тормози работу. Ты должна понять одну вещь. Сейчас никто другой, кроме тебя, не обеспечит ни тебя саму, ни будущее твоей дочери. Думаю, мне все же нужно время, чтобы успокоиться и собраться. А тебе кто-то давал время успокоиться? Разобраться с учебой, работой или браком? Почему на развод требуется столько внимания? Что там собираться? Ты что, повернула в жизни не туда? Так нужно исправиться и скорее догонять остальных. В противном случае, ты станешь еще одной глупой матерью-одиночкой. Без внутреннего мира. И без целей и стремлений в жизни. Да, у тебя шарм и красота. Но надолго ли ты это сохранишь? Кто захочет прожить с тобой всю жизнь? Кто захочет содержать тебя, растить твою дочь? Если найдется такой, то его жизнь будет пресной, без сюрпризов, совершений и радости. А ты будешь только стареть. Будешь ворчать по поводу и без. И, наконец, из вина станешь уксусом. В начале отношений ты думала, тебя очень любят. Принцесса Сябин. Но результат у всех одинаковый. Ты должна благодарить меня за возможность развиваться. В противном случае погрузишься в депрессию и отчаяние. Но тогда я... Будешь ходить на учебу и работать. И два месяца отгулов не будет. Ступай. Эй, ну что за фокусы? Не время сейчас наряжаться. У меня уже голова раскалывается. Ты же мельтешишь туда-сюда. Замотал голову, чтобы не так болело. Да хоть весь обмотайся, как мумия, чтобы вообще ничего не болело. Тебе-то не больно. Думаешь, тебе хуже, чем мне? Я просила сходить со мной к Юаньбау и его маме. А? Ты же не можешь? Я не хочу обострять конфликты, когда это возможно. Всегда лучше всем вместе сесть и мирно договориться. Мирно договориться. Тебе бы только затормозить и спрятаться. Да что же ты за мужик такой? Они нам столько должны. Если сейчас поссоримся, мы не получим наших денег. Деньги, деньги, деньги. Мужчина знает, что месть подается холодной. Эй, надо все продумать и просчитать. Если не для нас, так ради дочери и внучки. Не переживай. Вот вернут долг и схлестнемся с ними не на жизнь, а на смерть. Тогда будешь довольна, а? Тебе деньги важнее лица. Лицо бесплатное. А за деньги можно купить другое. Вот ты действуешь сразу, а мне нужно придумать план. Вот сам и планируй. А я буду действовать. А если продолжим спорить, то сами разведемся. Все эти нервы и импульсы от лукавого. Ты... Джулиетта, это Сябин. Я только закончила. Я заскочу навестить Мань-Мань и поеду на английский. Ты кандидат в клуб супер-матери-одиночки. Ох, откуда вы здесь? Мань-Мань! Ты что, специально мне ее привезла? Ну, привезла, значит привезла. И приглашаю на ужин. Ужин? В честь чего? День рождения. У тебя же лету. День рождения, сына. Пошли. Мань-Мань! Я же забрала ключи от дома. Бао, Шуа и Ромео не смогут выйти. Что же делать? Надо вернуться. Открой дверь и отдам ключи. Видишь, вон того мужчину. Это мой друг. Подойди и извини за меня. Скажи, что я отдам ключи и сразу вернусь. Эй, Джулиетта! Да, это я, Сябин. Гао-Му. Очень приятно. Садитесь. А где мое мороженое? Это мой сын, Му-Эр. А, это моя дочь, Юань-Мань. Юань-Мань. Слушай, Джулиетта побежала домой, но сейчас вернется. Джулиетта? Ты ее не знаешь? И не слышал о ней? Извини. Да? Не отвечай. Не меняй выражение лица. Я тебе представлю, господина Гао. Этого мужчину я нашла для тебя среди тысяч и тысяч кандидатов. Поверь мне, он отлично тебе подойдет. Что бы там дальше ни случилось, это, по крайней мере, поднимет твою самооценку. Просто запасной вариант, ничего такого. Подружись с ним, просто на всякий случай. Ладно. А теперь нежно скажи «до свидания». Э-э, алло, 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 Джулиетта! Честно говоря, до встречи с вами я никогда не знакомился через интернет. Я считаю, что все эти публичные данные, номер, фотографии в соцсетях, все это обман. Но ты правда оказалась красавицей. Не слышат, что ли? Что бы я и не открыла дверь. Да, вам как? Ой, здравствуйте! Тут что-то с домофоном. Вы не могли бы… Ой, не надо, не надо. Здравствуйте, спасибо вам. Подождите, подождите. Сейчас, извините, подождите. А я вас ищу. Где ваш сын? Мой сын? На работе, в компании. А я вот ключи забыла. Пришлось ждать, когда кто-то пойдет. Так если бы ключи забыла, то в подъезд, может, и войдешь. Но в квартиру-то как попасть? Ой, конечно, я что-то сама не своя. Постоянно что-то забываю. А вы к нам переехали? На каком этаже живете? Да ты что это, не узнала меня? Я же мама, Сябин. Ой. Да что же это я… Я вспомнила, я вспомнила. Ты моя сватья. Постой, я не поняла. Ты что, правда сейчас не узнала меня? Ты не врешь мне? Узнала я тебя, а ты моя… Тссс. Ну вот. Дверь сейчас открыта. Но домой не попадем. Давай посидим здесь. Пойдем, сватья. Да, идем. Но ты же… Если забыла ключи, почему не позвонить сыну, чтобы он подошел с ключами? Он очень занят на работе. Вот я недавно потеряла ключи, позвонила ему на работу, а он очень рассердился. А он что же, не закрыл компанию? У него же вроде и проблемы были. Да ничего страшного. Он справится с проблемами. А ты знаешь, зачем я сегодня пришла? Догадываюсь. Ты пришла из-за ссоры Сиабин и Юаньбао. Ну, раз ты говоришь, что все знаешь, то я должна тебе сватье высказать все и откровенно. А может быть, когда Сиабин придет с работы, сядем вместе поужинаем, поговорим. Сегодня мы все ужинаем дома. Подождем, они скоро уже придут. А, Сиабин! А что такое случилось с мамой Юаньбао? Она говорит, как-то уж слишком странно. Она что, больна? Прости, но мне срочно нужно бежать. Ну, конечно, раз такое дело, позволь провожу. А, нет, что ты. Зачем? Я оплачу. Спасибо, конечно, за доброе намерение, но убери деньги и просто иди. Но так нельзя, не хочу тебя разорять. Вон официантка уже идет, не позволь меня. Забирай. Спасибо. Спасибо, я побежала. Давай подвезу. Нет, не надо, спасибо. Я возьму плату, как в такси. Так что забирайся давай. Иди сюда. Спасибо. Давай, садимся. В последнее время память подводит. Я все забываю. Мне нужно пить таблетки. Иначе все будет только ухудшаться. У тебя нет воды? Минералка есть. Вот. Держи. Я не пила, даже не открывала. Пей. А Сябин знает об этом? Сын запретил говорить. Я очень переживала, когда Юань Бао выгнал Сябин. Я тогда очень страдала. Я сама виновата. Нет, 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 не надо так говорить. Знаешь, болеть ведь никому не хочется. У молодых проблемы. Так это к тебе отношения не имеет. Это их дело. Я знаю, что Юань Бао не прав. Теперь же вы можете делать, что хотите. Эй, что мы можем сделать? Смотри, до чего ты себя довела. Не надо думать о плохом. Мам! Сябин! Сябин! Мама! Мань-мань! Бабушка тебя несколько дней не видела. Сябин, а ты похудела? Сябин, послушай, проводим твою свекровь домой, до ее квартиры. Пойдемте. Она соскучилась по мань-мань. Мань-мань, поехали домой. Роман. Пойдем, давай. Давай быстро проводим ее. Так. Мань-мань, поехали. Так. Вот так. Я дам вам тапочки. Спасибо. Вот. Мань-мань, мы дома. Мань, вот мы и пришли домой. Сватья, а ты сможешь побыть одна? Справишься? Да, конечно, могу. Все нормально. Сябин, может быть, вы с мамой задержитесь немного? Дай мне посмотреть на мою мань-мань, хорошо? Иди сюда. Давай. Уже опаздываю. Нельзя уезжать. У нее старческая слабоумие. Кто тебе сказал? Она только что принимала лекарства. Я прочитала. Йоньбао, ты вернулся? Так, в общем, давай пройдем в другую комнату, а? В твою комнату. Ася, а бель не против? Да, конечно, она разрешила. Поехали к бабушке в гости. Я открою. Ты почему не сообщил мне, что мама заболела? А что говорить? Стареешь и болеешь. Врач сказал, проблема не очень серьезная. Она даже мою маму не признала. Бывает. Ну как? Так ты поэтому захотел? Со мной развестись? Я же тебе уже сказал. За два года совместной жизни мы друг другу надоели. Мы показали друг другу самые плохие свои черты. И менять что-то в себе ни один из нас, похоже, не стремится. Мы отвергаем друг друга. Мы нетерпимы. Зачем вообще такая жизнь? Что ты имеешь в виду под плохими чертами? Я с первых дней так себя вела и ничего не прятала. Как ты? А я любил тебя. Меня все в тебе привлекало. Но когда я разлюбил, что бы ты ни делала, что бы ты ни говорила, любые твои слова и поступки, все это стало меня раздражать. Тебе что, надо сказать прямым текстом? Я тебя не люблю. Зачем мне жить с нелюбимой женщиной? Зачем мы с ней будем мучить друг друга? Лучше расстаться поскорее, и тогда у нас обоих будет возможность найти себе нового партнера. Так что, когда будешь свободна, давай подпишем соглашение. Разводиться по взаимному согласию или по решению суда решать тебе. Когда поставишь подпись, эта семья не будет тебя касаться ни с юридической, ни с моральной стороны. Приходить больше не надо. Я очень благодарен, что ты навестила маму, но в будущем в этом нет никакой необходимости. Проблема не серьезная. Серьезная ли проблема? Я отдельно уточню. Не советую. Не вмешивайся. Ты сама ее довела. Я не верю твоим словам. Хочу знать точно. И тем не менее, это моя семья. Она моя мать, и я запрещаю тебе с ней общаться. Это понятно? Не лезь-ка не в свое дело. Мама! Собирай, Мань-Мань. Мы уезжаем. Что случилось? Мань-Мань! Мань-Мань! Он тебя ударил? Что молчишь? Молчишь, значит, ударил? Нет. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Если два человека вступают в брак, они думают, что это на всю жизнь. Стараются, быт налаживают. А теперь, вот что? В бизнесе он по-крупному наломал дров. Его мама заболела. Не плачь, не плачь. Тихо, тихо, тихо. Но главное, к тебе плохо относятся. Тихо, 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 тихо. Знаешь что, раз не любит, а? Не надо рубить хвост по частям. Э, а где Рокки? Не входи, не входи. Спит он, спит. Ты, ты, ты все же забрал его домой с занятий? Что же это за место такое, а? Если там детей не кормят. Поставили на стол тарелочку с печеньем, чтоб дети сами брали. Но он же маленький совсем, он брать не умеет. Я спросил твоих профессионалок. А вы постоянно так с детьми общаетесь? Угадай, что ответили? Что у них? Детям представляют свободу действий. Если ребенок, правда, голоден, он сам бы подошел, взял печенье. Это врожденные инстинкты. Это же бред! А? Или я не прав? Так ты что, весь день с ребенком возился? Ты же говорил, что в полдень приедет клиент. Ой, тетя Мудзы, а Рокки уже заснул. А не волнуйтесь, я все продезинфицировала. Хорошо. У нее не было уроков, я попросил помочь. Когда я свободна, я могу приходить и ухаживать за ним с удовольствием. Эй, тетя Мудзы будет рада, если ты будешь приглядывать за Рокки. Она хочет, чтобы Рокки мог почаще гулять, побольше узнавать и с миром общаться. Но для этого нужен надежный человек. И ты нам подходишь. Я хотела спросить тебя. Ты общаешься с американской семьей, у которой ты будешь жить? Я же вас знакомила? Угу. А если это мне не подходит? Не подходит? Почему не подходит? Да. Первая причина – они живут слишком далеко от моей школы. Вторая – условия проживания так себе. И поэтому семья неподходящая. А тебе, значит, нужен пятизвездочный отель, который находится через дорогу от твоей школы? Ты едешь на учебу, а не развлекаться. Ну, а не правда далеко? А машину она не водит. Добираться будет сложно. Ну, подумаешь, доедет туда на автобусе. Ничего страшного. А ты читал книгу о методиках Гарварда? А про Оксфорд читал? И там, и там в основе бережливый образ жизни. И создание небольших препятствий в процессе воспитания прививает детям самостоятельность. Зачем не читать про твой Гарвард? Зачем Лоло эти теории? Потому что учеба в этих университетах – синоним успеха. Но я считаю, что это все не гарантирует успех. По мне, так если девушка честная и жизнерадостная, умеет получать удовольствие и радость от жизни, она сможет прожить счастливую жизнь. И без этого руководящего поста! Может быть, обсудим? Давай. Мы давно ничего не обсуждали. Мама Лоло и я. Вот мама Лоло – именно такая женщина, которая может наслаждаться жизнью и получать удовольствие от мелочей. Ты согласен? А? Я занимаю руководящий пост. Так почему ты тогда ушел от мамы Лоло и выбрал меня? Ты же сам себе противоречишь. Согласно теории твоего отца, тебе не нужно обращаться ко мне за помощью с учебой. Ты лучше вернись обратно в деревню и живи там долго и счастливо, правильно? Но если ты хочешь увидеть мир и если стремишься к интересной жизни, тогда будь добра, выполняй все то, что я тебе говорю. В юности превозмогать невзгоды просто. Да это даже настоящими невзгодами назвать нельзя. Так, мелкие неудобства. Зато когда состаришься, ты оглянешься назад и поймешь, что ты не жалеешь о прожитых годах. Вот это и есть настоящее счастье. Мы живем лишь раз и выбираем лишь один путь. Либо поехать в эту школу, что я организовала, либо остаться в Китае. Я поеду и ныть больше не буду. О, я хочу быть такой же, как тетя Мудзи. Так, Рокки наш завтра утром снова поедет туда. В тот международный детский садик. Ясно? Завтра я смогу его отвезти. У тебя другие дела? Тебе завтра отвозить мать в аэропорт. Я не знал, что мама улетает. Я купила ей квартиру в родных местах. Она спит и видит скорее туда попасть. Когда ты купила жилье? Да только что. Поэтому я и просила других людей повозить ее по Шанхаю. В это время я все провернула. Нашла, договорилась, купила. Устроила ей сюрприз. Вы купили квартиру для бабушки? Несмотря на то, что квартиры у вас там стоят недорого, я считаю себя достойной невесткой. Скажи мне, я права? Не просто достойная. Идеальная. 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 Что, не глотка? Нет, нельзя. Мань-мань ночью спит со мной. Она что, не может проспать всю ночь до утра? Иногда просыпается в четыре утра. Сябин. Брак отнюдь не сказка. Это не романтическая повесть. Женщине нужно быть рассудительной, думать о ребенке, проявлять здоровый эгоизм. Это совершенно нормальное дело. Даже Энгельс писал, что моногамия выросла на экономическом фундаменте. Если бы он раньше сделал что-то не так и испортил мне настроение, я бы ему помахала ручкой еще до того, как он закончил бы свою речь. Но теперь он меня так нагрубил, какими только словами не называл. А мне не хочется расставаться. Самое сложное принять окончательное решение о разводе. А после развода все проблемы и волнения о себе самой, о ребенке, о родителях, все эти проблемы разрешаются. Точно. Привыкнешь жить одна. Вот я. Я же справляюсь. На. Отпей, а я спрошу тебя. Это для меня очень важно. Бао Шуай. Я знаю. Вы сейчас дружите. Вы близки, друзья и все. Но, наверное, у тебя проскальзывает тень сожалений о том, что ты предпочла ему, Юань Бао. Сожалеешь, что не вышла за него? Не жалею. Если бы мне дали возможность выбрать еще раз, я выбрала бы Юань Бао. Меня никто никогда так не любил, как любил меня Юань Бао. Я не могу перечеркнуть прошлое из-за проблем в настоящем. Давай. Привет. И о чем это вы там шептались? Да и ни о чем таком. Да ладно, не поверю. Вы так долго сидели. Что Сабина рассказала? Тебе вряд ли понравится. Правда? Ну и почему же это? Ну-ка говори. Скажи. Ну, сам напросился. Кажется, Сябин не хочет расставаться с Юань Бао. Она его любит. Ну и что же в этих словах такого ужасного? Дурак. Госпожа Лея, позвольте мне. Идите. Пойдем. Извините нас за вчерашнее. Мой муж не очень понял вашу методику, поэтому забрал сына раньше. Я обещаю вам, что это больше не повторится. Спасибо за понимание. У нас тут действительно опытные специалисты. Я вам докажу это. В течение недели ребенок избавится от волнения и беспокойства. Кроме того, все наши воспитатели раньше работали в Англии в Итонском колледже. Так что будьте спокойны. Я спокойна. Я целиком полагаюсь на ваш опыт. Спасибо вам большое. До свидания. Меня подведем. Поезжайте осторожно. Спасибо. Если можно, помогите мне закрыть дверь. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Где Сабин? Здесь была. Наверное, в туалете. Пока ее нет, поговорим с вами. Я советую вам меньше сплетничать и больше работать самим. Знаете ли вы, что несмотря на ребенка и на грядущий развод, она не стала работать хуже. Совсем наоборот. Она стала намного внимательнее, и вот тому доказательство. Это сравнительный анализ содержания изданий конкурентов. Никто из вас не делает эту работу лучше и аккуратнее, чем она. То, что она справляется даже в таких условиях, отлично показывает уровень. Уровень, который нельзя подделать с помощью накладных ресниц и необычных браслетов, как вы это любите. Справляется она в таких условиях? У мужа бизнес прогорел, теперь разводится. Эй, я видела ее в роскошной машине с каким-то богатением. Правда? И не забывайте, изначально она была секретаршей. Женщины такого сорта умеют лишь одеваться в бренды или хорошие подделки. Кокетничают, пускают всем пыль в глаза. А потом просто находят себе тупого богача. Но мы же все видели ее мужа, так ведь? Он же с нее пылинки сдувал. Ну и что стало? Сколько стоит хорошее отношение? Если бы она не подала на развод, то свинья стала бы балериной. Вы считаете, что имея высшее образование, вы можете осуждать других? Вы сколько их секретарш встречали? Сколько лично знаете? у тебя появилась другая? У тебя появилась другая? ты поэтому хочешь развестись со мной? Нет. Ты женился на мне. Мань-Маня родилась. Ты сожалеешь? Не сожалею. что ты надумала? Я хочу вернуться. Куда вернуться? Домой, к Юань-Бау. Эй, так он что, тебя попросил вернуться? А? Нет. Я сама решила. Подумай, зачем ты хочешь вернуться? Чтобы страдать, да? Хорошо, я расскажу. Я спросила, есть ли у него другая. Если бы он ответил, что кто-то есть, сразу же пошли бы разводиться. И я никогда бы больше его не видела. Но он сказал, что нет. Если я брошу его в самый трудный для него период, я не смогу это объяснить Мань-Мань. Почему я бросила папу и бабушку? Она дитя десятых годов. Я не представляю даже, как люди будут относиться к браку тогда, когда она вырастет. Но как бы там ни было, она поймет, что я поступила жестоко. Возьми с собой все вешалки. Возьми с собой все вешалки. Это ведь так легко. Ну сколько же можно повторять тебе, чтобы ты запомнила? Из этих флаконов ты должна пить таблетки три раза в день. Каждый раз за полчаса до еды. Я запомнила. Ничего ты не запомнила. Вот смотри, я все записал в тетрадах. Да, большие пузырьки. Да, смотри, смотри, мама. Не говори, что знаешь, все равно запутаешься. Я все для тебя вот тут записал. Кто там? Мам, я дома. Сябин. Ты вернулась. Да, и Мань-Мань тоже вернулась. А, ты как? Замолчи. С тобой я позже разберусь. Ты почему вернулась? Насовсем? Насовсем. Мы с Мань вернулись домой. Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Бао, Бао, замолчи. Сябин. Это все не игра, правда? Ты точно все обдумала. Мы должны твоим родителям сто тысяч юаней, а я заболела. Это тоже нелегко. А бизнес Юань Бао, судя по всему, рухнул. Не говори об этом. Замолчи. Закрой рот. Мама, я все понимаю. Но я решила вернуться домой. Я подумала и ко всему готова. А деньги моих родителей? Ничего. Мы что-нибудь придумаем. Правда. Ты даже не представляешь, как я хотела, чтобы вы вернулись. Я так счастлива. Мань, Мань, иди к бабушке. Мань, иди к бабушке. Завтра идем разводиться. Ты довольна? Я был очень плохим. Но все-таки скажи, почему ты вернулась? Потому что верю, что ты меня любишь. В целом, мы с Модзи тайные соперницы. Не важно, насколько хорошо получился номер журнала. Самое главное – обойти в результативность Модзи. Смотрите в следующей серии. Мягкие караси считаются классическим шаньдунским блюдом. Если караси долго тушить на слабом огне, они размякнут и приобретут сладковато-солоноватый привкус. Они отлично подойдут и к горячим блюдам, и к холодным закускам. Для их приготовления нам понадобятся караси, зеленый лук, рисовый уксус, соевый соус, рисовое вино, репчатый лук, имбирь, сахар, гвоздика, кунжутное масло, бадьян, корица, бульон. Караси, конечно, вкусные, но люди побаиваются их есть, потому что в них слишком много костей. Вы со мной согласны? Я из-за них два раза побывала в больнице. Мы должны подольше подержать их на плите, чтобы размягчить их кости. В этом случае нам можно смело их есть и ничего не бояться. Кроме того, что караси надо долго готовить, мы еще переживаем, что они получаются невкусными. Да. Так что сегодня от вас мы должны узнать две вещи. Пожалуйста. Первое. Какой нам нужен огневой режим? Второе. Как их приготовить вкусно? Да. Для начала о вкусном. Что нам нужно сделать в первую очередь? Как говорится, вкус надо раскрыть, а невкусное напитается вкусом. Начинайте резать имбирь. Отлично. Наконец-то мне дали хоть какое-то задание. Буду резать имбирь. Так пойдет? Да, правильно. А если куски будут толстыми? Ничего страшного. Он нам нужен для маринада? Да, именно. Можно резать и потолще. Хватит. Хватит, ладно? Теперь режьте лук наискосок. Хорошо. Наискосок так наискосок. Режем потоньше, потому что караси маленькие. Да. Вы очень хорошо все усваиваете. Кладите его сюда. Так. Лук с имбирем нарезали. Что нам теперь надо сделать? Добавить соль. Нам надо, чтобы рыба просолилась. И самое главное – это вино. Рисовое вино. Точно. А если у меня, думаю, есть водка, я могу ее использовать? Да, она отлично сюда подойдет. Эффект будет тем же. Да, эффект будет замечательным. Теперь нужно это все вот так вот пожамкать. А вообще рыбу для начала надо обработать. Да. Не важно, какого размера караси, прежде всего надо убрать с них чешую. Да. После этого надо разрезать ее в направлении от жабар до брюха. Можно это сделать ножницами? Можно. Хорошо. Маленький ножичек тоже подойдет. И самое главное – надо убрать сначала потроха, а потом вот эту черную пленку. Видите? Здесь тоже есть немножко. Ее обязательно надо убрать. Здесь она тоже есть. Она находится в желудке. Выходит, что это черная пленка и дает самый неприятный запах, да? Да. Во-первых, она некрасивая. Но самое главное – у нее очень неприятный запах. Она прилегает к внутренностям, поэтому при их удалении надо быть внимательнее. Понятно. Смотрите, не заденьте желчный пузырь. Если вы его заденете, он может попасть в желудок, потом рыба будет горчить. Тогда это будут не мягкие караси, а горькие караси. Точно. Потом хоть что с ними не делай, они все равно будут горькими. Поэтому внутренности чистить нужно очень осторожно. Потом карася надо помыть и рукой убрать эту пленку. Лучше всего ее убирать рукой, чтобы не повредить рыбу. Можно еще взять тряпочку и легонько удалить ею. Да, кстати. Да. Мастер Тюй, обычно для этого блюда не советуют брать крупных карасей. Но неужели обязательно брать такую мелочь? Сначала их надо почистить, да еще так, чтобы желчный пузырь не задеть, потом убрать пленку. Если мы это делаем дома, маленькие караси приготовятся намного быстрее. В ресторанах-то обычно... Готовят большую рыбину. Да, там делают рыбу покрупнее. Да. Если в рыбе много мяса, с ней придется повозиться. В ресторане она может томиться часов 9-10. Когда она протушится, вы выключаете плиту, уходите домой и оставляете ее так до утра. После этого она полностью пропитается соусом. То есть вы имеете в виду, что... И бульон остынет. Настоится в соусе. Да, например, вы ее варите на медленном огне много часов, потом выключаете плиту, закрываете крышкой. И она там томится. Да, до следующего утра. Например, вы уходите с работы, выключаете плиту, на утро она остынет, и вы ее потом достанете оттуда. Разве может она не настояться? Ну, дома вряд ли получится потратить столько времени, чтобы приготовить эту рыбу. Дома обычно столько времени у нас нет. Точно. Поэтому маленькие караси... Легче готовятся. Кости у них мелкие и нежные. Да. Поэтому с ними проще. Понятно. Поэтому маленькие лучше. Часов 5-6 я еще выдержать смогу. Теперь мы оставим карасей в этом маринаде на час. Нам нужно, чтобы они напитались и чтобы ушел запах тины. Понятно. То есть мы удаляем неприятный привкус и напитываем их маринадом. Нам сюда еще нужно добавить немного сычуанского перца, он тоже очень хорошо. Удаляем запах тины. Совершенно верно. Ясно. Свежий сычуанский перец тоже обладает этими свойствами. Да, только рыбу надо подержать так подольше. За 3 минуты перец не успеет раскрыть свой вкус и толку никакого не будет. Значит, карасей мы оставляем в маринаде на час. Да. Хорошо. Включаем плиту. Будем жарить рыбу. Совершенно верно. Отлично. Вы уже много раз нас учили, но я еще раз повторюсь. Если вы не хотите, чтобы масло стреляло в сковороде, потому что все этого боятся. Да. Прежде всего, сковороду надо высушить. Потом ее можно смазать кусочком имбиря, после чего взять масло и тоже смазать ее маслом. Чтобы увлажнить ее, да. Чтобы увлажнить сковороду. Так масло в ней не будет стрелять. На что еще надо обратить внимание? Вы что-то еще говорили, но я уже не помню. Масло должно быть горячим. Точно. Теперь мы должны убрать лук, имбирь и желтый древесник. После того, как караси полежат в маринаде час, вы должны убрать все это. Кладите сюда. Хорошо. Когда я их выложу, мы накроем их бумагой, чтобы она все в себя впитала. Это делается после того, как рыба просолится. Да, после этого ее нужно промокнуть салфеткой. Нужно убрать влагу с рыбы, так она не будет стрелять в сковороде. Да, если этого не сделать, влаги будет слишком много. Да, думал, хватит. Да, влага уже впиталась. Теперь ее мало, поэтому при жарке ничего стрелять не будет. Да, это точно. Вы только что сказали, что перед обжаркой масло нужно хорошо нагреть. Да. Раньше мы всегда говорили, до какой температуры надо нагревать масло. Например, если мы жарим фрикадельки, мы можем закинуть одну и проверить. Да. Но в этом случае мы проверить не можем. В этом ничего страшного нет, это можно понять по дыму. Если пошел дым, значит масло нагрелось. И можно сразу закидывать? Да, конечно. То есть сковорода уже достаточно нагрелась? Да, именно так. Теперь, что называется, эффективное управление требует минимального вмешательства. То есть рыбу мы не трогаем. Да, ее пока не надо трогать. Пусть жарится. Слегка покрутим сковороду. Покрутить можно. Нужно, чтобы кожа подсохла. Хвосты, видите, как поднялись? Да, это очень заметно, причем сразу. Это говорит о том, что температура масла такая... Как нам надо. Довольно высокая. Возможно, дома нам будет сложнее определить, до какой степени нагрелось масло. А если мы закинем рыбу, когда масло еще недостаточно нагрелось? Как тогда не испортить рыбу? Просто не трогайте ее, пусть она жарится. Понятно. Пусть масло постепенно нагреется. Теперь можно переворачивать? Да, можно аккуратненько ее перевернуть. Она так легко переворачивается. Видите, она уже выпрямилась. Мы ее переворачиваем, и она сразу же выпрямляется. Я вот что вспомнила, мастер Цюй. Когда мы жарим свежую рыбу, у нее очень сильно набухают глаза. Да, чем свежее рыба, тем сильнее она набухает. Страшновато становится, когда эти глаза лопаются. Как этого избежать? Когда вы заметите, что они вот-вот выпадут, надо достать их, потому что в них много воды. Много влаги. Не надо, чтобы они лопнули. Они моментально лопаются? Рыбу мы обжарили, теперь вываливаем ее в тарелку. Хорошо. Берем другую сковороду. В ней мы будем тушить карасей? Да. Понятно. То есть мы приступаем к шестичасовому томлинию? Точно. А зачем это вам? Это бамбуковая решетка. Да, я знаю. Ее еще называют сыновкой, она кладется на дно сковороды. Понятно. Она нужна нам для того, чтобы мясо рыбы напиталось луковым соусом. И еще с ее помощью легко удалить запах тины. Ясно. В общем, если у нас есть решетка, лучше воспользоваться ею. Совершенно верно. Если ее нет, тогда мы кладем лук прямо в сковороду. Да. Понятно. Так, теперь выкладываем сюда карасей. Их надо как-то по-особому выкладывать. Выкладывайте их головой наружу, хвостом внутрь. Это просто для красоты? Нет, хвосты обычно очень нежные и легко ломаются. Поэтому их так и укладывают. Мы сегодня готовим 10 маленьких карасей. Да. И эти 10 карасей мы выкладываем в виде подсолнуха. А бульон тоже играет важную роль в процессе тушения. Да, бульон здесь, собственно, играет главную роль. Теперь наступает самый важный момент. Мы начинаем добавлять специи. Итак, что мы сюда добавим? Мы сюда добавим рисовое вино. Немного рисового вина. Немного сахара. Его нужно примерно 4 чайных ложки. Так много сахара? Да, это у нас соевый соус. Его мы добавляем в пропорции 1 к 1. И столько же уксуса. Одинаковое количество сои и уксуса и чуть меньше сахара. Да. Уксуса тоже много. Но обычно, когда я ем это блюдо, я, в принципе, его не особо ощущаю. Это потому, что это блюдо очень долго тушится. В процессе такого длительного тушения кислота испаряется. Так, теперь мы все это выливаем в сковороду. Поливаем этим соусом нашу рубу. Да, выливаем его весь. Соли в соевом соусе нам будет достаточно, да? Мы же уже солили рыбу. Когда мариновали ее. Да. Только что, когда я делал соус, я тоже добавил в него немного соли. В него вы тоже добавили? Так, далее что нам нужно? Гвоздика. С гвоздикой главное не переборщить. Она очень душистая. У нее резкий запах. Если она будет тушиться очень долго, все блюдо потом будет сильно горчить. Понятно. У нее очень сильный аромат. Добавляем бадьян. Это все знакомые нам специи. Да, конечно. Поэтому в таком количестве все эти пряности мы добавляем, когда готовим блюда, похожие на сегодняшние. Да. Закинем еще немного бадьяна и корицы. Бадьян с корицей добавили. Аж желтодревесник. Ну, он уже не нужен. Понятно. Мы же его добавляли, когда мариновали рыбу. Да, кстати, точно. Теперь раздаем чеснок с имбирем и тоже закинем сюда. Хорошо. Сейчас нам надо добавить воду. Я хочу посмотреть, сколько воды вы добавите. Она обязательно должна закрыть рыбу. Пять-шесть часов, мастер Тюй. Мне почему-то кажется, что нам не хватит воды. Томить ее надо на медленном огне, тогда все будет в порядке. Сильный огонь не включайте. Мы попили чай, поговорили о жизни. Да. В общем, два часа мы скоротали. Да. И теперь мы с уверенностью можем сказать, что караси у нас стали мягкими. Точно. Выключаем огонь. Теперь уберем эту тарелку. Давайте скорее. Видите, какого они теперь цвета, наши караси? Мы их уже можем выкладывать? Да, уже пора. Получается, что мы сейчас просто их выложим и все. Да. Хотя... Они должны еще настояться. Да. Как уже говорил мастер Тюй, их надо переложить в глубокую тарелку, залить этим бульоном и оставить на ночь. Лучше всего поставить в холодильник, чтобы на следующий день они были просто восхитительными. Да. Нужно, чтобы мясо рыбы было более плотным. Да, чтобы оно полностью напиталось бульоном. Найвкуснейшее блюдо. Вообще их оставляют на ночь, а на утро поливают холодным соусом. Точно. Но мы сегодня записываем программу, поэтому не можем ждать до утра. Мы можем сделать вид, что он уже остыл. Да, можно и так. И что уже утро завтрашнего дня. Да, когда бульон остывает... От него еще пар идет. Он густеет. Так он вкуснее. Он жидкий, пока горячий. Мы можем полить им слегка, чтобы немного уложнить рыбу. Я представляю, каким бы он был завтра. Густым. Он, как остынет, становится пастообразным. Да. А еще у него появляется... Как же это вкусно. У него появляется блеск. Он чем-то похож на холодец. Точно. Так, ну все. Полили немного и хватит. Рецепт мягкой карасеи. Очистите рыбу от внутренностей, помойте ее и замаринуйте на час с луком, имбирем, солью, рисовым вином и сычуанским перцем. После этого удалите с нее влагу. Второе. Влейте в сковороду масло, нагрейте до 170 градусов, опустите в нее карасей и обжарьте их с двух сторон до хрустящей корочки. После обжарки слейте масло. Третье. Поместите на сковороду бамбуковую решетку. Выложите на нее зеленый лук, а потом карасей хвостами внутрь в виде цветка. Возьмите пиалу, насыпьте в нее сахар, влейте сою и рисовый уксус. Перемешайте и полейте этим рыбу. Закиньте немного гвоздики, бадьяна, корица, чеснока и имбиря. Залейте водой и накройте рыбу круглой тарелкой. На сильном огне доведите воду до кипения, после чего убавьте огонь и тушите два часа. Когда караси станут мягкими, можно выкладывать их на блюдо. У нас сегодня еще лакомые советы. Мастер Чюй научит нас готовить кашу с кунжутом. Да. Давайте посмотрим и попробуем приготовить сами. Продолжайте смотреть китайскую кухню. Чтобы приготовить рисовую кашу с кунжутом, возьмите рис, черный кунжут и годжи. Залейте рис холодной водой и оставьте на час. Обжарьте на слабом огне кунжут, а затем высыпьте его на доску и раскатайте скалкой, чтобы измельчить. Высыпьте в кастрюлю 100 граммов вымоченного риса, доведите его до кипения на сильном огне, а потом убавьте огонь и варите до тех пор, пока не получится каша. Добавьте к рису молотый кунжут и ягоды годжи и поварите еще 5 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Политический кризис в Венесуэле. Мадуро вместе с военными страны прошел маршем по Каракасу. Свечи американской игры. Министр нефти Ирана заявил, что ОПЕК может грозить распад. Мир, труд, май. В путешествия по Китаю в майские праздники отправились около 150 миллионов человек. Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Игоря Злотников. Подтвердить преданность военных. Так Николас Мадуро озаглавил видео, на котором он с представителями вооруженных сил Венесуэлы прошел маршем по Каракасу. После шествия президент еще раз осуществил очередную попытку государственного переворота, предпринятую оппозицией. И заявил, благодаря верности армии в этот исторический момент никто так и не смог принести на землю Венесуэлы войну. Заговорщиков нам предстоит отвергнуть и сказать им нет. Наша армия должна сплотиться под руководством высшей власти, признанной конституцией и законом. Наш верховный главнокомандующий Мадуро может быть полностью уверен в вооруженных силах по всей стране. Мы, защитники Боливарианской республики, всегда готовы защищать территорию, суверенитет и независимость нашей Родины. 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ и военных поддержать его операцию «Свобода» и свергнуть президента. Но попытка госпереворота снова не удалась. В четверг венесуэльский суд выдал ордер на арест одного из предполагаемых организаторов – Леопольда Лопеса. В 2015-м он был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за организацию протестов, в ходе которых погибли более 40 человек. А в 2017-м переведен под домашний арест. Во вторник оппозиционеры помогли Лопесу вместе с семьей бежать и скрыться на территории резиденции посла Испании. Официальный Мадрид уже заявил, что выдавать его не собирается. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Майк Помпео могут провести переговоры в ближайшее время в Финляндии. Этого не исключают в российском МИДе. Стороны намерены обсудить ситуацию в Венесуэле. Встреча может состояться в ходе заседания Арктического совета 6-7 мая в городе Рованьеми. Ранее представитель Госдепа заявил, что американская сторона рассчитывает на переговоры Лаврова и Помпео. Российский министр накануне заявил, что совместить позиции России и США по Венесуэле на данный момент невозможно, но Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном. На днях главы МИДа и Госдепа обсудили события в Боливарианской республике по телефону. Агрессивные шаги против Каракаса чреваты тяжелыми последствиями, заявил в беседе Сергей Лавров. Помпео уже отметил, что Вашингтон будет готов к военному вмешательству в ситуацию в латиноамериканской стране, если посчитает это необходимым. Быть или не быть ОПЕК, министр нефти Ирана заявил, что объединению может грозить распад, если его члены будут предпринимать односторонние действия против Тегерана. Слова могут в частности относиться к Саудовской Аравии, которая приветствовала решение США по антииранским санкциям. Напомню, после 2 мая Вашингтон не стал продлевать исключения для ряда стран, закупающих иранскую нефть, чтобы положить конец ее поставкам в мире. Реакция рынков и не только в следующем материале. Объявив о намерении перекрыть нефтяные экраны Ирана, США заявили, что работают с теми, кто должен будет занять его место в мировом обороте. Это партнеры штатов Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Как будто и нет больше никакого поставщика Ирана, эксперты высчитывают мощности и потенциал экспортеров ОПЕК без него. Все зависит от того, насколько именно сократится экспорт Ирана. Но если брать по максимуму, речь примерно о 700 тысячах, одном миллионе баррелей в день. Теперь о странах, которые их возместят. В первую очередь, это, конечно, Саудовская Аравия, у которой есть что-то в диапазоне 2 миллионов ежедневной резервной мощности. И Эмираты, примерно с 300 тысячами баррелей. Таким образом, у экспортеров достаточно возможностей компенсировать любые потери от Ирана. Но Иран не единственная проблема. Есть коллапс в Венесуэле, ставящий под угрозу 600 тысяч баррелей в день. Боевые действия в Ливии, где счет идет о миллионы. Если все эти факторы будут действовать одновременно, ситуация на нефтяном рынке будет гораздо сложнее. В последнее время ситуация на нефтяном рынке нестабильная. И помимо антииранских решений, есть и другие факторы, идущие от США. На прошлой неделе Дональд Трамп снова оказал давление на ОПЕК, чтобы те повысили добычу. В самих Штатах наблюдается резкий рост коммерческих запасов. Если вы посмотрите на нефтедобычу Ирана, то недавно она упала на миллион баррелей. Одинаково с экспортом. И цены на нефть поднялись до новых максимумов, достигнув 74 долларов до появления твита Трампа. Поэтому мы считаем, что в значительной степени цены зависят от ситуации с Ираном. Сейчас интерес представляют дальнейшие действия Эр-Рияда, поскольку вообще-то он стоит на согласованном с Россией сокращении поставок ОПЕК. Во вторник Саудовская Аравия объявила, что срок может быть продлен до конца года. Главами Турции тем временем заявил, его страна не может быстро перейти на новое сырье из-за особенностей нефтеперерабатывающих заводов. Вступлением в силу обновленных санкций обеспокоились и в Евросоюзе. ОПЕК же тем временем обещает не допустить энергетического кризиса. В США 2 мая вступил в силу раздел 3 закона Хелмса Бертона. Соответствующее распоряжение подписал президент Дональд Трамп. Американские граждане, у которых была собственность на Кубе до революции 1959 года, теперь могут подавать в суд на ее нынешних владельцев. Комментируя меры Вашингтона, председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не признает законы, выходящие за рамки ее конституции. Глава кубинского МИДа Бруно Родригес назвал в своем твиттере раздел 3 закона Хелмса Бертона «Нарушение международного права, правил торговли и агрессии против суверенитета Кубы». Негативную реакцию американские меры вызвали и у европейских стран, крупнейших инвесторов в экономику Кубы. Вступление в силу раздела 3 закона Хелмса Бертона вызывает ненужную напряженность и подрывает доверие в отношениях Евросоюза и США, говорится в официальном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Маггерини. Она выразила сожаление в связи с тем, что Трамп забыл об обязательствах Соединенных Штатов не препятствовать экономическим контактам своих европейских союзников. ЕС будет использовать все соответствующие меры для ликвидации последствий действия закона Хелмса Бертона, заявила Маггерини. Из общего у России и Украины только госграница. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на реплику главы России Владимира Путина о том, что у них много общего. К такому положению, по словам Зеленского, привели аннексия Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе. Он подчеркнул, что Москва должна вернуть Киеву контроль над каждым миллиметром украинской земли. И только тогда две страны смогут продолжить поиски общего. Пока же их отношения точно нельзя назвать братскими. Лидер Украины заметил, что запреты экспорта нефтепродуктов, задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе и решение выдать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР ни на йоту не способствуют налаживанию диалога. Напомню, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецка и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке. Зеленский в ответ посоветовал не соблазнять граждан Украины паспортами России. Он сообщил, что готов к переговорам с Россией, но не на языке угроз военного и экономического давления. Украина примет весеннюю сессию парламентской ассамблеи НАТО. Она пройдет в Киеве с 22 по 25 мая 2020 года. Соответствующее постановление подписал спикер украинского парламента Андрей Порубий. В документе говорится о создании оргкомитета мероприятия. Он должен в двухнедельный срок утвердить план подготовительных мероприятий. Месяцем ранее постановление о проведении сессии поддержали в Верховной Раде. Заявку Украины на прием мероприятия в Альянсе одобрили в апреле 2017. Напомню, парламентская ассамблея НАТО основана в 1955. Это консультативный межпарламентский орган стран-членов блока. Его сессии проводятся два раза в год в разных странах. Украина не входит в НАТО, но участвует в его программе «Партнерство ради мира». В феврале украинский парламент закрепил в Конституции курс страны на вступление в Альянс. Редактор субтитров А.Семкин Первомайский туристический бум. В праздничные дни значительно вырос турпоток через границу Китая с Россией и Китая с Казахстаном. Среднесуточный турпоток через пункт пропуска Суэфэньхэ достиг почти 3,5 тысяч человек. Это примерно на 30% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Контрольно-пропускные пункты на границе Китая и России открыли дополнительные проходы. Таможенное оформление каждый турист теперь проходит всего за 30 минут. Также в первый день каникул почти 20 тысяч человек побывали в Международном центре сотрудничества «Харгос» на границе Китая и Казахстана. Чаще всего туристы покупают бытовые товары, одежду, меховые изделия и электронику. Отмечу, что по прогнозу за первомайские каникулы китайские туристы совершат 150 миллионов поездок. Выходные по случаю 1 мая в Китае продлятся до субботы включительно. По предварительным подсчетам Министерства культуры и туризма в путешествия по стране в эти дни отправились 150 миллионов человек. Причем большая часть предпочла семейные поездки на не очень большие расстояния. В популярных туристических местах побывали и наши корреспонденты. Захватывающая история про царя-обезьян в китайском Таншане. Праздники стали поводом погрузиться в древнее искусство. К 1 мая приурочили открытие нового развлекательного комплекса с театром теней. Причем здесь каждый может стать не только зрителем, но и актером. Это так здорово. Я раньше видел такие представления, но чтобы самому управлять куклами, это впервые. Главная наша цель – заинтересовать молодое поколение. Только так можно сохранить традиции. Культурное просвещение в эти дни стало одним из массовых трендов в Шанхае. Огромный наплыв в музеи. Только Шанхайский музей естественной истории за 1 мая посетили 17 тысяч человек. Примерно в 7 раз больше, чем обычно. И это несмотря на то, что бронировать билеты в праздники нужно заранее. Посетители говорят, что коллекция из более чем 290 тысяч экземпляров действительно поражает. Мы приехали из провинции Цзанцу. У нас там нет таких музеев. Хотели, чтобы ребенок увидел что-то новое. Но, честно говоря, мы и сами под впечатлением. Взрослым тут тоже есть на что посмотреть. Стоять ближе к природе можно в Синьдяне. В пустыне Кумутагэ разбили целый песчаный городок. Сюда приезжают в основном семьи с детьми для спокойного отдыха. Мне нравится ноги в песок закапывать и с горы по песку кататься. Но есть здесь и развлечения для любителей острых ощущений. Ралли по пустыне организовывают ежегодно. В этот раз в нем принимают участие около тысячи гонщиков. Это идеальное место для тех, кто любит песчаные горы. Песок здесь мелкий, очень чистый, но ландшафт довольно сложный. Требует определенной подготовки. Это направление становится все более популярным. По данным местного туристического бюро, только за 1 мая Кумутагэ посетили более 15 тысяч человек. В годовом исчислении показатель вырос аж на 70%. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за событиями вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com У меня на этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Как шелковая Корректор А.Кулакова Тягомер Кулакова А.Кулакова Нитка Кулакова Кулакова А.Кулакова Кулакова Это произошло Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Кулакова 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 Эксперимент возобновился. Итак, три, два, один, поехали! Кусок свинины, который поместили на шее манекену, на высокой скорости коснулся нитки воздушного змея. В момент короткого соприкосновения нит глубоко прорезает кусок мяса, оставляя на нем очень заметный след. Как мы знаем, мясо свинии намного толще человеческой кожи. Можно легко представить, что случится с артериями на шее велосипедиста или пешехода, если он столкнется с такой ниткой. Такой результат привел Мася Ошу в шок, ведь стоило слегка изменить угол атаки, как сильно возросла травматичность. Но в чем причина? Изменение расположения нити увеличило время соприкосновения кожи с нитью. В момент касания пешеход движется вперед, а нить в этот момент становится подобно ножу, которая разрезает кожу нанося тем самым тяжелые увечья. Издалека эту веревку не видно. Да, согласен. Особенно поздно вечером в Китае, когда кто-нибудь обязательно пускает воздушных змеев, пешеходам в этот момент может грозить большая опасность. Тогда, может быть, нам стоит... Самим проверить, видна нитка в темноте или нет. Да, или сделать на ней пометку. Светоотражающую. Повесить на нее флажок или нанести какой-нибудь рисунок. Или люминесцентную лампу. Так люди смогут издалека даже ночью увидеть нитку от воздушного змея. Верно. И избежать опасности. Экспериментальным путем Мася Ошу и Нинь Юань выяснили, что процесс запускания бумажного змея таит в себе множество опасностей. Чтобы гарантированно избежать их, они решили выбрать малолюдное место. После этого они отправились в одну из ваифанских компаний по изготовлению бумажных змеев, где они хотят сделать огромного змея, чтобы Мася Ошу смогла подняться на нем в небо. Там они познакомились с известным в городе потомственным мастером по изготовлению змеев, господином Ван Юн Сюнем, который является рекордсменом книги Гиннесса как изобретатель воздушного змея длиной 2,5 километра. Под его руководством Нин Юань и Мася Ошу хотят завершить эксперимент по подъему в небо бумажного змея с человеком. Наши испытатели решили сделать змея шириной 6 метров, закрепить на нем манекен и посмотреть на результат. Если он будет успешным, Мася Ошу сама попробует смыть на нем в небо. Когда благодаря усилиям всех работников змеи был готов, на улице уже стемнело. Сильный ветер создал огромные трудности для изготовления нашего змея. Поскольку вечером пускать змеи нельзя, испытатели решили перенести эксперимент на завтрашнее утро. Май и Нина абсолютно уверены в своем змее, но сможет ли он взлететь с манекеном на борту? В сегодняшней программе наши испытатели Нин Юань и Мася Ошу отправились на родину китайского традиционного воздушного змея, город Вайфан, провинции Шандун. Здесь они попробуют запустить воздушного змея вместе с Мася Ошу в небо и рассмотреть проблемы безопасности и скрытые угрозы, которые могут возникнуть во время этого процесса. Давайте посмотрим, справятся ли они. На следующий день наши испытатели приехали в парк болотных угодий Байланхэ. Здесь красивые пейзажи и немноголюдно. Городские автомагистрали далеко, и нет линий высокого напряжения. Вокруг только трава. В общем, очень подходящее для эксперимента место. При помощи мастера Вана Майя Нин собирает змея и закрепляет в центре него манекен. Никто из присутствующих здесь никогда еще не запускал в своей жизни 6-метрового змея. Для того, чтобы удержать такую огромную конструкцию при сильном ветре, потребуется усилие 5-6 человек. Чтобы у змея было необходимое для подъема воздуха тяга, ребята пригласили на помощь 10 человек. У нас все готово. Эксперимент начинается. В этом эксперименте наш 6-метровый змей при помощи нашей команды пытался взлететь вверх. Но, к сожалению, не получилось, и змей рухнул манекеном вниз. Если бы на его месте была Мася Ошу, то она бы получила серьезные травмы головы и шеи. Что же пошло не так? Почему большой воздушный змей не смог даже взлететь? И если змей не смог оторваться от земли с манекеном, как он сможет подняться в воздух с Мася Ошу? Похоже, что затея с подъемом воздуха человека на воздушном змее неосуществима. Пока все стояли, не зная, что делать, мастер Ван убрал две боковые рейки, а затем еще половину рейк с нижней части крыльев. Давайте посмотрим, окажутся ли нововведения мастера Вана полезными и сможет ли наш змей в итоге взлететь. Готовы? Поехали! Отпускаю! Полет длился всего 4 секунды. Но хотя бы взлетел. Я думаю, что начальная скорость была низкой, но с человеком он взлетит. Я не отрицаю, что он взлетел, но полет длился всего 4 секунды. К тому же... Кто там хлопает? Вы думаете, у нас уже все получилось? А вы думали о том, что на его месте должна быть я? Он ведь только что сел на голову. Вы считаете, это надежное приземление? Я думаю, нет. Как говорится, языком болтать, не мешки ворочать. На словах это легко, но если он на самом деле взлетит, как меня к нему прицепить? Как сделать мое положение устойчивым? Что делать, если сорвусь? Эти вопросы нужно решить. Мы найдем выход, идем. Ну, пошли. В этом эксперименте, когда наши помощники отпустили змея, он вместе с манекеном взлетел в небо. Но, продержавшись там всего 4 секунды, рухнул на землю. Мастер Ван убрал часть рейк из каркаса, и змей взлетел. Почему так случилось? В чем тут загвоздка? Изначально каркас змея, которого изготовили Мася Ошу и Нин Юань, был мягче, чем его корпус. Поэтому змей не мог выдержать поток ветра, как единая плоскость. А крылья змея в полете выгибались на 90 градусов. Когда Мастер Ван убрал две рейки из каркаса крыльев, крылья перестали сдерживать два встречных потока ветра. И основная, направленная против ветра часть змея, таким образом, смогла остаться в одной плоскости. Поэтому во время второго испытательного полета сила сопротивления воздушного потока, действующая на крылья, уменьшилась. Возникла огромная подъемная сила, и змей смог взлететь. Но несмотря на то, что змей смог подняться в воздух, испытатели заметили, что подъемная сила у змея очень маленькая. В полете он очень нестабилен и быстро падает. Над решением этих проблем еще предстоит поработать. Идея о том, чтобы посадить Мася Ошу в этот змей и подвергнуть ее здоровье огромному риску, была отвергнута единогласно. Какой же способ тогда выбрать, чтобы поднять Мася Ошу в небо на воздушном змее? Оказалось, что у господина Вана в загажнике припрятан его собственный огромный воздушный змей. Мастер был настолько в нем уверен, что и Майя Нинь сильно воодушевились. Но что это за змей, и сможет ли он поднять Мася Ошу в воздух? Больший размер змея означает необходимость в наличии большей площади для безопасного запуска. Поэтому господин Ван предложил отправиться в прибрежный район Вайфана, где есть огромный искусственный пляж, подходящий для запуска воздушных змеев. Никто не знает, какой будет тяга у столь большого воздушного змея. Поэтому если не приготовить план полета, может случиться большая беда. После обсуждений со всеми службами, наши испытатели решили сделать все следующим образом. В начале 22-метровый змей взлетит в воздух. Затем с помощью металлической рамки Мася Ошу подвесят на нижнюю часть нитки. По мере движения змея вверх, Мася Ошу тоже будет подниматься вверх. На ее теле будет закреплен фиксирующий пояс, к которому будет прикреплен страховочный трос, брошенный от подъемного крана. Чтобы когда змей начал спускаться, Мася Ошу тоже безопасно приземлилась. На землю предлагается положить пустые картонные коробки, чтобы смягчить удар при приземлении и гарантировать мягкую посадку. Наши испытатели лично руководят процессом создания защитной подушки. Они хотят уложить 16 пустых картонных коробок в два слоя, чтобы затем несколько человек крепко перевязали их скотчем. Тем временем волонтеры, участвующие в эксперименте, контролируют, чтобы Мася Ошу была в полной безопасности во время испытания. Работники обтянули железную рамку, на которой будет находиться Мася Ошу, пенопластом, чтобы рамка не поранила ведущую при раскачивании. К эксперименту все готово. Мася Ошу решила лично убедиться в степени прочности рамки, а работники в это время прикрепили к низу рамки два троса, чтобы стальная конструкция не раскачивалась и не закручивалась, когда ведущая будет находиться в ней. Воздушный змей Мастера Вана 22 метра в ширину и больше 40 метров в длину. Его каркас сделан из трубок из углеродистой стали. Заставить такого огромного змея взлететь – задача не из легких. Вес змея больше 150 килограммов, расстояние разбега для взлета больше 100 метров, поэтому запустить его будет крайне непросто. Что еще более неприятно, команда Мастера Вана сейчас не может помочь своему наставнику, и с этой задачей приходится справляться работникам нашей программы. Трудность и опасность запуска воздушного змея подобного размера не подлежат сомнениям. Для того, чтобы контролировать его в воздухе, понадобится 10 человек. Все звенья должны действовать слаженно. Под руководством Мастера Вана все рабочие провели подготовительные работы. Давайте посмотрим, сможет ли змей взлететь. За границей воздушные змеи меньших размеров спокойно поднимали людей в воздух. Сможет ли наш змей выполнить свою задачу? Чтобы обезопасить собравшихся зевак от получения травм, Ниньюань с членами группы огородили заградительные линии район запуска, а также поставили предупреждающие знаки рядом с границей экспериментального полигона, чтобы невольные зрители держались подальше. Кроме того, с высоты за безопасностью будет наблюдать специальный работник, который будет постоянно на связи с рабочей группой, тем самым обеспечивая безопасность и успешность нашего эксперимента. Поскольку размер у нашего змея не маленький, тянуть его руками будет опасно, поэтому съемочная группа арендовала 10-тонный бульдозер, огромные колеса которого спокойно проедут по песку. После того, как канат от змея был прикреплен к бульдозеру, все подготовительные работы были закончены. Сможет ли наш змей взлететь? Сможет ли такое огромное количество людей действовать настолько слаженно, чтобы поднять его в воздух? Надо понимать, что если столь большой змей потеряет управление, то всем работникам может грозить большая опасность. Канат для управления змеем состоит из 20-тоненьких веревок, и каждую перед запуском нужно привести в надлежащее состояние, потому что если они спутаются, то это будет неудача. Работники и волонтеры, убедившись в том, что мероприятия по технике безопасности до запуска и после него осуществлены, приготовились запускать нашего огромного воздушного змея. Готово? Поехали! Быстрее, 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 быстрее! По неизвестной причине полетевший косо-воздушный змей все-таки смог взлететь, но быстро повернувшись на восток, пролетел мимо скопления людей и упал на стоянку в 20 метрах от толпы зевак. Почему же упал змей, и смогут ли ребята завершить эксперимент с полетом человека? Из-за мощного удара об землю каркас змея из углеродистой стали не выдержал и поломался. Главная балка была очень сильно повреждена. Балку, которая находилась в нижней части змея, порвала на 7 частей. Эксперимент еще не был завершен, а его главный участник был настолько поврежден, что дальнейшее проведение эксперимента оказалось под вопросом. Согласно гипотезе мастера Вана, упадение змея было три причины. Первое. Один из волонтеров вовремя не отпустил змея, что привело к его наклону, в результате чего потерявший баланс змей, в конце концов рухнул на землю. Второе. Из-за того, что во время взлета направление ветра изменилось, змей потерял баланс и упал на землю. Ну и третье. Когда направление ветра изменилось, бульдозер не смог быстро изменить направление движения и вытянуть змея в воздух. Чтобы продолжить эксперимент, мастер Ван начал вместе с группой ремонтировать змея. Урон при падении ему был нанесен настолько существенный, что в ремонтных работах принимали участие все. На то, чтобы починить змея, ушло примерно два часа. В этот раз, для того, чтобы быстрее среагировать на изменение ветра, члены съемочной группы пригнали быстрый внедорожник, а Ниньюань вместе с другими рабочими развернул змея в направлении ветра. Все вновь готово. Давайте посмотрим, взлетит ли он на этот раз. Отпускаем, отпускаем. Быстрее. Вперед, вперед. Еще, еще вперед. Ура! Получилось! Мы сейчас попробовали потянуть за канат. Одному его невозможно сдвинуть. Поэтому я думаю, что повесить на него Масяо Шу не проблема. Нашему джипу, который тянет змея, очень трудно двигаться вперед. Хотя вес машины примерно две тонны, во время эксперимента для обеспечения нужной тяги был включен режим 4ВД. А работники тем временем пытались прижать канат к земле. Лишь только после этого джип начал медленно продвигаться вперед, пока его колеса, наконец, не увязли в песке. Машина не могла сдвинуться с места, что свидетельствовало об огромной силе тяги нашего змея. Глядя на парящего змея, Масяо Шу просто сгорала от нетерпения завершить эксперимент с полетом человека на воздушном змее. Но тут случилось нечто неожиданное. Смотри, ветер начинается. Не торопитесь, не тяните веревку. Не тяните. Осторожно. Ох, он упал. Ничего страшного, все нормально. Почему змей вдруг снова упал? Причина кроется в том, что нейлоновый канат для удержания змея, который состоит из многих тоненьких веревок, перекрутился. А никто во время подготовки к эксперименту не потрудился его раскрутить. Когда змей находился в воздухе, по вытянутой нейлоновой веревке, контролирующим змеем веревкам передалась вращательная сила, что привело к спутыванию контролирующих веревок, крену змея влево, а следовательно, потере баланса и падению. Эту версию также подтверждает тот факт, что во время падения змея все контролирующие веревки были спутаны. Похоже, что для подобных змеев поддержание баланса — это ключевой элемент безопасного полета. На этот раз змей получил еще более серьезные повреждения, и эксперимент с полетом Масяо Шу опять пришлось остановить. Время у нас поджимает, поэтому все немного нервничают. Знаешь, я когда разговаривала с мастером Ваном, я поняла, что у нас будут проблемы. Когда я узнала, что проектировщиков, которые помогали мастеру Вану сделать этого змея, не будет на площадке. Сегодня здесь те, кто никогда не собирал этого змея. Это самая большая проблема. Я думаю, что сконструировал его господин Ван без ошибок, но его команда не здесь. Поэтому я боюсь, что наша команда собрала его неверно. А так, змей отличный. Сегодня нашим испытателям не удалось поднять воздушного змея еще выше, и Масяо Шу не смогла претворить свою идею в жизнь. Этот эксперимент — это вызов мечте, который обнажил основные принципы полета воздушного змея. Его проведению сегодня мешало множество помех, а для хорошего полета и для осуществления нашего эксперимента нужны были встречный ветер, сбалансированная конструкция и другие необходимые условия. Эксперимент несет в себе опасность. Все его этапы проходили под контролем специалиста по безопасности. Поэтому, дорогие друзья, ни в коем случае не пытайтесь повторить его самостоятельно. Когда вы весело запускаете воздушного змея, помните, что нитка от него таит в себе огромную опасность. Если производить запуск в неположенном месте, то эта острая нить может в мгновение ока превратиться в палача у нас над головой, ставя под угрозу вашу жизнь и здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В Нанчане мы ищем информацию об одном единственном человеке. Однако в процессе съемок мы запечатлеваем воспоминания нескольких поколений. В этих извилистых старых переулках люди живут своей обычной мирной жизнью. И о трагических событиях военных лет они знают только понаслышке. Впоследствии мы снова встретились с профессором Дзяньвенланем, специалистом по истории антияпонской войны. Почти 40 лет он собирал материалы о воздушных сражениях этой эпохи. И мы надеемся, что именно он поможет нам пролить свет на судьбу Константина Опасова. Я обращаюсь ко всем китайским товарищам, которые бы могли помочь мне в поисках моего отца, чтобы посмотрели архивные данные за 1938 год с 4 июля по 10 июля, период, когда было передано его тело в администрацию какого-то уезда. С 2005 года Евгений Опасов несколько раз бывал в Китае и пытался найти информацию о своем отце. Сегодня Евгений Константинович вернулся в Россию, однако наши поиски продолжаются. Если бы нам удалось найти могилу советского летчика, это было бы лучшее проявление благодарности советскому народу за его помощь. И кроме того, мы бы помогли сыну выполнить его священный долг перед отцом. Уезжая из Китая в 2005 году, Евгений Опасов оставил записку с именем и датой рождения его отца. Также на записке была еще одна дата – 4 июля 1938 года, когда Константин Опасов предположительно принял свой последний бой. Мы решили выяснить, что же произошло в этот день. С visualization. П shadьяные потенди, Су'llgruppена есть листья в Баду? Как только спрашивая Shape. Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся в деревне Годзиатсунь, расположенной в районе поселка Сяншань уезда Синьцзянь. Семейный клан Го живет здесь уже на протяжении многих поколений. В какой-то период времени директором местной начальной школы был человек по имени Годзи Мин, все предки которого занимались рыболовством. Он рассказал нам о том, что его дед оказывал помощь сбитым советским летчикам. Услышав историю Евгения Апасова, Годзи Мин захотел помочь нам отыскать письменное подтверждение прошлых событий. Он надеется, что среди летчиков, которых когда-то спас его дед, был и Константин Апасов, ведь он всем сердцем хочет помочь сыну советского летчика. Евгению Константиновичу было всего пять лет, когда отец навсегда его покинул. По его словам, Константин Апасов принял свой последний бой 4 июля 1938 года. Его самолет был подбит японцами, и он выпрыгнул с парашютом над озером Паянху. А спустя три дня жители окрестных деревень выловили его тело из воды. Это все, что Евгений Константинович знает о гибели своего отца. Со временем многое забывается, но миролюбивый китайский народ никогда не забудет той помощи, которую ему оказали советские герои. Слышала ли она историю о летчике, которого вытащили из озера? А в каком именно уезде, вам вас не уточняли? Просто, что в озере Пойянху и все. Нет, просто Пойянху и все. Что очень большое озеро. Но видите, это вам-то, наверное, не особо поможет, этот бомбардировщик. Да нет, конечно, это мы не на правильном пути. Просто мы узнали, что она здесь живет, и приехали сюда. Может быть, как говорится, дело случая. Я очень рад, что мы познакомились с этим. Спасибо. Спасибо. Я желаю вам, чтобы вы все это сделаете. Я только об этом и желаю. Спасибо. Спасибо. В бас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я хочу знать, где захоронен мой отец, потому что это мой долг. Вместе с вами и я будем на правильном пути. Евгений Константинович попросил нас о помощи. И мы отправляемся в путь по местам, где жили и сражались советские летчики-добровольцы. Мы постараемся узнать как можно больше о спасении советских летчиков на территории Китая. Здравствуйте. Мы хотим идти к Союзу и Союзу и Союзу. Мы хотим идти к северо-восточной части провинции Цзянси. По словам местных жителей, выживших советских летчиков отправляли в Нанчан со старой станции в уезде Ян. Сначала летчики отказывались от помощи местных жителей, но вдруг услышали, как кто-то стал напевать «Интернационал». И тогда летчики поняли, что они среди друзей. Это лишь одна из историй советских героев в уезде Ян. Впоследствии с помощью госпожи Чжан Сайлянь мы взяли интервью у местных жителей, а также поговорили с людьми, которые занимаются изучением истории. Чтобы помочь нам в поисках, сотрудники местных учреждений дали нам контакт одного пожилого человека, которому уже 84 года. Мы пригласили его на то самое место, где упал самолёт в надежде на то, что это поможет ему вспомнить, что же произошло тогда, в конце 30-х годов прошлого века. Отец и тесть Хуан Лунзиня помогали советским лётчикам в уезде Ян. И рассказ пожилого человека заполнил очередные пробелы в истории советских лётчиков в Китае. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, по крупицам, мы собирали информацию о советских лётчиках. Все местные жители искренне хотели нам помочь, в том числе Ян Сидзю, которому уже 92 года. Он попросил нас показать ему фотографии Константина Опасова. Согласно архивным документам, уезда Ян, в начале августа 1938 года два советских бомбардировщика совершили вынужденную посадку в этих местах. Один из них приземлился на поле в районе Гасифань, а один на склоне холма. Всего было три лётчика, из них один погиб. Два выживших пилота оказались в незнакомых местах, и только когда они встретили китайских местных жителей, совершенно безоружных, вздохнулись облегчением. Один из пилотов показал им охранную грамоту, в которой было написано по-китайски, что этим людям должны оказывать любую помощь местные жители и администрация. Так, при содействии местных властей, эти два лётчика были спасены. Погибшего положили в гроб и перевезли в Нанчан. В уезде Иян нам удалось восстановить примерную картину спасения советских лётчиков. В поисках информации о Константине Апасове мы, надеемся, услышат ещё больше подобных историй. Во втором историческом архивном бюро хранится ряд документов, относящихся к эпохе антияпонской войны. Здесь мы нашли доклад о боевых действиях советских лётчиков-добровольцев в Китае, который был напечатан в книге «На фронтах антияпонской войны». В нём написано, что в июле 1938 года был всего один воздушный бой, который состоялся 23 июля. За этот год мы также нашли в книге множество записей о воздушных битвах, когда советские и китайские лётчики вместе сражались против японских захватчиков. Согласно этим данным, уже тогда народы Китая и Советского Союза заплатили большую цену за отражение фашистской агрессии. Многие советские герои навсегда остались в Китае, и китайский народ в знак признательности построил в их честь стелы и памятники в разных городах Китая. Командира отряда советских лётчиков Григория Кулешенко нашли местные жители и похоронили его в городе Ванчжоу на берегу реки Янзы. Его дочь узнала о том, что её отец погиб в Китае только после того, как в 50-е годы прошлого века услышала от одного из китайских студентов в СССР хвалебную песню, посвящённую её отцу. Я хочу сказать огромное большое спасибо всем жителям Китая за то, что так бережно и тепло относятся к памяти моего отца, лётчика Кулешенко Григория Акимыча, который воевал в Китае и погиб там в 39-м году и похоронен в городе Вансян. В 20-х лет мы считали, что отец пропал без вести. И только благодаря господину Джоуи Ли, сокушнику моему, мы узнали, когда, где и как погиб и похоронен мой отец. Для нас было это очень важно и дорого. Мы приехали с мамой в Китай в 58-м году. Затем я приезжала туда с дочкой. И всё время чувствовали, как бережно и тепло относится к памяти моего отца, как чтут его. У памятников всегда живые цветы, маленьких детей принимают в пионеры, солдаты принимают присягу. И я поняла, что действительно его чтут как настоящего героя. Мы встретились с младшим братом Годжимина, господином Годжи Чшеном, с которым собираемся вместе отправиться в посёлок Учшен, чтобы пообщаться там с ещё одним человеком, который тоже, возможно, поможет нам в наших поисках. Это никто иной, как дядя Годжимина. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ Ищут и находят, чтобы героические события прошлых лет оставались в памяти и будущих поколений. Единственную дорогу в Учшен затопило, и нам пришлось искать другие способы передвижения. Пока эта зацепка наиболее полна соответствует тому, что нам говорил Евгений Константинович. Мы также надеемся, что сможем восполнить пробелы и в истории деда Годжимина о спасении советских лётчиков. И кто знает, возможно, одним из спасённых окажется Константин Апасов. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ Вот. Их на один час. Это не периодически произошло после того, чтобы шаркала. Этот состоял на что-то время? Вернавт. Вернавт. Это было приемлемо поселения. На ученику. Вернавт. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Дзяньси Души Бао, Ухань Вань Бао и Ян Цзи Вань Бао помогли Евгению Опасову в поисках информации о его отце. Именно тогда мы вышли на профессора Дзяньвэн Ланя, специалиста по истории антияпонской войны. В книге Дзяньвэн Ланя «Восемь лет антияпонской войны в провинции Дзяньси» упоминается имя Константина Опасова. Говорится, что 23 июля из-за технических неполадок его самолет разбился, а летчик погиб. До сих пор у нас есть три наиболее вероятные даты гибели Константина Опасова – 23, 7 и 4 июля 1938 года. По поводу обстоятельств его гибели есть две основные версии. По словам Евгения Опасова, самолет его отца был подбит японскими самолетами. Сам летчик спрыгнул с парашютом, но был расстрелян в воздухе и упал в озеро Паянху. Такая информация была и в мемуарах советских летчиков-добровольцев. Вторая версия – та, что упомянута в книге господина Дзяньси, а также в авиационном архиве 2004 года. По совету Дзяньвэн Ланя мы направились в библиотеку провинции Дзяньси и обратились к периодическим изданиям эпохи антияпонской войны. За этот период в прессе были сообщения о воздушных боях, однако никаких новых зацепок нам найти не удалось. В настоящее время мы не можем сказать наверняка, является ли летчик Опасов, упоминаемый в архивных данных, отцом Евгения Опасова. Однако среди советских летчиков-добровольцев был всего один человек по фамилии Опасов. Это была вся информация, которую нам удалось собрать. Затем мы связались с корреспондентом газеты Дзяньси Душибао в надежде получить новые зацепки. Продолжение следует... 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 ШУМ БОРЬСОВ Почти 80 лет — это долгий срок. И многие события затерялись в лабиринтах истории. Однако предание о захоронении советских летчиков или о русской могиле живое по сей день. Родственники погибших летчиков однажды прислали нам список советских добровольцев, погибших в Китае. Согласно архивным данным, среди них было 28 человек, похороненных в Нанчане. Но пока нам не удалось подтвердить информацию об этих людях. Возможно, Константин Опасов входит в число этих 28 героев. Но это нам еще предстоит выяснить. Согласно статистике, с 1937 по 1941 года в разное время на территории Китая было около 3000 военных советников и специалистов, а также около 2000 летчиков-добровольцев из СССР. Среди них 200 летчиков покоились вечным сном на земле Китая. Все их имена записаны на Нанкинском мемориале погибших летчиков. До сих пор в Китае продолжают искать летчиков, о которых нет информации, но которые внесли свой вклад в борьбу с японской агрессией. К этой работе, как и к нашим поискам, присоединяется все больше людей. Никто из героев не будет забыт. И мы от всей души благодарим их за помощь миролюбивому китайскому народу. КОНЕЦ КОНЕЦ В этом выпуске «Едем в Китай» я отправлюсь на северо-запад Китая, чтобы побывать в пустынном мире региона Нинся. Там я познакомлюсь с необычными способами превращения песчаных барханов в настоящий рай посреди пустыни. Думаю, что лучшего вида просто не найти. Тут и дюны, и река Хуанхэ, и вдалеке эта огромная горная гряда. Мы находимся в Нинся. Когда мы слышим это название, многим из нас на ум приходят прекрасные пустыни, а также плодородные фермерские хозяйства. Потому что на протяжении столетий местные жители пытались приспособиться к этой экстремальной и контрастной среде. И им это удалось. С вами Тяньжань. Вы смотрите «Едем в Китай». Добро пожаловать в Нинся. Нинся-Хуэйский автономный район расположен на севере Китая. Это один из самых небольших регионов страны. Дни здесь длинные, сухие и невероятно жаркие. А все потому, что близко пустыня. Вот и климат соответствующий. Так, а это довольно неожиданно. Я к тому, что обычно, когда мы говорим про оазис, мы имеем в виду озеро посреди пустыни. Но здесь у нас пустыня, которая окружена озером. Вообще-то, я впервые в жизни вижу подобный ландшафт. Озеро Шаху было образовано рекой Хуанхэ. Песчаные участки, на которых вы можете видеть растительность, образовались на месте эродированных остатков старого русла Хуанхэ после его смещения. Песок здесь, такой же, как и в пустыне Тенгэр, на дальней стороне гор Хэлайншань, которые у нас за спиной. Мы находимся вблизи горного перевала. Это нижний участок склона. Песок надувало суда ветром, поэтому со временем он и образовался. Довольно удивительно встретить в пустыне заповедник для птиц. Но мне достоверно известно, что два из пяти маршрутов перелетных птиц в Китае проходят именно здесь. Шаху буквально означает «песчаное озеро». Ну и если вы не птица, то единственный способ перемещения здесь – это лодка. Что очень здорово, так как вы проедете мимо камышей с птичьими гнездами. Время от времени вы даже заметите, как эти пернатые вылавливают креветок и рыбу, которых полно на мелководье Шаху. А это что такое? Это спасательный центр и больница для птиц. Наши работники приносят сюда всех раненых птиц, которых они находят. Если вы посмотрите вверх, то увидите, что там есть большая дырка. Как только птицы поправятся, они могут улететь. Я смотрю, у вас тут много черных лебедей. Да, они прилетели сюда из Австралии. Они относятся к перелетным птицам. Ох уж эти беззаботные лебеди. Честно говоря, они здесь не единственные, кто наслаждается этой прекрасной средой. Каждый год сюда прилетает 198 видов птиц. С июня по ноябрь всего на озере Шаху можно насчитать полтора миллиона пернатых. Наиболее часто здесь встречаются серые цапли. Они становятся очень привередливыми, когда возникает пора гнездования. Но если они уж выбрали место для этого, то станут возвращаться в него год за годом. Если честно, я вообще такого не ожидал. Я всегда считал, что пустыня – это бесплодная земля и непригодное для жизни место. Я думал, что в ней вообще никто не может жить. Но все оказалось совсем наоборот. Она полна жизни, и воды тоже, что уже довольно удивительно. В 60-ти километрах от Шаху находится Инчуаньский музей современного искусства. Он тоже тесно связан с рекой Хуанхэ. Точнее, его дизайн. Волнообразная отделка символизирует слои осадочных пород, которые скапливались веками по мере изменения русла реки. Сейчас здесь разместилась выставка, посвященная экологии пустыни. Когда художница изучила этот регион, она решила воссоздать местное жилище. Посредством него она показывает, как примитивные строительные материалы позволяют нам оставаться нетронутыми высокоразвитым современным обществом. Если после нашей смерти эта область превратится в пустошь, то и этот дом тоже вернется к природе. Поставив сюда этот дом, его автор пытается изучить связь между прогрессом, условиями нашей жизни и природой. То есть, фактически, она ставит перед собой вопрос. В Инчуаньском музее это вторая подобная выставка. В первой даже приняли участие такие знаменитости, как Анишхапур и Йокоона. На этот раз кураторы сделали акцент на странах, в которых есть пустыни. Большинство из них — страны Центральной Азии. Это интересный взгляд на то, как нас формирует среда, в которой мы живем, и на то, как разные культуры мира относятся к пустыням. Выставка не ограничивается экземплярами, расставленными внутри музея. Вау! Вау, боже, сколько здесь зелени! Сложно поверить в то, что мы находимся возле пустыни. С этой вышки открывается вид на место под названием Сихайгу, которая, вероятно, отличается самыми суровыми условиями для жизни во всем регионе Нинся. Но, как мы сами видели на выставке, люди способны выжить в любых условиях. Главное — сила воли, и тогда ничего не страшно. Северная часть региона Нинся занята в основном пустынями Тенгер и Ордос. В этом месте река Хуанхэ делает крутой поворот. Благодаря этому появились такие живописнейшие уголки, как заповедник Шапотоу. Сегодня этот район является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Нинся. Боже, какая красота! Такое ощущение, что мы попали на другую планету. Здесь вы можете покататься на сэндборде или проехаться на верблюде, но этот вариант не сравнится ни с чем. Лучшего способа погонять по пустыне не найти. Держитесь крепче! Я-ху! Опа-на! Если в прошлом пустыня для путешественников была настоящим адом, то сейчас это одно из лучших мест отдыха и развлечений. Однако у этого места развлечений есть одна проблема. Оно расширяется. На протяжении многих лет люди пытались остановить его рост. И вот несколько десятилетий назад они совершенно случайно нашли способ, как это сделать. А помогла им в этом песчаная буря, которая унесла с собой все, кроме соломы, которую всего лишь нужно было закопать в песок. Шапатоу известен на весь мир благодаря контролю за пустыниванием. Весь мир берет пример с Китая в том, как нам удается обуздывать разрастание пустынь. Внутри страны пионером в этой области является Шапатоу. Этот несложный метод, придуманный китайцами сегодня, применяется в таких странах, как Южная Африка, Саудовская Аравия и Египет. После долгих экспериментов они поняли, что решетка из соломы размером метр на метр это самый эффективный способ. И вот как это выглядит. Солому надо укладывать тонким слоем. Песок очень неподатливый. Если взять много соломы, то вы ее не сможете закопать. Если слой будет тонким, то солому унесет ветром. Лопата должна заходить в песок вертикально, потому что так будет меньше сопротивления. Ох, она гнется! Сначала надо слегка надавить на нее, а потом ногой с силой копнуть. Вы должны прочно держать рукоять, иначе лопата выскользнет и поранит вам ногу. После того, как мы закопали солому, нам нужно присыпать ее песком, чтобы удержать на месте ее корни. От этого она будет приподнятой. Нам нужно, чтобы она была на расстоянии 15-20 сантиметров от песка. Ну и чтобы закончить нашу соломенную стену, нужно посадить в эти решетки выносливые пустынные кустарники. Вообще довольно интересно, что когда дело доходит до изобретений, у вас часто случаются моменты озарения. И, как правило, это происходит, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Сложно представить, что какая-то соломка способна остановить целую пустыню. Но думаю, что мало-помалу вы действительно можете сделать такое насаждение, которое предотвратит ее расширение. Далее в программе я узнаю, как древние люди подчиняли себе реку Хуанхэ и использовали ее, чтобы превратить пустыню в плодородную землю. Какой бы прекрасной ни была пустыня, жизнь невозможно представить без воды. И здесь у нас не только оазисы, но и могучая желтая река, которую китайцы называют матерью своей цивилизации. Хуанхэ образует южную границу пустыни Тенгэр, фактически отрезая ее от остальной части Нинся. Однако еще в древние времена некие умные ребята нашли способ, как добраться с одного берега на другой. Что это такое? Похоже на кучу свиней, связанных друг с другом. Нет, это самый ранний вид транспорта на реке Хуанхэ. Это овчинный плод. А сколько им здесь уже пользуются? 2100 лет. Во времена династии Западная Хань, у берегов Хуанхэ, жил один кочевой народ. Эти люди делали мешки из овечьей шкуры, чтобы хранить в них воду, вино и зерно. Затем какой-то умный воин заметил, что мешки, наполненные водой, не протекают. После этого ему пришла в голову одна идея. Он вылил из мешков воду, надул их и связал между собой в виде плота. Плот получился очень легким и мог выдержать около тонны. Звучит довольно безопасно. Это нога? Чтобы мешок был водонепроницаемым, в него добавляют смеси с соленой воды и масла. Соль играет роль консервирующего вещества, а масло увлажняет шкуру и сглаживает ее шероховатости. Неплохо. У него такой странный запах. Какой-то кислый вкус и запах старой кожи. Губы уже пора просовывать туда. Да. Ужас, что подумает моя жена. Все, ребята. Такое ощущение, что у меня кто-то умер во рту. Все, хватит. Да, я действительно почувствовал вкус масла и соли. Выглядит довольно интересно. Я ездил на самых разных плотах, но на плоту, который сделан из овечьей шкуры, я точно поеду впервые. Хотя на вид он прочный. На первый взгляд, плот очень устойчивый. В общем, это такой древний аналог современной резиновой лодки. Здесь довольно удобно. В те времена, наверное, таких мягких сидений у них не было. Это очень неординарный способ использования окружающей среды и природных ресурсов. Наш лодочник поет популярную народную песню про Хуанхэ. Эти простые слова напомнили мне о необъятности и мощи этой реки, а также ее жизнестойкости и трепети, которые она вселяет в людей, живущих на ее берегах. После бескрайних пустынь и дюн Шапотоу мы вдоль Хуанхэ продвинулись дальше на север. А вон там находится южная оконечность гор Хэланьшань. Поэтому мы еще успеем разглядеть эти горы и эту долину. В этом месте люди придумали еще много других удивительных способов использования воды из этой реки. Здесь, на севере Нинся, действует обширная ирригационная сеть, которую построили, чтобы брать драгоценную воду из этой реки. Это гидроэлектростанция Цинлунся. Ее строительство положило конец бесплатинной ирригации, которая существовала в Нинся 2000 лет. В прошлом площадь орошения в Нинся составляла 930 квадратных километров. Сегодня она выросла до 4600 квадратных километров. На протяжении нескольких веков ирригационная система Хуанхэ перестраивалась и улучшалась огромное количество раз. Сегодня это один из старейших в мире оросительных проектов, который по-прежнему работает. Циннский канал был частью первой ирригационной сети Нинся. Ему 2300 лет. И он все еще работает? Да, это правда. Это невероятно. Это просто невообразимое чудо инженерной мысли. Я думаю, что именно благодаря этому регион Нинся сегодня стал таким, какой он есть. Нинся-Хуэйский автономный район один из самых бедных регионов Китая. В основном это связано с нехваткой воды. И все потому, что Хуанхэ протекает только через северную часть Нинся, оставляя южную сухой и истощенной. Поэтому испытываешь настоящее удивление, когда видишь всю эту буйную растительность. На самом деле этот маленький уголок Нинся веками считался важной базой производства риса. Благодаря местному ирригационному проекту фермеры могут выращивать рис в пустыне. Хуанхэ для них в буквальном смысле слова кормилица. В давние времена наш рис подносили в качестве подарка императору. У него отличное качество из-за превосходной почвы. Рис, который растет в зеленой почве, лучше, чем тот, который растет в лесовом грунте или в песке. В нашем регионе никогда не бывает засух. Из-за этого наш рис не клейкий. Вы можете распробовать каждое отдельное зернышко. Я сейчас сварю его, чтобы вы попробовали. Спасибо. В самых засушливых районах Нинься местные жители говорят, что если нет дождя, то нет и еды. Во многих смыслах пробовать этот рис настоящая роскошь. Попробуйте наш рис. Спасибо. Большая чашка. Мы сами его выращиваем. Он довольно вкусный, совсем не клейкий. На самом деле, он очень вкусный. Вы сможете распробовать каждое зернышко. Честно говоря, до того, как я сюда приехал, я часто слышал, что Желтая река это колыбель китайской цивилизации. И это сложно понять до того, пока ты сам здесь не побываешь и не увидишь, что Хуанхэ смогла превратить бесплодную пустыню в плодородную землю и благодаря этому дать пропитание очень многим людям. Ну и под конец этого дня дать нам большую чашку риса. Пахнет вкусно. Неудивительно, что это был дар императору. Тогда надо съесть побольше. Далее в программе я узнаю о важности гор Хеланшань и кое о чем особенном на их вершинах и у подножия. Мы проделали путь от плавучих песчаных дюн до бескрайней реки Хуанхэ. И вот, наконец, добрались до самого непоколебимого пункта гор Хеланшань. Своим огромным размером они практически полностью блокируют пустыню с той стороны гор и вторгаются на плодородные равнины нинься с этой стороны. Хеланшань это еще и прекрасное место для пешего туризма. Я приехал в национальный лесопарк Суюйкоу. Отсюда вы сможете добраться до нескольких пиков этой горной цепи. Они не слишком высокие, но один из них пик Дзиньдин выполняет особую функцию. Ну вот мы и пришли. Это единственная метеорологическая станция в нинься, до которой нельзя доехать на машине. Поэтому, собственно, я и забрался сюда. В обязанности этого мужчины входит сбор всех метеоданных на данной станции. Это нужно для измерения дождевых осадков. Горы Хеланшань делят регионно мусонную и немусонную зоны. Количество атмосферных осадков на севере и юге нинься сильно отличается. Я не завидую его работе. Фубинь должен быть здесь и в дождь, и в солнечную погоду, и в песчаную бурю. У вас тяжелая работа, вам приходится собирать данные, когда идет дождь. Да. Я должен быть уверен, что эти инструменты чистые. Кроме того, здесь наверху проблемы с питьевой водой. Только вчера я принес сюда свежей воды. Мы всегда стараемся запасти побольше воды. Фубинь с супругой живут здесь наверху круглый год. Он отвечает за очень важное оборудование, которое измеряет температуру воздуха, влажность, силу ветра, ну и, конечно же, дождевые осадки. Эта работа подразумевает одиночество, но с другой стороны, в его распоряжении целая гора. Только взгляните на это. Честно говоря, я всегда думал, что пейзаж на горах Холаньшань довольно унылый, но вид отсюда оказался умопомрачительным. Такое грубое очарование. Сразу становится понятно, насколько важны эти горы для Нинся, потому что прямо там находится четвертая по величине пустыня Китая Тенгер. И только благодаря этой горной цепи эта часть региона не покрыта песчаными дюнами. Теперь я понимаю, почему метеорологическая станция была построена именно здесь. Погода неожиданно изменилась, и мы можем увидеть, как сгущаются грозовые тучи. Пока не хлынул дождь, мы решили поехать на встречу с еще одним человеком, чья работа зависит от гор Холаньшань. Здравствуйте! Здравствуйте! У вас очень красивые чернильные камни. Мы берем с гор Холаньшань. Это натуральные цвета? Да. Главная особенность чернильных камней гор Холаньшань это насыщенный и яркий цвет. В основном это темно-фиолетовый и оливково-зеленый. Иногда попадаются красные и желтые камни. Это зависит от содержания в них железа. Сырой материал найти довольно тяжело. Он встречается только на высоте 2600 метров над уровнем моря и выше. Добыть его могут горняки, а это требует 7-8 часов ходьбы туда-обратно. Помимо того, что Холаньшаньский чернильный камень трудно добыть, его еще и очень тяжело вырезать. Это связано с тем, что внутри камня кроются разные цветовые оттенки. Работа мастера и заключается в том, чтобы раскрыть их. Это проверка на профессионализм и творчество. Верхний слой здесь темно-фиолетовый. Далее идет зеленый, красный, опять зеленый и опять красный. Здесь у нас пять слоев цвета. После того, как я закончу резьбу, цветок будет темно-фиолетовым. Под ним зеленый слой, поэтому тушечница будет зеленой. Если я продолжу выскабливать отделение для воды, я дойду до красного слоя, который в самом конце. Теперь моя очередь пробовать. Не волнуйтесь, я лишь поскребу слегка сверху. Он такой податливый, что ли, и мягкий, даже не знаю. Я ведь раньше никогда этим не занимался. Но удивительно то, что когда ты смотришь на горы Хеланьшань, они не кажутся шибко красивыми. Они даже лысоватые на вид. И вдруг оказывается, что в них добывают вот такие уникальные камни. Тушечницы считаются одной из четырех драгоценностей рабочего кабинета и высоко почитаются у китайских каллиграфов. Чтобы получить тушь, в них надо накрошить твердые чернила. Но вам вряд ли захочется делать это, когда перед вами окажется такое произведение искусства. Хороший чернильный камень с горы Хеланьшань обойдется вам минимум в тысячу долларов. Цена на камень еще лучше за последние два десятилетия горы Хеланьшань успели прославиться еще одним продуктом, а именно вином. На самом деле весь восточный склон горной цепи укрыт виноградниками. В определенных кругах нинься даже называют китайским бордо. Я нахожусь в Шато-Юаньши семейные винодельни, в которой, как и во многих других в этом регионе заимствуют французский опыт для производства китайского вина. Вопрос в том, насколько оно хорошее. Я уже чувствую, какой потрясающий запах идет из этого бокала. Ваше здоровье. Я немного нервничаю, так как я не эксперт и не нахожу слова для описания этого вина. Но это невероятно. В последние годы в Нинься наблюдается стабильный рост качества винного производства. В 2011 году эта винодельня даже увезла с собой награду с престижного конкурса The Counter World Wine Awards. Китай является крупнейшим рынком красного вина и одним из главных его производителей в мире. По количеству виноделин он уже обогнал Францию. Моя семья живет здесь со времен моего деда. Тогда здесь находился минеральный рудник. В 1986 году дедушка привез сюда моего отца и дядю. У вас очень красивое шато. Вся наша винодельня была построена из камня с гор Холэншань. Он уже был здесь до того, как мы ее построили. Мы решили использовать этот камень в качестве строительного материала. До того, как мы сюда переехали, здесь повсюду была пустыня Гоби. Только камни, сорняки и ничего больше. По иронии судьбы, именно благодаря нехватке воды в Нинься здесь так здорово приживаются виноградники. Засушливый климат Нинься подходит для выращивания винограда. Кроме того, здесь довольно много солнца. Почва полна камней и гравия, следовательно, здесь хороший дренаж. Камни добавляют в почву минеральных питательных веществ, которые затем впитываются виноградом. В итоге вкус вина получается более насыщенным и сложным. Медленно и верно китайские вина завоевывают мировое признание. И Нинься в этом плане лидирует во всем Китае. Такой успех служит доказательством тому, что так сильно поразило меня в этом месте. Люди здесь научились извлекать пользу от их сильной связи со своей родной землей. До того, как я сюда приехал, я думал, что Нинься это не очень пригодное для жизни местечко. Но все оказалось совсем иначе. Этот регион защищают горы Хэланьшань и питают воды реки Хуанхэ. Местные жители придумали массу уникальных способов возделывания земель и извлечения максимальной пользы от окружающей среды. И будь то императорский рис или же получившие престижные награды вина, они производят то, что становится эмблемой их родного края и помогает получить ему всемирную известность на многие годы вперед. С вами был Тяньжань. Надеюсь, вам понравилась наша программа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Про Китай говорят, что это королевство велосипедов. Почему так много китайцев любят это транспортное средство? Честно говоря, велосипед для нас является очень распространенным транспортным средством. А сейчас давайте узнаем, какую роль велосипед играет в жизни обычных китайцев. Велосипеды в Китае долгое время были забавой аристократии. Большим фанатом велосипедов был последний император Китая Пуи. Чтобы свободно перемещаться по дворцу, он даже издал указ убрать в запретном городе все пороги. На самом деле, уже в конце 19 века Китай начал импортировать велосипеды из западных стран. Но по-настоящему эти транспортные средства вошли в китайские семьи только в 60-70-х годах 20 века. В те времена велосипед, швейная машинка и наручные часы были тремя обязательными предметами, составляющими приданное перед свадьбой. Несколько поколений китайцев любили тратить свои деньги на марки таких велосипедов, как «Летящий голубь», «Феникс» и «Вечный». В 80-х годах прошлого века эти марки велосипедов были самыми популярными в Китае. Велосипеды буквально заполонили улицы Поднебесной. Это было внушительным зрелищем, поэтому Китай и прозвали «Королевством велосипедов». Я считаю, что Китай по праву называет царством велосипедов. Почему? Да потому что мы являемся первыми в мире по производству велосипедов. В последние годы минимальный годовой объем экспорта составил 55 миллионов штук. Каждый год 30 миллионов велосипедов продаются на внутреннем рынке. Поэтому мы первые по экспорту, потреблению и производству. Есть еще причины не считать на старством? Нет. Велосипеды бывают разные. Городские, шоссейные, горные, для кросс-кантри, детские и электровелосипеды. Когда велосипеды только появились в Китае, они считались роскошью. Сегодня же это транспортное средство может позволить себе каждое. Поэтому их видов и моделей становится все больше и больше. Например, сегодня на улицах повсюду можно увидеть так называемые общественные велосипеды. Кроме Пекина, такие пункты социальных велосипедов есть во многих городах Китая. Благодаря им передвижение по городу стало еще удобнее и проще. Я нахожусь в парке Гарден-экспо. Здесь можно покататься на лодке, а также на двух или трех местных велосипедах. И сейчас давайте попробуем сделать это вместе. Кажется, сложно держать равновес. Это не обычный велосипед. Это прогулочная рикша на 2-3 места. Такие можно часто увидеть в парках или на пляжах. В них любят ездить влюбленные или родители с детьми. Вслед за быстрым повышением уровня жизни населения появились электрические велосипеды. Такие велосипеды стали очень востребованы благодаря тому, что они не только помогают укрепить здоровье, но и являются экологически чистым, энергосберегающим и удобным видом транспорта. Увидев столько разных велосипедов, я захотела с любом узнать, как их делать. Поехали вместе со мной в Тиэнзин. Мы находимся на велосипедном заводе в Тиэнзине. И первый китайский велосипед был сделан именно здесь. В 1936 году здесь был создан первый в Китае отечественный велосипед. После начала политики реформы и открытости велосипеды стали дарить лидерам различных государств. И до сих пор велосипеды марки «Летящий голубь» является официальным подарком, утвержденным Министерством иностранных дел Китая. Теперь мы на заводе. Здесь каждый день собирают несколько тысяч велосипедов. Пойдемте со мной. Господин Суин, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как производятся велосипеды? Хорошо. Вот этот аппарат обеспечивает ровность ободов колес. Затем происходит соединение каретки велосипеда. Вот тут с помощью этого механизма соединяются два генератора. После прохождения первого этапа колеса присоединяются к самому велосипеду. После установки руля крепятся тормозные тросики. А вот здесь уже устанавливается защита цепи. На каждой линии у нас по два контролера. Они обеспечивают проверку качества изготавливаемой продукции. Здесь уже почти готовые велосипеды. Отсюда они уже расходятся по всему Китаю. Ну как вам? Это новенький велосипед только что с завода. Правда, если вам кажется, что все они очень походят друг на друга, то я знаю, что делать. Пойдемте со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас можно сделать велосипед на заказ? Конечно, мы можем сделать вам велосипед по вашим параметрам. Как здорово. Это магазин, где делают велосипед на заказ. Здесь вы можете сделать свой велосипед не таким, как у всех. Музыка уникальная шаг. Субтитры создавал DimaTorzok Уже готово? Так быстро? Ну, как вам? Получается очень обычный и оригинальный, не правда ли? Обычно стоимость собранного у нас велосипеда доходит до 10 тысяч юаней, но многие также покупают у нас велики и за 20, и за 30 тысяч юаней. Самым дорогим велосипедом на моей памяти был экземпляр за 200 тысяч юаней, делался по спецзаказу. На велосипеде можно познакомиться с городом. Можно увидеть двух зайцев сразу, ведь ты осматриваешь красоты города, а заодно и тренируешь свое тело. Каждый день в разных уголках города можно увидеть разные велосипеды, от обычных до очень даже нестандартных. Велоспорт Велоспорт бывает трех видов. Первый – это олимпийский велотрек, где участвуют спортсмены высокого класса. Второй – это велогонки, которые, как правило, проводятся с масштабом и преследуют коммерческие цели. И третий – это любительские велогонки для развлечения, где проявляется вся спортивная культура нашей нации. Событие – это подобно карнавалу, и велосипед здесь выступает в качестве средства развлечения. Есть и профессиональные спортсмены-велосипедисты. А сегодня я хочу познакомить вас с ребятами, для которых это является хобби. Велосипед плотно вошел в мою жизнь. Я каждый день езжу на нем на работу. На велосипеде я люблю ездить по пекинским улочкам и наслаждаться красотами. Велосипед – это мое хобби. Его можно повесить на стену, а из маленьких запчастей сделать украшения. Для меня велосипед – это не только хобби, а неотъемлемая часть моей жизни. Он стал моей профессией. Приехав в такое расстояние, я стала немножко устала. Но на самом деле это же так здорово, когда ты едешь и осматриваешь пейзаж вокруг, и в то же время занимаешься спортом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok в Китай. Ну а чему времени конка вот-вот начнется? и скорее всего, как есть с elas. И, како все эти международные страны вместе со мной. И, како, все эти страны, как еще все, и вместе со мной работать. Да, все здесь вокруг, есть присты, date все, и каждый день я комьюсь на работе. Да, это много проходит для моего места, люди назначают страны-подосек. Я люблю, как, когда ты едешь, ты перебиваешься как много, как красивые вещи, можно увидеть, как есть все многие, как все все люди, теперь здесь наслаждаться. Это еще лучше не на машине, я люблю машины. Многие люди удивляют, что этот автомобиль очень быстрый. Я не волнуюсь, потому что я летаю автобусами. Современное многообразие транспортных средств совсем никак не отразилось на развитии велосипедной отрасли. Удобство, простота, экологичность, а также польза для здоровья являются основными преимуществами этого транспортного средства. Функциональность велосипеда становится все более и более специализированной. Теперь это не просто средство передвижения, но и форма поддержания здоровья и проведения досуга. Мы должны знать, как ездить на велосипеде, знать, что у него есть свои правила, знать, как он приходит в движение, какие знаки подавать руками. Сейчас велосипед – это вещь модная, а не просто дешевый предмет ежедневного пользования, который в прошлом можно было купить за 200 юаней. Велосипедная промышленность в Китае начала стремительно развиваться со времен образования КНР. Самый интенсивный рост пришелся на период осуществления политики реформы и открытости. В разное время Китай занимал первое место в мире по объему производства, потребления и экспорта велосипедов. Однако и здесь приходится сталкиваться со многими проблемами. Китай – это царство велосипедов, но еще недостаточно сильное. У нас мало собственных брендов. Нам не хватает собственной технологии производства комплектующих частей, а также не хватает права голоса в контроле над мировой производственной цепочкой и международными стандартами. Болезни для здоровья, экологически чистые – это все преимущества велосипеда, которые отвечают всем требованиям для современной здоровья жизни. Пусть и больше людям полюбят это транспортное естество. Политический кризис в Венесуэле. Мадуро вместе с военными страны прошел маршем по Каракасу. Свечи американской игры. Министр нефти Ирана заявил, что ОПЕК может грозить распад. Мир, труд, май. В путешествия по Китаю в майские праздники отправились около 150 миллионов человек. Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Игоря Злотников. Подтвердить преданность военных. Так Николас Мадуро озаглавил видео, на котором он с представителями вооруженных сил Венесуэлы прошел маршем по Каракасу. После шествия президент еще раз осудил очередную попытку государственного переворота, предпринятую оппозицией. И заявил, благодаря верности армии в этот исторический момент никто так и не смог принести на землю Венесуэлы войну. Заговорщиков нам предстоит отвергнуть и сказать им «нет». Наша армия должна сплотиться под руководством высшей власти, признанной Конституцией и Законом. Наш верховный главнокомандующий Мадуро может быть полностью уверен в вооруженных силах по всей стране. Мы, защитники Боливарианской республики, всегда готовы защищать территорию, суверенитет и независимость нашей Родины. 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ и военных поддержать его операцию «Свобода» и свергнуть президента. Но попытка госпереворота снова не удалась. В четверг венесуэльский суд выдал ордер на арест одного из предполагаемых организаторов – Леопольда Лопеса. В 2015-м он был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за организацию протестов, в ходе которых погибли более 40 человек. А в 2017-м переведен под домашний арест. Во вторник оппозиционеры помогли Лопесу вместе с семьей бежать и скрыться на территории резиденции посла Испании. Официальный Мадрид уже заявил, что выдавать его не собирается. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Майк Помпео могут провести переговоры в ближайшее время в Финляндии. Этого не исключают в российском МИДе. Стороны намерены обсудить ситуацию в Венесуэле. Встреча может состояться в ходе заседания Арктического совета 6-7 мая в городе Руваньеми. Ранее представитель Госдепа заявил, что американская сторона рассчитывает на переговоры Лаврова и Помпео. Российский министр накануне заявил, что совместить позиции России и США по Венесуэле на данный момент невозможно, но Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном. На днях главы МИДа и Госдепа обсудили события в Боливарианской республике по телефону. Агрессивные шаги против Карака с очреватой тяжелыми последствиями, заявил в беседе Сергей Лавров. Помпео уже отметил, что Вашингтон будет готов к военному вмешательству в ситуацию в латиноамериканской стране, если посчитает это необходимым. Быть или не быть ОПЕК, министр нефти Ирана заявил, что объединению может грозить распад, если его члены будут предпринимать односторонние действия против Тегерана. Слова могут, в частности, относиться к Саудовской Аравии, которая приветствовала решение США по антииранским санкциям. Напомню, после 2 мая Вашингтон не стал продлевать исключения для ряда стран, закупающих иранскую нефть, чтобы положить конец ее поставкам в мире. Реакция рынков и не только в следующем материале. Объявив о намерении перекрыть нефтяные экраны Ирана, США заявили, что работают с теми, кто должен будет занять его место в мировом обороте. Это партнеры штатов Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Как будто и нет больше никакого поставщика Ирана. Эксперты высчитывают мощности и потенциал экспортеров ОПЕК без него. Все зависит от того, насколько именно сократится экспорт Ирана. Но если брать по максимуму, речь примерно о 700 тысячах, одном миллионе баррелей в день. Теперь о странах, которые их возместят. В первую очередь, это, конечно, Саудовская Аравия, у которой есть что-то в диапазоне 2 миллионов ежедневной резервной мощности. И Эмираты, примерно с 300 тысячами баррелей. Таким образом, у экспортеров достаточно возможностей компенсировать любые потери от Ирана. Но Иран не единственная проблема. Есть коллапс в Венесуэле, ставящий под угрозу 600 тысяч баррелей в день. Боевые действия в Ливии, где счет идет на миллионы. Если все эти факторы будут действовать одновременно, ситуация на нефтяном рынке будет гораздо сложнее. В последнее время ситуация на нефтяном рынке нестабильная. И помимо антииранских решений, есть и другие факторы, идущие от США. На прошлой неделе Дональд Трамп снова оказал давление на ОПЕК, чтобы те повысили добычу. В самих Штатах наблюдается резкий рост коммерческих запасов. Если вы посмотрите на нефтедобычу Ирана, то недавно она упала на миллион баррелей. Одинаково с экспортом. И цены на нефть поднялись до новых максимумов, достигнув 74 долларов до появления твита Трампа. Поэтому мы считаем, что в значительной степени цены зависят от ситуации с Ираном. Сейчас интерес представляют дальнейшие действия Эр-Рияда, поскольку вообще-то он стоит на согласованном с Россией сокращении поставок ОПЕК. Во вторник Саудовская Аравия объявила, что срок может быть продлен до конца года. Главами Турции тем временем заявил, его страна не может быстро перейти на новое сырье из-за особенностей нефтеперерабатывающих заводов. Вступлением в силу обновленных санкций обеспокоились и в Евросоюзе. ОПЕК же тем временем обещает не допустить энергетического кризиса. Амира Шокинтаева, CGTN. В США 2 мая вступил в силу раздел 3 закона Хелмса Бертона. Соответствующее распоряжение подписал президент Дональд Трамп. Американские граждане, у которых была собственность на Кубе до революции 1959 года, теперь могут подавать в суд на ее нынешних владельцев. Комментируя меры Вашингтона, председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас Канель заявил, что его страна не признает законы, выходящие за рамки ее конституции. Глава кубинского МИДа Бруно Родригес назвал в своем твиттере раздел 3 закона Хелмса Бертона «Нарушение международного права, правил торговли и агрессии против суверенитета Кубы». Негативную реакцию американские меры вызвали и у европейских стран, крупнейших инвесторов в экономику Кубы. «Вступление в силу раздела 3 закона Хелмса Бертона вызывает ненужную напряженность и подрывает доверие в отношениях Евросоюза и США», говорится в официальном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Маггерини. Она выразила сожаление в связи с тем, что Трамп забыл об обязательствах Соединенных Штатов не препятствовать экономическим контактам своих европейских союзников. ЕС будет использовать все соответствующие меры для ликвидации последствий действия закона Хелмса Бертона. заявила Маггерини. «Из общего у России и Украины только госграница». С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на реплику главы России Владимира Путина о том, что у них много общего. К такому положению, по словам Зеленского, привели аннексия Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе. Он подчеркнул, что Москва должна вернуть Киеву контроль над каждым миллиметром украинской земли. И только тогда две страны смогут продолжить поиски общего. Пока же их отношения точно нельзя назвать братскими. Лидер Украины заметил, что запреты экспорта нефтепродуктов, задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе и решение выдать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР ни на йоту не способствуют налаживанию диалога. Напомню, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецка и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке. Зеленский в ответ посоветовал не соблазнять граждан Украины паспортами России. Он сообщил, что готов к переговорам с Россией, но не на языке угроз военного и экономического давления. Украина примет весеннюю сессию парламентской ассамблеи НАТО. Она пройдет в Киеве с 22 по 25 мая 2020 года. Соответствующее постановление подписал спикер украинского парламента Андрей Порубий. В документе говорится о создании оргкомитета мероприятия. Он должен в двухнедельный срок утвердить план подготовительных мероприятий. Месяцем ранее постановление о проведении сессии поддержали в Верховной Раде. Заявку Украины на прием мероприятия в Альянсе одобрили в апреле 2017. Напомню, парламентская ассамблея НАТО основана в 1955. Это консультативный межпарламентский орган стран-членов блока. Его сессии проводятся два раза в год в разных странах. Украина не входит в НАТО, но участвует в его программе «Партнерство ради мира». В феврале украинский парламент закрепил в Конституции курс страны на вступление в Альянс. «Партнерство ради мира» Первомайский туристический бум. В праздничные дни значительно вырос турпоток через границу Китая с Россией и Китая с Казахстаном. Среднесуточный турпоток через пункт пропуска Суэфэньхэ достиг почти 3,5 тысяч человек. Это примерно на 30% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Контрольно-пропускные пункты на границе Китая и России открыли дополнительные проходы. Таможенное оформление каждый турист теперь проходит всего за 30 минут. Также в первый день каникул почти 20 тысяч человек побывали в Международном центре сотрудничества «Харгос» на границе Китая и Казахстана. Чаще всего туристы покупают бытовые товары, одежду, меховые изделия и электронику. Отмечу, что по прогнозу за первомайские каникулы китайские туристы совершат 150 миллионов поездок. Выходные по случаю 1 мая в Китае продлятся до субботы включительно. По предварительным подсчетам Министерства культуры и туризма в путешествия по стране в эти дни отправились 150 миллионов человек, причем большая часть предпочла семейные поездки на не очень большие расстояния. В популярных туристических местах побывали и наши корреспонденты. Захватывающая история про царя-обезьян в китайском Таншане. Праздники стали поводом погрузиться в древнее искусство. К 1 мая приурочили открытие нового развлекательного комплекса с театром теней. Причем здесь каждый может стать не только зрителем, но и актером. Это так здорово. Я раньше видел такие представления, но чтобы самому управлять куклами, это впервые. Главная наша цель – заинтересовать молодое поколение. Только так можно сохранить традиции. Культурное просвещение в эти дни стало одним из массовых трендов в Шанхае. Огромный наплыв в музеи. Только Шанхайский музей естественной истории за 1 мая посетили 17 тысяч человек. Примерно в 7 раз больше, чем обычно. И это несмотря на то, что бронировать билеты в праздники нужно заранее. Посетители говорят, что коллекция из более чем 290 тысяч экземпляров действительно поражает. Мы приехали из провинции Цзанцу. У нас там нет таких музеев. Хотели, чтобы ребенок увидел что-то новое. Но, честно говоря, мы и сами под впечатлением. Взрослым тут тоже есть на что посмотреть. Стоять ближе к природе можно в Синьдяне. В пустыне Кумутагэ разбили целый песчаный городок. Сюда приезжают в основном семьи с детьми для спокойного отдыха. Мне нравится ноги в песок закапывать и с горы по песку кататься. Но есть здесь и развлечения для любителей острых ощущений. Ралли по пустыне организовывают ежегодно. В этот раз в нем принимают участие около тысячи гонщиков. Это идеальное место для тех, кто любит песчаные горы. Песок здесь мелкий, очень чистый, но ландшафт довольно сложный. Требует определенной подготовки. Это направление становится все более популярным. По данным местного туристического бюро, только за 1 мая Кумутагэ посетили более 15 тысяч человек. В годовом исчислении показатель вырос аж на 70%. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за событиями вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com У меня на этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 которые провели здесь зиму, улетают обратно на север, и среди них дикие маньчжурские журавли. Они не вернутся до осени. Теперь в заповеднике можно будет увидеть только неперелетных птиц и журавлей, выведенных человеком. Апрель – самое напряженное время года в центре разведения журавлей природного заповедника Янчан. Каждый год здесь проводится искусственная инкубация около 30 яиц маньчжурского журавля. Маньчжурский журавль находится под угрозой полного исчезновения. В настоящее время во всем мире сохранилось менее 2400 особей. В связи с этим каждое яйцо драгоценно и может повлиять на судьбу всего вида. Искусственная инкубация журавлей является проблемой мирового масштаба. Работникам Национального природного заповедника Янчан понадобилось 14 лет, чтобы начать искусственное разведение этих птиц, и еще 12 лет, чтобы вырастить 80 журавлей. Чэнь Гу Юань занимается разведением маньчжурских журавлей. Первый маньчжурский журавль, выращенный здесь, появился на свет благодаря его усилиям. Чэнь Гу Юань заранее приходит в инкубаторий, и хотя здесь полный порядок, он еще раз проверяет все оборудование. Яйца, предназначенные для искусственной инкубации, собирают здесь, в так называемом журавлином раю. Это огромное огороженное пространство с вольерами, где обитают маньчжурские журавли, искусственно выведенные в заповеднике. Площадь этого поля около 10 гектаров, что равняется 10 футбольным полям. Взрослые журавли, выращенные в питомнике природного заповедника Янчан, летают по расписанию, установленному сотрудниками. Это помогает маньчжурским журавлям поддерживать хорошую форму и способствует откладыванию более здоровых яиц. КОНЕЦ Санка маньчжурского журавля откладывает яйца раз в год. Как правило, в гнезде два яйца. Если яйца пропадут или разобьются, маньчжурские журавли будут снова спариваться и откладывать яйца. Японские ученые обнаружили это явление еще в 60-е годы прошлого столетия. С тех самых пор специалисты не оставляли попыток искусственного выведения маньчжурских журавлей, чтобы с помощью человеческой изобретательности спасти этот вид от вымирания. После того, как птицы в журавлином раю откладывают яйца, птицеводы собирают их. Это заставляет журавлей вновь спариваться и откладывать новые яйца. Однажды таким способом специалистам по разведению маньчжурских журавлей удалось за год получить 9 яиц от одной самки. После многолетних усилий объем искусственной инкубации в заповеднике Янчен вырос с двух яиц в 1986 году до сегодняшних масштабов. Хотя журавлей содержатся в вольерах, их популяция постоянно растет. Полная загрузка инкубатора заповедника – 2400 яиц. Но даже в разгар сезона здесь никогда не бывает больше 50 яиц. Колебания температуры держатся в пределах десятых долей градуса. Такую устойчивую температуру не может обеспечить даже самка журавля. Инкубатор контролируется компьютером, а компьютерная система связана с мобильными телефонами сотрудников. Это позволяет им мгновенно реагировать на любые проблемы, возникающие в инкубаторе. После долгой и сложной подготовки яйца, наконец, помещают в инкубатор. Следующее поколение журавлей начнет жизнь в этой рукотворной и безопасной среде, где все тщательно контролируется. Национальный природный заповедник Янчан – не только важный центр искусственного разведения маньчжурских журавлей, но и единственное место в Китае, где зимуют дикие маньчжурские журавли. В зимнее время температура здесь опускается до нуля градусов, но заболоченные угодья не замерзают, создавая идеальные условия для того, чтобы журавли могли добывать себе пищу. Каждую осень сюда прилетают стаи журавлей. Это самое живописное и чарующее время года в заповеднике Янчан. Дикий маньчжурский журавль встречается лишь в трех регионах Восточной Азии – в Сибири, Китае и Японии. В Китае дикие маньчжурские журавли прилетают на водно-болотные угодья заповедника Янчан в конце октября, а в начале марта улетают обратно в Джалун, в провинции Хэлудзян. Природный заповедник Джалун расположен в двух с половиной тысячах километров к северу от заповедника Янчан. Более 12 тысяч лет назад в этой местности с северо-востока на северо-запад протекала река Уйюэр. С понижением рельефа местности река вышла из берегов и со временем образовала крупнейшие водно-болотные угодья Джалун. В апреле в национальном заповеднике Янчан весна в полном разгаре, а заповедник Джалун до сих пор выглядит заброшенным в ожидании перелетных птиц. В заповеднике Джалун манчжурский журавль является самой редкой и, конечно, самой загадочной из всех птиц. КОНЕЦ Всего лишь около трехсот манчжурских журавлей прилетает в Джалун каждый год, чтобы спариваться, откладывать яйца и высиживать птенцов. КОНЕЦ КОНЕЦ Среди них и эта супружеская пара диких журавлей. В заповеднике Янчан только что приступили к искусственной инкубации. Наша самка тоже отложила свои первые в этом году яйца. В южном и северном Китае новая жизнь зарождается одновременно. Дикие журавли облюбовали заповедник Джалун из-за его обширных водно-болотных угодий. Весной дикие манчжурские журавли обзаводятся семьей. Но, несмотря на наступившую весну, Джалун до сих пор выглядит по-зимнему. Большая часть тростника скошена, и на фоне приглушенных тонов заповедника ярким пятном выделяется черно-белый журавль с красной короной на голове. Для высиживания яиц большинство птиц выбирают укромные места. И наши супруги не исключение. Журавли всегда устраивают свои гнезда глубоко в зарослях тростника. Пышные заросли служат им укрытием. Но сейчас, когда тростника нет, опасность подстерегает их на каждом шагу. Супруги высиживают яйца поочередно, сменяясь каждые четыре часа. Пока один из супругов высиживает яйца, другой отправляется на поиски пищи. Но не отлучается слишком далеко на случай, если возникает неожиданная угроза для гнезда. Инкубационный период яиц журавля длится от 31 до 33 дней. А это значит, что супругам в течение месяца придется оставаться на одном и том же месте. Для журавлей это самый опасный период в году. К тому же их больше не защищают заросли тростника. Первый птенец журавля вылупился из яйца. У каждого птенца свой отдельный бокс. Лампочка наверху подсушивает воздух и поддерживает тепло. Новорожденные птенцы не переносят влажность и холод. Им бы родиться в Джулуне, где климат более сухой, а здесь, в Янчене, влажный климат может их погубить. В середине апреля температура воздуха в Янчене начинает быстро расти. Прилив приносит на болотистые земли обильные запасы пищи. Белые цапли, обитающие в заповеднике, совсем не прочь полакомиться такой вкусной едой. Каждый день птенцы журавля просыпаются в половине шестого утра. Благодаря хорошей пищеварительной системе у них всегда отличный аппетит. Чэнь Гуюань рано утром отправляется на рынок, чтобы купить им на завтрак свежую рыбу. В мае в районе Дзянхуай наступает сезон дождей. Это станет огромным испытанием для новорожденных журавлей. Им больше всего подходит сухой климат северо-восточного Китая, но здесь они испытывают трудности из-за высокой влажности и слабой сопротивляемости бактериям. Сотрудники заповедника надеются, что все птенцы журавля благополучно вылупятся и смогут пережить этот критический период. В мае, когда в Янчене влажность воздуха повышается, на водноболотных угодьях Джалуна внезапно поднимается сильный ветер. Мощный поток холодного воздуха из Сибири в одночасье приводит только что восстановившиеся после зимы Джалун в состояние полного смятения. От этого холодного ветра каждый укрывается где может. Только маньчжурский журавль вынужден переносить непогоду в своем гнезде. Яйца журавля находятся в безопасности, так как его перья надежно предохраняют их от холода. Под перьевым покровом журавля тепло его тела передается яйцу, и благодаря этому яйца находятся в своеобразном естественном инкубаторе. Стая журавлей-подростков собирается неподалеку от гнезда наших супругов. Когда маньчжурскому журавлю исполняется один год, он покидает своих родителей и начинает жить журавлями своего возраста. Когда пара маньчжурских журавлей начинает высиживать яйца, они всегда обозначают территорию вокруг гнезда, чтобы держать врагов на расстоянии, включая своих соплеменников. В процессе поиска пищи самец почувствовал, что его территория подверглась опасности. Он немедленно возвращается к своей самке, и супруги совместно дают отпор врагу. Хотя эти молодые журавли не достигли полной зрелости, их очень много. Пара издает предупреждающий сигнал, чтобы отогнать пришельцев. И если это не поможет, то журавли немедленно атакуют молодняк. Элегантный на вид маньчжурский журавль беспощаден в бою. Клюв, крылья и когти – все идет в ход. После нескольких стычек в воздухе молодые журавли ретируются. Недовольная курлыканье журавлиной пары означает, что они до сих пор возмущены. Супруги вместе защищали свою территорию и слишком надолго покинули гнездо. Холодная погода на болотистых землях провинции Хэйлундян может очень быстро отобрать тепло у яиц, что очень опасно для эмбрионов. Поэтому родители не могут сейчас определить, живо ли их будущее потомство. Чтобы узнать ответ, им придется ждать до конца инкубационного периода. Тем временем у птенца в питомнике заповедника Энчен пропал аппетит, и он отказывается принимать пищу. В этом возрасте птенцы отличаются непомерным аппетитом, поглощая все без разбора и даже иногда набирая лишний вес. Но сейчас работники питомника обеспокоены, все ли в порядке с малышом. Из-за того, что у птенцов пропадает аппетит, они выглядят подавленными и даже не в силах сохранять равновесие. Им явно не по себе. Состояние птенцов стремительно ухудшается. Они отказываются даже от воды, а это уже признак реальной угрозы для их жизни. Маньчжурский журавль как вид начал свою эволюцию от ихтиорниса 60 миллионов лет назад. Из 15 существующих в мире видов журавлей, маньчжурский журавль самый малочисленный. Когда-то эти журавли были распространены по всему миру, но их количество постоянно сокращалось, и теперь их можно найти лишь в Северной и Восточной Азии. Сокращение численности маньчжурских журавлей, помимо низкой рождаемости, также связано с повсеместным сокращением водно-болотных угодий, их любимой среды обитания. На рассвете Чэнь Гуюань направляется в центральную зону заповедника, чтобы наловить раков. Раки появились здесь сравнительно недавно, в 70-е годы прошлого столетия. Чэнь давно заметил, что маньчжурские журавли с удовольствием едят раков. Центральная часть заповедника расположена вдали от городских поселений, поэтому раки ничем не загрязнены и совершенно безопасны для журавлей. Чэнь надеется, что мясо раков пробудет в птенцах аппетит, и они опять начнут есть. А в это время в инкубаторе появилось еще два яйца, у которых вот-вот треснет скорлупа. Птенец внутри одного из яиц начинает тихонько постукивать клювом по стенке скорлупы. Для птенца тонкая скорлупа яйца все равно, что толстенная стена. Малышу потребуется 36 часов, чтобы сделать одно маленькое отверстие. Птенец совершенно обессилен, и теперь ему нужно 20 часов на отдых. Набравшись сил, он продолжит свою работу. Весь процесс занимает около 60 часов. Пока наш птенец отдыхает в своей скорлупе, состояние других птенцов в инкубатории неожиданно резко ухудшается. Сотрудники начинают подозревать, что какие-то ранее невиданные в янчене бактерии вызывают у птенцов паралич. А это для них смертельно. Птенец в инкубаторе снова принялся за работу. Его клюв уже достаточно окреп и затвердел. И птенец полон решимости вырваться на свободу. До того, как яичная скорлупа треснет, эмбрион питается воздухом, который содержится в воздушной камере яйца. Сейчас, когда яйцо расколото, в него поступает свежий воздух, который дает малышу новый прилив энергии. Теперь он готов совершить финальный рывок. Солнце взошло, но больные птенцы продолжают умирать. Чень Гаюань и его коллеги совершенно беспомощны. Они с грустью смотрят, как умирают птенцы, но ничего не могут поделать. В инкубаторе скоро вылупится чайник. Очередная партия птенцов. Эксперты природного заповедника Энчен пытаются найти причину заболевания методом исключения. Для этого они берут у взрослых журавлей кровь и отправляют ее в лабораторию. Чень Гаюань везет тельца мертвых птенцов, а также образцы крови взрослых журавлей, в университет Янчжоу, что в 300 километрах от заповедника. Лаборатория профилактической ветеринарной медицины университета Янчжоу является одной из ведущих в Китае. Здесь специализируются на профилактике заболеваний пернатых. Почти все проекты этой лаборатории являются национальными проектами, а ее исследования в области эпидемиологии домашней птицы достигли больших успехов. Поэтому Чень очень надеется, что именно здесь смогут определить причину смертельного заболевания. А в это время в заповеднике Джалун процесс высиживания яиц подошел к концу. Но, к сожалению, ни один птенец не проклюнулся. Видимо, вот так холодный сибирский ветер и забрал жизнь этих эмбрионов. Наша пара вынуждена покинуть гнездо. Однако у них остается еще одна возможность спаривания, чтобы отложить яйца и вывести птенцов. Но сейчас уже май, и супруги должны успеть вывести потомство до сезона дождей, который начинается в середине июня. В небе слышны далекие раскаты грома. А это значит, что лето не за горами. В инкубаторе питомника в заповеднике Анчен еще один птенец вот-вот появится на свет. При помощи крыльев и клюва он отчаянно пытается освободиться от оков. В национальном заповеднике Анчен родился еще один маньчжурский журавль. Но это произошло в разгар эпидемии, и птенцу предстоит тяжелое испытание. Выживет ли он? В природном заповеднике Анчен продолжается отчаянная борьба за жизнь. А дикие журавли в заповеднике Джалун готовятся к новым сложным испытаниям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В центральной зоне заповедника была создана изолированная зона. Этот давно заброшенный склад был переделан во временный инкубационный центр. Чтобы уничтожить малейший источник заражения, здесь проводят дезинфекцию. Образцы тканей зараженных журавлей отправляют в университет Янчжоу на исследование. Сотрудники питомника изолировали птенцов, теперь им остается только ждать результатов. Манчжурский журавль может самостоятельно стоять уже через 10 часов после появления на свет. Когда птенцы достаточно окрепнут, их переведут в изолятор, чтобы свести к минимуму пребывание в зараженной зоне. Изолятор становится их временным домом. Сейчас июнь, и по сравнению с весной, водноболотные угодья Национального природного заповедника Джалун выглядят совсем по-другому. Тростник вытянулся больше, чем на метр, а вода поднялась на полметра. Широкие реки, многочисленные болота и разнообразие флоры и фауны делают заповедник Джалун настоящим раем на земле, куда человеку вход воспрещен. В этом уникальном месте обитает 21 вид различных животных, 40 видов рыб и более 260 видов птиц. Парочка журавлей, потерявшая яйца, сейчас высиживает новых птенцов. Это их последний шанс в этом году. Птенцы должны успеть вылупиться до наступления сезона дождей, когда прибывающая вода может разрушить их гнездо. У маньчжурских журавлей период размножения заканчивается с наступлением дождей. Маньчжурский журавль гораздо более требователен к окружающей среде, чем все остальные виды птиц, обитающие на заболоченных землях. Малейшее загрязнение воды, воздуха или пищи может губительно сказаться на их популяции. Присутствие маньчжурских журавлей – хороший показатель чистоты окружающей среды. Их еще называют зонтичным видом, потому что своим присутствием они косвенно защищают другие виды птиц и животных на своей территории. Только заповедники Джалун провинции Хэйлудзян и Янчен провинции Тянсу соответствуют требованиям маньчжурских журавлей. Продолжение следует... Продолжение следует... Заповедник провинции Хэйлудзян, Джалун состоит из двух частей – дикие водноболотные угодья и зоны для туристов. Условно маньчжурских журавлей, обитающих в заповеднике, можно поделить на три группы. Первая группа – это журавли, выращенные человеком. Они полудикие и живут в тростниках. К людям они относятся благосклонно, но между ними непростые отношения. Вторая группа – дикие журавли. Они прячутся глубоко в зарослях тростника, и их редко кому удается увидеть. Эти журавли даже близко не подпускают к себе людей. Журавли, обитающие в зоне для туристов, полностью зависят от воли человека. Они едят в установленное время, летают в установленное время и являются людям тоже в установленное время. В середине июня в Джалуне наступает сезон дождей. В этот период здесь выпадает 70% годовых осадков. Уровень воды неуклонно повышается, и на заболоченных землях наступает настоящее половодие. Субтитры делал DimaTorzok У журавлиной семьи яйца пока не проклёнулись. Прибывающая вода превратила их гнездо в изолированный островок. Но настоящие ливни ещё впереди. Тростники достаточно высокие, чтобы скрыть гнездо. Но это не может защитить его от наступающей воды и возможной угрозы с воздуха. Время от времени молодые журавли вторгаются на территорию семьи в поисках пищи. В заповеднике Джалун ветрено и дождливо, но в изоляторе тишина и покой. Двери надёжно защищают от плохой погоды. Но опасность для птенцов ещё не миновала. Птенцы, которые сейчас находятся в изоляторе, появились на свет 25 дней назад. И до сих пор абсолютно здоровы. Месяц назад 16 птенцов заболели на 10 или 12 день после вылупливания и вскоре умерли. А этим птенцам, похоже, удалось пережить критический момент. В дикой природе они бы уже резвились на воле, в мягком иле среди тростниковых зарослей, вместо того, чтобы стоять здесь на мелком песке. Они бы пили воду из естественных водоёмов вместо жестяных мисок. Тем не менее, изоляция оказалась эффективной. Птенцам Сотрудники заповедника Решают, что птенцам пора возвращаться в инкубаторий питомника, где они появились на свет. Он был тщательно продезинфицирован к их прибытию. Для птенцов устроили вольер на открытом воздухе, накрытый двумя слоями противомоскитной сетки. Хотя здесь и душновато, сетка не пропускает москитов и других насекомых. Сейчас полдень, и для птенцов пришло время немного вздремнуть. В лаборатории университета Янчжоу до сих пор не определили причину смерти 16 птенцов. Необходимо знать причину болезни, чтобы суметь выработать эффективные методы лечения, а также принимать превентивные меры. Это крайне важно не только для будущего этих новорождённых птенцов, но и для всей программы искусственного разведения маньчжурского журавля в Китае в целом. Наступил июль, и дожди усилились. Когда дождь прекращается, в небе появляется чудесная радуга. Первый птенец в семье наших журавлей рождается в преддверии бури, а скорый второй вырвется из своей скорлупы. Птенец делает свои первые шаги. Ему предстоит долгий путь, чтобы стать взрослым маньчжурским журавлём. Новорождённый маньчжурский журавль весит около 150 граммов, что равно весу одного яблока. Через три дня его вес составит 180 граммов. Через четыре месяца птенцы уже научатся летать. Вскоре после этого они смогут присоединиться к родителям и пролететь 2500 километров, чтобы провести свою первую зиму в заповеднике Янчен. На следующий год, когда молодые журавли вернутся в Джалун, они оставят своих родителей и начнут жить самостоятельно. Неожиданно стайка молодых журавлей вновь вырывается на семейную территорию. Сотружеская пара яростно защищает своего птенца. Но в пылу драки мать случайно наступает ему на шею. Через десять часов после рождения первого птенца второй птенец наших супругов выбирается из скорлупы. Первому птенцу очень повезло. Он выжил после того, как его чуть не затоптала собственная мать. Но он все еще не может нормально дышать и держать баланс из-за слишком долгого удушья. Лапа взрослой самки непомерно велика для малыша. Птенец пережил свое первое испытание, но дожить до зрелых лет ему будет нелегко. Самец покидает гнездо. А это значит, что период гнездования закончился. Супруги наконец стали родителями, и теперь все свое время они посвятят воспитанию птенцов. Продолжение следует... Опасность заболевания миновала, но тут же возникает новая проблема. Родился птенец с деформированными лапками. Он быстро набирает вес, но скоро ножки уже не смогут поддерживать его. И он, возможно, будет парализован. Птенец не знает о своей болезни, поэтому он такой беззаботный. Это явление довольно редкое для маньчжурского журавля. За последние 20 лет в этом заповеднике отмечено всего 4 таких случая. Сотрудники питомника придумали отличный способ, как справиться с этой проблемой. Они используют стержни перьев взрослых журавлей, чтобы зафиксировать пальцы и облегчить боль. Очевидно, что птенец не может сразу привыкнуть к повязке на ноге. Похоже, он начинает понимать, что он не такой, как все, и чувствует себя немного одиноким. Птенец, на которого случайно наступила его собственная мать, умер. Родители выражают свое печальное настроение криком, который медленно исчезает в море камышей. Редактор субтитров А.Семкин В сентябре температура воздуха понижается, и лето постепенно покидает заповедник Янчен. Птенцы подросли. Хотя им всего 3 месяца отроду, их рост уже составляет 1 метр 40 сантиметров, а весят они около 20 килограммов. Их тела уже очень похожи на взрослых журавлей. Но оперение желтого цвета и отсутствие на голове красной короны выдает в них птенцов. Сегодня, в это сентябрьское утро, у сотрудников Центра разведения журавлей приподнятое настроение. Они занимаются кольцеванием молодых журавлей для их идентификации. Кольцевание – поворотный момент в жизни журавлей. Эти кольца будут сопровождать их на протяжении всей жизни и помогут опознать каждого журавля, где бы он ни находился. Журавлям пора перебираться в открытые вольеры тренировочной базы, где они начали свой жизненный путь. Это воистину рай для журавлей, но новая окружающая среда намного сложнее, чем так, к которой журавли привыкли в инкубатуре. Со своими болотами и водоемами территория тренировочной базы ничем не отличается от водноболотных угодий вокруг. После того, как вольеры продезинфицируют, сотрудники больше не потревожат журавлей. И теперь они будут жить в условиях, максимально приближенных к дикой природе. Журавлям всего три месяца, но за это время их уже неоднократно перевозили. Сначала яйца переместили из журавлиного рая в инкубатор питомника, потом птенцов перевезли в зону изоляции, а затем обратно в питомник. Теперь они снова возвращаются в журавлиный рай. Остается надеяться, что этих выращенных человеком журавлей примут их дикие собратья. Любое изменение в жизни журавлей представляет для них большое потрясение. Им никогда раньше не приходилось видеть такие обширные территории и широкие водные просторы. Здесь созданы точно такие же условия, как в дикой природе, что должно помочь журавлям привыкнуть к жизни на воле. Они с любопытством присматриваются к новой обстановке. Ловля живой рыбы является их новым обязательным предметом. Сентябрь. И маньчжурские журавли, выращенные в туристической зоне природного заповедника Джалун, закончили линьку. Взрослые журавли линяют два раза в год. Весной и зимой. Сегодня ночью пышную растительность водно-болотных угодий может покрыть снег. Как правило, журавли линяют, чтобы подготовиться к миграции. Хотя выращенные человеком журавлей ведут оседлый образ жизни, тем не менее, природный механизм, заложенный в них, готовит их к путешествию. В зарослях тростника только один из двух новорожденных журавлей выжил. Он вырос. Ему тоже три месяца, как и другим молодым журавлям. У него желтое оперение и на голове пока нет красной короны. Точно так же, как и у молодых журавлей в заповеднике Янчен. Хотя Джалун и Янчен находятся на большом расстоянии друг от друга, птенцы в обоих заповедниках столкнулись с похожими трудностями и кризисными ситуациями и сумели их преодолеть. Тенец начинает самостоятельно добывать себе пищу. На следующий год, в это же время, журавль будет уже полностью самостоятелен. Молодым журавлям в заповеднике Янчен исполнилось четыре месяца, и они учатся летать. Большую часть времени журавли проводят на болотах, но во время ежегодной миграции им приходится преодолевать расстояние в пять тысяч километров, так что умение летать для них жизненная необходимость. Диких журавлей ставят на крыло их родители, а журавлям, выращенным в неволе, помогают учиться летать люди. Наконец, все молодые маньчжурские журавли, включая птенца с деформированными пальцами, научились летать. Он и другие птицы вместе преодолели все возникшие трудности. Субтитры создавал DimaTorzok В начале ноября в заповедник Янчен прилетает много перелетных птиц, чтобы провести здесь зиму. Около трехсот диких журавлей из Джолуна после утомительного тридцатидневного перелета также прибыли в Янчен. Кто знает, может быть и наша супружеская пара, и их птенец тоже среди этих журавлей. Через четыре месяца они вернутся в Джолун, чтобы снова спариваться, высиживать яйца и воспитывать новое поколение. Миграционные привычки маньчжурских журавлей формировались под воздействием глобальных климатических изменений, происходивших в течение миллионов лет. Каждый перелет журавля на место зимовки обратно домой знаменует собой новый виток жизненного цикла. Программа по искусственному разведению маньчжурских журавлей необходима для сохранения этого ценного вида, и ее, безусловно, нужно продолжать. Но выращивание новых птиц только начало. Обеспечить стабильность популяции маньчжурских журавлей в дикой природе – это другая, не менее важная задача. И дикие, и выращенные человеком маньчжурские журавли крайне важны для будущего этой разновидности птиц. Судьба каждой особи имеет принципиальное значение для судьбы всего вида. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 我在这里工作了三年,这是我逼近的路. 我每天早晨都是飘飘亮亮的来, 但是我出来的时候,我全身都是黑的, 我除了牙齿和眼睛以外,我都是黑的. 你们现在可以去看看我里边的工作. В это непростое время Ирина стала обычным работником на металлургическом заводе. В ее понимании она в первую очередь была не русской девушкой, а китайской женой, и здесь был ее дом. Точно не смешно. Не возможно, это не возможно. Но годы из-мой но еще не так. Я не стал до конца. В эту книгу из Мала, я появился в Малах. Вечерина, я не стал эксперимен. Главный мозг. Главный мозг. Главный мозг. Главный мозг. Это очень разогреваемый. Это просто побор expletive. Это очень разогревающее. Сейчас сейчас выглядит совсем так. Голоса. Ты должен сделать что-то? Делать. 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 Да? Все это делаю? Да. Тебе нужно снять. Ты можешь сделать? Смотрим. Могу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ли Шуфань прожила здесь несколько десятилетий ДимаTorzok 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 В этом году мы всегда всегда есть хорошие друзья. Мы не путем тренировки. Только мы продолжаем. Что-то произошло. Мы всегда продолжаем. Действительно. После того, как мы сейчас живём, мы очень хорошие друзьями. В последние годы, мы все понимали мы. В нашей жизни и работе, мы работаем очень счастливее. Доброе утро! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ирина Яковлевна занимается танцем и пением, и в этом плане ничем не отличается от китайских пенсионеров. В 2001 году она в результате несчастного случая сломала левую ногу, после чего перенесла две операции. Все волновались, как это скажется, на здоровье 75-летней женщины. Однако спустя год она чудесным образом восстановилась, и эта тяга к жизни и уверенность в своих силах заставила ее по-другому взглянуть на свое будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще-то русские девушки все умеют шить, все умеют себе платье шить. Раньше мы всегда сами шили платье. Эта машина у меня уже 30 лет. Она уже старенькая, у нее зубы уже упали. А я ее бросать желаю, в общем, жалко мне бросить ее. Она пользуется ей, ладно. Не обязательно красивая. Сейчас очень красивые машины, швейные машины всякие, а эта старенькая, для меня удобно. А вот эти костюмы, переделываю. Ну, друзья, вместе выступаем, все. А если они попросят меня, я им помогу. И все. А сейчас ее можно купить. Но главное дело, я все равно сама люблю шить на себя. Потому что я не должна быть мягкой. Я должна быть крепкой. Я должна пережить это все. Уханьская металлургическая компания «Виско», основанная 60 лет назад, превратилась в талелитейное предприятие, которое способно выдержать конкуренцию на мировом рынке. Благодаря своему колоссальному вкладу в развитие компании в 2015 году Ирина Яковлевна была удостоена звания «Человек-года в Ухане», что свидетельствует о том, что Ухань никогда не забывала об этой женщине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 на эти свой уникальный образ и стили. Вот, сегодняшнее мероприятие у нас такой небольшой мастер-класс и бьюти-экстер на тему дневного макияжа. Мы подумали, что в Пекине очень много девочек, особенно страны СНГ, и всем очень интересная тема макияжа, особенно дневной макияж, это актуально. Это мы делаем каждый день, но нам не хватает знаний, каких-то слишком много видео, слишком много информации в сети, и ты никогда не знаешь, что же на самом деле делать. И Юля именно рассказывает, что подходит на каждый день. Допустим, что бровки были плюс-минус сверху, допустим, чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее, это зависит от вашего настроения. Я чувствую себя гораздо шикарнее, настроение, естественно, улучшилось, потому что, ну, все равно недосып, какие-то стрессы, нервы и так далее, все это сказывается на коже, сказывается на лице, и только макияж, как бы, может дополнить красоту женщины, поэтому, ну, мне очень понравилось. Неважно, студентки мы, или мы работаем, или мы сидим дома, все девушки и женщины хотят быть красивыми и прекрасными. Мы все дамы, и в первую очередь нам нравится-нравится себе. Мы становимся лучше сами, когда мы чувствуем себя комфортно, нося макияж. Мы излучаем позитивную энергию. То есть я считаю, это очень важно. Вот, поэтому все очень легко, если какие-то вопросики у вас будут, вы обязательно мне пишите, если они есть сейчас, задавайте сейчас, я буду рада ответить на ваши вопросы. Вот, в общем, вы крутые, спасибо, что пришли. Прям, на самом деле, я прямо чувствовала вашу энергию, и мне стало гораздо проще работать, что я безумно волновалась. Не пытайтесь себя переделать с помощью макияжа, пытайтесь дополнить вашу красоту, какая вы есть. Именно не перекроить, а улучшить. Да, очень понравилось. Очень полезно. Хочется пойти в магазин и купить очень много космических фраз, да? Я полна в восторге, очень много узнала. И очень мне понравилось, что все кратко и по сути. Очень необходимая информация на каждый день, да. Мы реальные девушки, мы не девушки с подиумов и так далее. Поэтому все, что я рассказываю, мне кажется, пригодится именно в реальной жизни, именно когда вам нужно быстренько накраситься. На самом деле, я получила сумасшедшую энергетику сейчас, когда мы с вами общались. Очень приятно, что мы взаимодействовали, что я не просто стояла, красила, молчала, что вы мне, допустим, задавали вопрос, а вы делились своим опытом. Для меня это очень ценно, делиться своим опытом с вами, а не держать его для себя. Все, все секреты в массе, ничего не прячем от вас. Спасибо вам большое, что пришли. Во время обучения в Китае студенты постигают тонкости китайского языка. Однако сегодня в Пекине состоится акция «Тотальный диктант, посвященная русскому языку». Ксения Королева Ксения Королева – студентка из России. И в Китае она живет уже пять лет. В прошлом году она стала пекинским координатором «Тотального диктанта» – акции, которая ежегодно объединяет за импровизированными партами сотни тысяч людей по всему миру. Подобный диктант, как правило, пишется по произведению известного российского писателя. Русский язык – это наш родной язык. Первый язык, который вообще мы знаем. И мы уже давным-давно закончили школу и столько лет живем за границей, что порой русский язык забывается. Поэтому раз в год писать диктант, по-моему, это прикольно. Этот диктант начинается именно сегодня в час дня. Он проходит во множестве стран в более чем 800 городах мира. И именно сейчас он начался. Думаю, в следующем году мы сможем за него взяться как следует и сделать тест не только, диктант не только для русских, но и отдельное мероприятие для всех иностранцев, которые изучают русский язык. Вы можете идти на диктант, вы можете не ходить на диктант. Это для того, чтобы проверить самого себя, как я уже сказал. И на самом деле это очень интересно. Любите русский язык и не забывайте свою культуру. Даже если вы находитесь за границей и принимаете на себя новую культуру и новый язык, но, мне кажется, корни забывать не надо. Следующее предложение с красной строки. В 1941 году Гитлер решил выморить ленинградца в голодом и стереть город с лица земли. Потому что всегда хотели попробовать написать диктант, а в России как-то не получалось. Попробуем в Китае, значит. И очень интересно посмотреть на свои результаты после того, как ты уже закончил школу и посмотреть, как язык ты можешь использовать. Особенно, когда ты в Китае живешь уже почти целый год и по-русски практически не пишешь. На самом деле нет. Я вообще не готовилась. То есть я хочу проверить свои знания, свои школьные знания, так сказать. И уже потом, если все очень будет плохо или наоборот хорошо уже, внести какие-то изменения. Может быть, повторить русскую грамматику, потому что грамматика и именно пунктуация русского языка очень сложные. Одно из таких мероприятий, которое, можно сказать, объединяет нас, соотечественников, которые проживают в Китае сейчас. Я вообще об этом экзамене узнал от своей жены. Я вообще с женой сюда приехал. Да, данный диктант прилагает не только вспомнить премудрость родного языка его носителя, но также проверить знания великого и могучего всем желающим иностранцам. Как говорится, в здоровом деле здоровый дух. И каждый понедельник студенты собираются на тренировку по кроссфету. Мы с парнями занимаемся 6 раз в неделю. Отдыхаем в воскресенье. Ну вот мы с ребятами как-то еще до этого решили заниматься. Вот занимались, занимались. И в этом семестре решили через остацию российских студентов как бы сделать для всех желающих. И не важно, откуда вы, не важно, на каком языке разговариваете. Главное, чтобы было желание, главное, чтобы было желание изменить себя, сделать себя чуть здоровей, крепче. Ну, если честно, раньше я чувствовал, что Китай не мое. После того, как я вступил в ассоциацию российских студентов, начал заниматься, развиваться, познакомился с ребятами. Мне начало нравиться. Чувствую себя здесь, как дома. То есть это мой дом уже. Это мой второй раз. Врать не буду второй раз, но я хочу больше, 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 потому что сразу же спортом заниматься сложно, поэтому я хочу потихоньку увеличивать количество. Устала, но это такое счастье. Сначала, конечно, сложно, а сейчас нормально. Это мой первый раз. Я просто found это очень интересно, поэтому я решила, чтобы присоединиться. Это все хорошо. Я пришел почти каждый день для тренировки. Я очень люблю. Как вы видите, много людей, поэтому все мотивируют, все помогают. Я не говорю русский, но все очень приятно и пытаются помогать. Это группа effort. Какой команда мы делаем очень хорошо вместе. Сегодня первый раз пришел. Да? Я тоже. Но как чувствуете? Отлично. Хорошая возможность, что есть так. Люди собираются, тренируются. Это здорово. Кто еще будет делать? Да, буду приходить. По возможности, всегда буду заниматься. Я ученый, я ученый. Я из России. Я сам кореец, но родом из России приехал в Китай. И мы начали заниматься здесь кроссфитом с прошлого семестра. Получается, мы только занимались парнями. А в этом семестре нам присоединились девчонки. Их стало уже много. У нас в группе около более 100 человек у нас в группе. И здесь мы можем наслаждаться спортом и общением с разными людьми, потому что люди приходят все разные, с разных стран приходят, с разных университетов. И нам очень здесь интересно. Когда я учился в Деньмао-Тасюе несколько лет назад, во время такого фестиваля культуры на российском стенде стояло два китайских студента. И непонятно было, кто показывает о российской культуре. А сейчас, в настоящее время, наши стенды очень большие, на них всегда очень много народу. И всегда студенты очень активно участвуют в этом мероприятии. Поэтому я хотел бы пожелать всем российским студентам и китайским студентам это иметь цель и обязательно ее добиться. Самое главное. Как видите, у дыгейских студентов насыщенная и разнообразная жизнь. Мы надеемся, что каждый сможет найти себе что-то по душе и сделать свой досуг интересным, творческим и незабываемым. Музыка. 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 Политический кризис в Венесуэле. Мадуро вместе с военными страны прошел маршем по Каракасу. Свечи американской игры. Министр нефти Ирана заявил, что ОПЕК может грозить распад. Мир, труд, май. В путешествия по Китаю в майские праздники отправились около 150 миллионов человек. Здравствуйте. Вы смотрите новости в студии Игоря Злотников. Подтвердить преданность военных. Так Николас Мадуро озаглавил видео, на котором он с представителями вооруженных сил Венесуэлы прошел маршем по Каракасу. После шествия президент еще раз ослудил очередную попытку государственного переворота, предпринятую оппозиции, и заявил, благодаря верности армии в этот исторический момент никто так и не смог принести на землю Венесуэлы войну. Заговорщиков нам предстоит отвергнуть и сказать им «нет». Наша армия должна сплотиться под руководством высшей власти, признанной Конституцией и законом. Наш верховный главнокомандующий Мадуро может быть полностью уверен в вооруженных силах по всей стране. Мы, защитники Боливарианской республики, всегда готовы защищать территорию, суверенитет и независимость нашей Родины. 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал народ и военных поддержать его операцию «Свобода» и свергнуть президента. Но попытка госпереворота снова не удалась. В четверг венесуэльский суд выдал ордер на арест одного из предполагаемых организаторов Леопольда Лопеса. В 2015-м он был приговорен почти к 14 годам тюрьмы за организацию протестов, в ходе которых погибли более 40 человек. А в 2017-м переведен под домашний арест. Во вторник оппозиционеры помогли Лопесу вместе с семьей бежать и скрыться на территории резиденции посла Испании. Официальный Мадрид уже заявил, что выдавать его не собирается. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Майк Помпео могут провести переговоры в ближайшее время в Финляндии. Этого не исключают в российском МИДе. Стороны намерены обсудить ситуацию в Венесуэле. Встреча может состояться в ходе заседания Арктического совета 6-7 мая в городе Руваньеми. Ранее представитель Госдепа заявил, что американская сторона рассчитывает на переговоры Лаврова и Помпео. Российский министр накануне заявил, что совместить позиции России и США по Венесуэле на данный момент невозможно, но Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном. На днях главы МИДа и Госдепа обсудили события в Боливарианской республике по телефону. Агрессивные шаги против Каракаса чреваты тяжелыми последствиями, заявил в беседе Сергей Лавров. Помпео уже отметил, что Вашингтон будет готов к военному вмешательству в ситуацию в латиноамериканской стране, если посчитает это необходимым. Быть или не быть ОПЕК, министр нефти Ирана заявил, что объединению может грозить распад, если его члены будут предпринимать односторонние действия против Тегерана. Слова могут, в частности, относиться к Саудовской Аравии, которая приветствовала решение США по антииранским санкциям. Напомню, после 2 мая Вашингтон не стал продлевать исключения для ряда стран, закупающих иранскую нефть, чтобы положить конец ее поставкам в мире. Реакция рынков и не только в следующем материале. Объявив о намерении перекрыть нефтяные экраны Ирана, США заявили, что работают с теми, кто должен будет занять его место в мировом обороте. Это партнеры штатов Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Как будто и нет больше никакого поставщика Ирана. Эксперты высчитывают мощности и потенциал экспортеров ОПЕК без него. Все зависит от того, насколько именно сократится экспорт Ирана. Но если брать по максимуму, речь примерно о 700 тысячах, одном миллионе баррелей в день. Теперь о странах, которые их возместят. В первую очередь, это, конечно, Саудовская Аравия, у которой есть что-то в диапазоне двух миллионов ежедневной резервной мощности. И Эмираты, примерно с 300 тысячами баррелей. Таким образом, у экспортеров достаточно возможностей компенсировать любые потери от Ирана. Но Иран не единственная проблема. Есть коллапс в Венесуэле, ставящий под угрозу 600 тысяч баррелей в день. Боевые действия в Ливии, где счет идет о миллионы. Если все эти факторы будут действовать одновременно, ситуация на нефтяном рынке будет гораздо сложнее. В последнее время ситуация на нефтяном рынке нестабильная. И помимо антииранских решений, есть и другие факторы, идущие от США. На прошлой неделе Дональд Трамп снова оказал давление на ОПЕК, чтобы те повысили добычу. В самих штатах наблюдается резкий рост коммерческих запасов. Если вы посмотрите на нефтедобычу Ирана, то недавно она упала на миллион баррелей, одинаково с экспортом. И цены на нефть поднялись до новых максимумов, достигнув 74 долларов до появления Твита Трампа. Поэтому мы считаем, что в значительной степени цены зависят от ситуации с Ираном. Сейчас интерес представляют дальнейшие действия Эррияда, поскольку вообще-то он стоит на согласованном с Россией сокращении поставок ОПЕК. Во вторник Саудовская Аравия объявила, что срок может быть продлен до конца года. Главами Турции тем временем заявил, его страна не может быстро перейти на новое сырье из-за особенностей нефтеперерабатывающих заводов. Вступлением в силу обновленных санкций обеспокоились и в Евросоюзе. ОПЕК же тем временем обещает не допустить энергетического кризиса. Амира Шокинтаева, CGTN. В США 2 мая вступил в силу раздел третий закона Хелмса Бертона. Соответствующее распоряжение подписал президент Дональд Трамп. Американские граждане, у которых была собственность на Кубе до революции 1959 года, теперь могут подавать в суд на ее нынешних владельцев. Комментируя меры Вашингтона, председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна не признает законы, выходящие за рамки ее конституции. Глава кубинского МИДа Бруно Родригес назвал в своем твиттере раздел третий закона Хелмса Бертона. Нарушение международного права, правил торговли и агрессии против суверенитета Кубы. Негативную реакцию американские меры вызвали и у европейских стран, крупнейших инвесторов в экономику Кубы. Вступление в силу раздела третьего закона Хелмса Бертона вызывает ненужную напряженность и подрывает доверие в отношениях Евросоюза и США, говорится в официальном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Магерини. Она выразила сожаление в связи с тем, что Трамп забыл об обязательствах Соединенных Штатов не препятствовать экономическим контактам своих европейских союзников. ЕС будет использовать все соответствующие меры для ликвидации последствий действия закона Хелмса Бертона, заявила Магерини. Из общего у России и Украины только госграница. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на реплику главы России Владимира Путина о том, что у них много общего. К такому положению, по словам Зеленского, привели аннексия Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе. Он подчеркнул, что Москва должна вернуть Киеву контроль над каждым миллиметром украинской земли. И только тогда две страны смогут продолжить поиски общего. Пока же их отношения точно нельзя назвать братскими. Лидер Украины заметил, что запрет экспорта нефтепродуктов, задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе и решение выдать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР ни на йоту не способствуют налаживанию диалога. Напомню, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецка и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке. Зеленский в ответ посоветовал не соблазнять граждан Украины паспортами России. Он сообщил, что готов к переговорам с Россией, но не на языке угроз военного и экономического давления. Украина примет весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО. Она пройдет в Киеве с 22 по 25 мая 2020 года. Соответствующее постановление подписал спикер украинского парламента Андрей Порубий. В документе говорится о создании оргкомитета мероприятия. Он должен в двухнедельный срок утвердить план подготовительных мероприятий. Месяцем ранее постановление о проведении сессии поддержали в Верховной Раде. Заявку Украины на прием мероприятия в Альянсе одобрили в апреле 2017-го. Напомню, Парламентская ассамблея НАТО основана в 1955-м. Это консультативный межпарламентский орган стран-членов блока. Его сессии проводятся два раза в год в разных странах. Украина не входит в НАТО, но участвует в его программе «Партнерство ради мира». В феврале украинский парламент закрепил в Конституции курс страны на вступление в Альянс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Первомайский туристический бум. В праздничные дни значительно вырос турпоток через границу Китая с Россией и Китая с Казахстаном. Среднесуточный турпоток через пункт пропуска Суэфэньхэ достиг почти 3,5 тысяч человек. Это примерно на 30% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Контрольно-пропускные пункты на границе Китая и России открыли дополнительные проходы. Таможенное оформление каждый турист теперь проходит всего за 30 минут. Также в первый день каникул почти 20 тысяч человек побывали в Международном центре сотрудничества «Харгос» на границе Китая и Казахстана. Чаще всего туристы покупают бытовые товары, одежду, меховые изделия и электронику. Отмечу, что по прогнозу за первомайские каникулы китайские туристы совершат 150 миллионов поездок. Выходные по случаю 1 мая в Китае продлятся до субботы включительно. По предварительным подсчетам Министерства культуры и туризма в путешествия по стране в эти дни отправились 150 миллионов человек, причем большая часть предпочла семейные поездки на не очень большие расстояния. В популярных туристических местах побывали и наши корреспонденты. Захватывающая история про царя обезьян в китайском Таншане. Праздники стали поводом погрузиться в древнее искусство. К 1 мая приурочили открытие нового развлекательного комплекса с театром теней. Причем здесь каждый может стать не только зрителем, но и актером. Это так здорово. Я раньше видел такие представления, но чтобы самому управлять куклами, это впервые. Главная наша цель – заинтересовать молодое поколение. Только так можно сохранить традиции. Культурное просвещение в эти дни стало одним из массовых трендов. В Шанхае огромный наплыв в музеи. Только Шанхайский музей естественной истории за 1 мая посетили 17 тысяч человек. Примерно в 7 раз больше, чем обычно. И это несмотря на то, что бронировать билеты в праздники нужно заранее. Посетители говорят, что коллекция из более чем 290 тысяч экземпляров действительно поражает. Мы приехали из провинции Цзанцу. У нас там нет таких музеев. Хотели, чтобы ребенок увидел что-то новое. Но, честно говоря, мы и сами под впечатлением. Взрослым тут тоже есть на что посмотреть. Стоять ближе к природе можно в Синьдяне, в пустыне Кумутагэ. Разбили целый песчаный городок. Сюда приезжают в основном семьи с детьми для спокойного отдыха. Мне нравится ноги в песок закапывать и с горы по песку кататься. Но есть здесь и развлечения для любителей острых ощущений. Ралли по пустыне организовывают ежегодно. В этот раз в нем принимают участие около тысячи гонщиков. Это идеальное место для тех, кто любит песчаные горы. Песок здесь мелкий, очень чистый, но ландшафт довольно сложный. Требует определенной подготовки. Это направление становится все более популярным. По данным местного туристического бюро, только за 1 мая Кумутагэ посетили более 15 тысяч человек. В годовом исчислении показатель вырос аж на 70%. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за событиями вы также можете на нашем интернет-сайте russian.sgtn.com У меня на этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Давным-давно была гора. На горе был храм. В храме старый монах рассказывал истории. Что же он рассказывал? Что такое кунг-фу? По легенде, глубоко в горах хранится уникальное учение. Он нашел волшебное оружие, с которым он бродил по миру и боролся за справедливость. получивший расположение всего народа Поднебесной, Шаолин — единственное священное место созерцания и кунг-фу. На протяжении сотен лет кунг-фу передается здесь из поколения в поколение. И восхищает мир своими приемами. Два мира по обе стороны. Три поколения монахов-воинов и у каждого своя мечта. Время идет, преодолевается испытание. Где теперь уникальное учение Шаолиня? Давайте поклонимся перед вратами монастыря и соприкоснемся с легендарным кунг-фу с тысячелетней историей. Ранним утром Ши Янь-Ао, как и обычно, встает в пять и начинает практиковаться. Шаолиньскому монаху-воину Ши Янь-Ао за пятьдесят. Он овладел многочисленными шаолиньскими практиками. Сейчас мы находимся перед монастырем Шаолинь, колыбелью дзен-буддизма и ушу. Здесь вы видите древний храм на известной горе, где живут истинные мастера кунг-фу. На протяжении 1500 лет Шаолинь всегда был легендой кунг-фу для китайцев. Сегодня более трех миллионов туристов ежегодно стекаются сюда с разных уголков планеты. Их цель – увидеть легендарные практики Шаолиня. К сожалению, тех легендарных монахов-отшельников и след простыл. Только когда толпы людей расходятся и закрываются внешние ворота, это место становится истинным монастырем Шаолинь. Идинь-дин – канон изменения мышц и сухожилий. Это высший комплекс, который передается из поколения в поколение на протяжении тысячелетия. Ши Янь-Ао получил задание от монастыря передать душой и словами эти приемы молодым монахам-воинам. Если быть точным, идинь-дин – это комплекс для укрепления внутренних органов. Во время тренировки кунг-фу в Шаолине, если не получается достичь максимума, через изменение мышцы сухожилий прогресс в приемах идет очень быстро. В народе версий укрепления мышцы сухожилий очень много. В Шаолине свой метод тренировок. Очень важен внутренний комплекс. Его передает мастер душой и словами. Он может разом провести энергию идти от акупунктурной точки на ступне прямо до главной жилы. Это выглядит очень просто, и этому легко научиться. Но тренироваться очень сложно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чтобы овладеть кунг-фу, сначала нужно опознать истинный путь. Ши Ян Ао нужно выбрать шесть монахов-воинов из многочисленных монахов. И лично передать им уникальное шаолинское учение и тинь-тинь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Учиться этому может не каждый. После долгих тренировок, через 10 лет, а то и 20, когда человек достигает определенного уровня в ушу, можно постепенно передавать комплекс изменений мышцы сухожилий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Этот метод работает путем внутренних тренировок. Благодаря внутренним тренировкам можно достичь силы первозданного хаоса в кулаках, чтобы у них была пробивная способность. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вкануне и тинь-тинь изменения обозначают преобразование и трансформацию мышц и сухожилий. Практикующие этот метод должны преодолеть физические и моральные границы, изменить мышцы и сухожилия. Под руководством Ши Ян Ао шесть монахов-воинов начали базовые тренировки перед освоением канона и динь-динь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Однако уникальное шаолинское учение – это что-то большее. Кроме преобразования и трансформации, нужно терпеть мощнейшие удары, чтобы натренировать железное тело. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я думаю, когда ты делаешь то, что не может обычный человек, это и есть уникальное учение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Реальные мастера могут покорить противника, не нанося удара. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ши Януа 45 лет. Он тренирует железное тело более 10 лет. Говорят, что эти приемы почти утеряны, и мало кто их практикует. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У меня есть мечта – показать некоторые шаолинские приемы простым людям. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Железное тело – уникальная техника в шаолинском боевом искусстве. В реальности у этой техники нет ахилесовой питы. То есть все важные части тела могут вынести сильные удары. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Живя отшельником в храме Фуэйшань на горе Суншань, Шияну прошел 10 лет секретных тренировок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сегодня он бросит вызов лимитам другой важной части тела. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Горло – это перстневидный хрящ. Его можно разбить одним ударом. Эту боль вынести намного сложнее, чем при ударе по руке или ноге. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чтобы тело стало крепким, нужно наносить более мощные удары. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В мире кунг-фу, ши-ян-у, нет ничего невозможного. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Для укрепления каждой части тела нужны свои способы тренировки. Посредством познания. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Каждый раз, когда ши-ян-у выбивается из сил от тренировок, он отправляется созерцать в тайную комнату, чтобы восстановить силы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Самое сложное в кунг-фу – это успокоиться. Только медитация может помочь успокоиться, помочь осознать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Горло – это особая часть в организме. Ши-ян-у должен проходить особые и даже жестокие тренировки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Этот комплекс кунг-фу называется «Дыхание по черепашьи». Я могу повеситься на веревке и задержать дыхание на 20 минут. Такого уровня можно достичь, лишь доведя до максимума внутренней тренировки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но есть и другая крайне секретная тренировка, которую Ши-ян-у никому не показывает. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Через 300 дней тренировок в затворничестве Ши-ян-у добился успеха. Он намерен выдержать серию ударов 14-ю тополинными палками по горлу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я хочу, чтобы люди знали, что в Шаолине есть настоящее кунг-фу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На протяжении сотен лет Шаолинь извлекает энергию из природных средств для вправления костей и лечения ран. Это другая секретная шаолиньская практика, другое уникальное учение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Аптека Шаолиньского монастыря была создана в конце эпохи дзинь, в начале юань. Традиция производства лекарств насчитывает 800 лет. У нас есть пилюли, порошки, мази, таблетки. Более двух тысяч рецептов. Они передавались из поколения в поколение от монахов-воинов и наставников. Ши Ян Лин надеется, что шаолиньские рецепты смогут быть полезны людям. Но выращивание и сбор лекарственного сырья по-прежнему дается очень трудно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я в восемь утра поднимаюсь в горы. Путь не близкий, дорога сложная. В горы прихожу около десяти. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На ровной местности Ухуапин, гор Суншань, шаолиньская аптека освоила участок земли для выращивания трав, произрастающих на горе Суншань. Монах Ши Ян Бай работает здесь все лето. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это место изначально очень сухое, а в этом году особенно сухо, мало влаги. Это большая проблема. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Многие травы не выживают, а таскать по два ведра воды по километру в гору, чтобы полить их, просто невозможно. Это слишком мало для высоких трав, поэтому в этом году урожай плохой, ничего не поделать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как в кунг-фу важно мастерство, так и в фармацевтике важен сезон. Нужно действовать в подходящее время. У Ши Ян Лине очень строгие требования к сбору каждого растения. В году 24 сезона, в сутках 24 часа. В природе все идет по порядку, все растет в определенное время. Мы должны взять самую эффективную часть в самое эффективное время. Время сбора тоже очень важно. Если его упустить, целебные свойства пропадут. Двенадцатый месяц по лунному календарю – самое занятое время. Аптека должна приготовиться к изготовлению мазей по древним шаолиньским рецептам. Схиза непета, афиопагон, гипсика, жура, зеленого мандарина – по 200 граммов. Глауберова соль, абрикосовое ядро, луносемянник – по 15 граммов. Белый купорос – 25 граммов. Шаолиньские мази делят на большие и маленькие рецепты. В маленьких рецептах содержится 7-8 видов. Мы обычно используем большие рецепты, их более 50 видов. Они выводят холод, снимают боль, удаляют влагу. У них очень широкое применение. Волшебство секретного рецепта заключается в том, что все нужно делать в правильное время, в нужном месте и в гармонии. Здоровье нужно начинать укреплять во время зимнего солнцестояния. В это время энергетическое поле все впитывает, в это время и готовим. Сколько там еще трав? Все бросать? Нет, нет, по очереди, все бросать нельзя. На порог зимы ночь самая длинная, после этого дни становятся длиннее. В 9 утра начинается приготовление лекарств. В приготовлении мази есть свои особенности. Особенно важен ветер, потому что он влияет на огонь. Во время закладывания киновари не должно быть кудахтанья и лая, иначе может быть испорчена аура. Закрой, закрой! Закрывай! Бесполезно. Внезапная вспышка огня превратила в пепел целый котел лекарств. Даже при тщательной подготовке, в случае малейшей неосторожности, все может быть зря. Успех секретного рецепта часто зависит от одного момента. Так жалко эти травы. Когда огонь разгорелся, я понял, что это конец. Настроение очень плохое. Так как в этом году вся работа пошла прахом, придется ждать до следующего зимнего солнцестояния и готовить мазь заново. Снова пришел 12-й месяц по лунному календарю. Пришло время для приготовления мази. По правилам монастыря, монахи пришли к Будде медицины, чтобы просить благословения. Молясь Будде, мы по сути молимся не ему, а своему разуму, что мы готовы делать мази. В этот момент нужно полностью сконцентрироваться. Конечный результат будет зависеть от того, посылаешь ты желание или нет. Приготовление мази началось по расписанию. Через 8 часов тщательного приготовления мазь по древнему шаолинскому рецепту наконец готова. Приготовление мази подобно кунг-фу. Нужно пройти через томление. Проходит определенное время, и мазь готова. С приходом весны, после суровых тренировок, Ши Ян Ао начинает тренировать тщательно отобранных мастеров канону и динь-динь. Этот метод способствует очищению каналов динь-ло, усилению энергетического центра. Начинайте. Скрестите руки на груди, чтобы они были за плечами. Наклон вниз. Встаньте на носки, поднимите пятки. За плечи приготовьте тело и дух. Сожмите зубы. Раскрывайте направо медленно. Раньше в Шаолинском монастыре тренировались по утрам и вечерам. Почему? Днем нужно было пахать поле. Вечером можно тренироваться в тишине, поэтому результаты были налицо. Зал «Тысячи бут» – самый волшебный зал в Шаолине. Ни один монах не может зайти туда без разрешения. На круговой стене нарисованы 18 приемов архата. В качестве основы в этих приемах для внутренней работы взят канон и дзинь-дин. Ши Ян Ао по особому разрешению входит в зал и изучает приемы на стене, чтобы понять суть уникального шаолинского учения. Для Ши Ян Ао это тоже методы тренировки уникальному учению Шаолиня, которые передаются на протяжении тысячелетий. Учитель наставляет. Остальное зависит от самого себя. Освоение кунг-фу Шаолиня не только зависит от рассказов и демонстраций мастера, еще нужны усердные тренировки и осознание учеников. Прошло какое-то время, и Ши Ян Ао совсем недоволен результатами молодых монахов-воинов. Они не так усердно тренируются, как мы в свое время. Мы тогда тренировались за пределами возможностей. Нынешняя молодежь тренируется спустя рукава. Например, планка. Если они не хотят ее делать, то поднимаются выше, чтобы так не уставать. Возможно, изменились времена. Это действительно так. Шаолинь идет в ногу со временем. Ши Ян Бо, как монах-воин, родившийся в 80-е, совсем по-другому воспринимает информацию. У него есть другой метод тренировки своего тела. Кроме тренировок, у Ши Ян Бо есть другая работа – преподавать кунг-фу иностранцам. Поэтому он прекрасно овладел английским. Ежегодно более двух тысяч человек приезжают со всего мира в монастырь Шаолин обучаться кунг-фу. Мы делаем базовую стойку медленно. Но тело не останавливается. Никогда не останавливается. Уникальное шаолинское учение не ограничивается монастырем. Молодые монахи активно выходят в мир с помощью интернета. Ши Ян Бо получил приглашение от бельгийского режиссера для участия в танцевальном шоу с элементами китайского кунг-фу. В процессе подготовки к выступлению за границей он продолжает интенсивные тренировки по канону и дзин-дзин. В разнообразном мире приходится адаптироваться. В этот момент его ждет большая сцена для реализации мечты. Детское кунг-фу – это другая, уникальная шаолинская техника высокой сложности. Нога в небо! Железная голова! Ребенок поклоняется Будде! Меня зовут Ши Сяо Сун, мне 8 лет. Я пришел в монастырь, когда мне было 4 года. Я в детстве часто валял, у меня была келевидная грудь, поэтому папа хотел, чтобы я занимался кунг-фу. Потом я прибыл в шаолинь. Сяо Сун провел в шаолине 4 года. Пока он еще не полностью ощутил, как сложно тренировать кунг-фу. Для него монастырь – всего лишь детский парк развлечений. Как маленькому монаху, Сяо Суну еще нужно изучать правила монастыря. В 5 утра ему в сонном состоянии приходится идти на утренние уроки с братьями. Утром я беру каноны для чтения в утреннем зале. Когда только начал заучивать, я был в растерянности, ничего не понимал, не понимал иероглифы. Там ведь одни старые формы. Во время чтения вслух подхватывал. В 5 утра ему встал. Селсун, сколько тебе говорить? Ты что, не можешь выпрямить эту руку? Можешь прямо ударить кулаком? Можешь? Могу. Неверно. Если выпрямишь, противник поймает твою руку. Понимаешь? Ударил кулаком, ударил и сразу руку назад. Громче. Давай. Опять прямая. Опять. Выпрями. Удар прямой или нет? Нет. Делай. Слезы дело не помогут. Кулак должен быть над головой, иначе противник ударит тебя по голове. Так он не доберется до тебя. Сильнее. Еще. Если кунг-фу не помогает защитить себя, зачем им заниматься? Сделай суровый взгляд. Сконцентрируйся. Стоп. Если опять забудешь, тебя побьют. Отдохни немного. Хотя Сяу Сун уже давно выучил эти приемы, чтобы ими по-настоящему овладеть, нужно тренироваться и практиковаться не один год. У многих на это уходят десятилетия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 По легенде, глубоко в горах хранится уникальное учение. Он нашел волшебное оружие, с которым он бродил по миру и боролся за справедливость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это мир, о котором мечтает Сяо Сун. В будущем он станет частью этого красивого мира. Сяо Сун совсем не знает, что такое уникальные техники кунг-фу. Но для посторонних Сяо Сун, занимающийся детским кунг-фу, овладел ими. Субтитры создавал DimaTorzok Это не фильм, ты просто пытаешься... Нет, это фокус. Я уже говорил. Спасибо. Я ученик Шаолиня. Меня зовут Ши Яньзи. Я приехал учиться кунг-фу в Шаолинь в 1984 году. В 1998 мастер отправил меня в Лондон для создания культурного центра Шаолиня в Великобритании. Сейчас я приехал в Китай для участия в мировом чемпионате по боксу. 46-летний Ши Яньзи преподает шаолиньское кунг-фу в Лондоне целых 17 лет. На Западе, где многое решает сила, он привык на практике доказывать величие шаолиньского кунг-фу. Кунг-фу – это не только уникальное учение Шаолиня, но и символ культуры Китая. В этом бою Ши Яньзи понесет мечту и славу кунг-фу всего Шаолиня и даже Китая. Я сам, как шаолиньский ученик, да и многие мои братья, ученики, уделяют этому очень большое внимание. Говорят, что было бы хорошо, если бы я победил. Но если я проиграю, проиграет Шаолинь. Шаолиньское кунг-фу создано для реального боя. Каждый прием может побить противника. Но сегодня времена изменились, изменились и правила. Вроде бы изменилась и суть кунг-фу. Может ли кунг-фу быть использована в реальном бою? В древние времена кунг-фу использовали на войне. Это было реальное сражение. Но тогда реальный бой шел не на ринге. Это был бой не на жизнь, а на смерть. Если начиналась борьба, то один должен был умереть. Речь не только о победе. Если ушу нельзя использовать для борьбы, я думаю, что его нельзя называть ушу. Его можно назвать культуризмом. Традиционный комплекс приемов Шаолиня не длинный. Главная суть — реальный бой. Каждый прием в этих комплексах может побить противника. Вернувшийся в Шаолинь, Шиянь Цзю никого не принимает. И начинает тренировки за отворничество. В мое время не было столько соревнований. Сейчас есть такая возможность участвовать. Хотя мне за 40 я не хочу останавливаться. Не важно, что обо мне подумают. Это мое решение, мое желание. Ши Ян Цзю уже среднего возраста. Победит он или нет, неизвестно. Его братья решили расставить позиции и проверить его. Если Ши Ян Цзю пройдет это испытание, он сможет продвинуться вперед. Ши Ян Цзю пройдет. Кунг-фу заработало свою славу благодаря Шаолиню. Наши предки приобрели опыт ценой своей жизни и рассказали нам, какой прием эффективный, а какой нет. Как это доказать? На подмостках для боя. Нужно часто сражаться, а не думать о результате жизни, о славе. Нужно говорить своими действиями. До соревнований еще месяц. Ши Ян Цзю приехал в Пекин для профессиональных тренировок. В этот момент он столкнулся с новой проблемой. Когда я был молод, я как новоиспеченный ничего не боялся, мог сражаться до конца. Но сейчас я так не могу. Думаю головой и опираюсь на реальные техники. Прицеливаюсь, и я могу его сделать. Перед лицом сильного противника и незнакомых правил бокса с грузом надежды всех практикующих китайское кунг-фу Ши Ян Цзю чувствует большое давление. На кону стоит победа. Как говорится в древней китайской пословице, у пожилых много опыта. 2014 год. Лучшие бойцы мира собрались в Дзинани для участия в соревнованиях. Печь кунг-нам из Таиланда, Николас из Франции и Маркус из Канады. Это, можно сказать, самые сильные участники в мире на сегодня. Перед выходом на ринг китайские бойцы проиграли несколько раундов первоклассным мастерам. На Ши Ян Цзю давление еще больше. В 1988 году он стал чемпионом Китая по Сэн Да. Сможет ли он победить в свои 46 лет бойца из Таиланда, который младше его на 8 лет? На ринг приглашается Ши Ян Цзю. Так как Ши Ян Цзю не привык носить перчатки, перед выходом на ринг он сломал себе палец и больше не может атаковать противника кулаками. Ситуация угрожающая. Руки – защита, а бить он будет ногами. Со второго раунда Ши Ян Цзю быстро меняет тактику, применяет шаолиньские ножные приемы, искусно сдерживая врага. Ситуация начинает меняться. Победу одержал боец из красного угла – Ши Ян Цзю. Не бойся трудностей во время занятий ушу. Не расслабляйся, если хочешь добиться успеха. Кунг-фу можно овладеть только через усилия. Нужно уметь выносить испытания, которые не под силу другим. Тренироваться десятки лет. Это и есть китайское кунг-фу. Пятый день десятого месяца года Дзяу, 2014 год. На горе Суншань идет снег. Ши Ян Ао ведет шесть монахов-воинов для тренировки более важного приема. Пятый день десятого месяца по лунному календарю – день рождения Будды Бодхидхармы. Мы начинаем семеневную медитацию. Обычно мы в Шавлине медитируем по 49 дней. Перед началом этой медитации мы говорим Будде, что будем медитировать 49 дней, даже если умрем. Осень запасает, а зима сберегает. Весь урожай хранится в амбарах. При сдержанном духе человеку легче сконцентрироваться. Это самое лучшее время для медитации. Мы сидим, пока за день не перегорит 12 благовонных палочек. Одни горят 40 минут, а другие – полтора часа. Далеко не все монахи-воины могут высидеть 49-дневную медитацию. Люди, которые круглый год занимаются кунг-фу, больше всего боятся покоя. Для медитации есть правило. Нельзя наклоняться вперед, назад, нужно сидеть прямо. Нельзя дремать. Если будешь плохо сидеть, получишь палкой. В этот момент Ши Ян Лин из аптеки варит для медитирующих монахов специальный лекарственный чай. Этот чай варят из 30 видов трав на медленном огне, чтобы помочь медитирующим монахам успокоиться и противостоять холоду. Цель созерцания, овладеть кунг-фу, в тренировке также заключается в созерцаниях. Отличается лишь методика. Цель 49-дневной медитации – избавиться от безудержной фантазии, найти себя. Уникальная шаолинская практика требует единства тела и духа. Тот, кто бесстрашно идет вперед, сконцентрирован. Тот сможет достичь высшего уровня кунг-фу. Движение и спокойствие духа. Шаолинские монахи всю жизнь прилагают усилия для совершенствования. Время идет. И 49 дней пролетают стрелой. Но для медитирующих это длинное испытание. Через 49 дней семеро монахов-воинов выходят из зала. Кажется, что они будто заново родились. Если получается высидеть 49 дней, освобождаешься от всех переживаний, чувствуешь счастье – это своего рода достижение. Через 49 дней созерцаний монахи входят в самый священный зал в монастыре – зал тысячи бут. Сегодня мы будем тренировать приемы среднего уровня канона и диньцин. На этом уровне самое главное – дыхание. Нужно сделать шаг вперед на базе достигнутого дыхания. Во время вдоха нужно сжать ягодицы. Пока энергия ци постепенно идет вверх по главной жиле и доходит до врат жизни, нужно толкать вперед. А во время вдоха утапливать в энергетическом боли. Поэтому это называется энергетическим приемом. Ци переходит из нижней части живота, циркулирует. Его нельзя держать. Дыхание нельзя задерживать. Иначе можно потерять контроль над собой. Это нужно понимать. Нельзя спешить. Поколения шаолиньских монахов практиковались в зале тысячи бут. 48 ям, образовавшихся от ступней в зале, стали свидетелями волшебства шаолиньского кунгфо. Это сила времени. Нет предела. Нужно постоянно продолжать. У УШУ нет границ. После возвращения в шаолинь, Ши Яньцзы на заднем склоне коры открыл новую тренировочную площадку, где он передает практический опыт молодым монахам-воинам. Рассказывает им, что уникальная шаолиньская практика у них в руках. Тем временем, Ши Яну продолжает тренироваться, чтобы достичь высшего уровня в приемах железного тела. Через пять лет после поступления в шаолинь отец забирает Сяо Суна на съемки в телесериале. Ему предначертано судьбой быть не таким, как все. В начале 2015 года на сценах Бельгии появился мюзикл «Танцующий дракон». В нем есть сцена, где Ши Яньбо в течение 12 минут показывает кунг-фу. Выполнив задание мастера, Ши Ян Ао один заходит в лес пагод, чтобы помолиться предкам. Кунг-фу – это когда время позволяет случиться чудо. А уникальное учение – это осознание, когда невозможное становится возможным. В мире есть много легенд о секретных книгах, но что же это такое? Это лишь выдуманные легенды? Или они действительно существуют? Куда их занесет судьба в поисках секретных книг со столетней историей? Продолжение уже завтра. Шаолинское кунг-фу. Серия «Вторая». Секретные записи. Реальная история китайских кунг-фуистов из секретных записей. Корректор А.Кулакова Секретных писаний Разгит Sterling Секретных писаний Иэксперси Корректор А.Кулакова город Гор Biology nominal Секретου Софон't Секретной птичев Гуд бы был бы, как-то. Кому Слет. Кому был жизнен. Кому были были. Кому был бы был бы. Окей, что мило было бы надеяться. Девушки отдыхают Захоронения были наполнены скребками для пряжи, раскроенными ножами, а также деревянными каркасами для намотки ниток, ткацкими челноками, керамическими веретенами и прочими предметами, которые были определены как текстильные инструменты. Самое большое внимание привлекли текстильные изделия. Исследователи больше всего беспокоило то, что древняя ткань, которую можно назвать редчайшей драгоценностью, смешавшись со влажным мягким илом, превратилась в глиняную массу, которая распадается от одного прикосновения и растворяется в воде. Главный специалист в области восстановления древнего шелка Ван Яжун с особой аккуратностью извлекла древнюю шелковую глиняную пасту из могилы и поместила в холодильник. Через 9 лет, в июле 2016 года, началась работа по извлечению шелковой ткани династии Восточная Джоу из древней глиняной пасты. Девятилетний срок заморозки почти не ощутим для этого шелка, крепко проспавшего более 20 веков. Зато возраст Ван Яжун уже превысил 70 лет. Острым пинцетом она может снимать зернышки размером со стриёй иглы, пусть даже они были спрятаны более 2000 лет назад. Потребовалось более одного месяца, чтобы освободить от древней грязи этот маленький кусочек ткани. Перед глазами Ван Яжун наконец предстала историческая картина. Это шедевр древнего мастера, окрашенный в цвета династии Восточная Джоу и узором возрастом более 2600 лет. После заморозки от шелковой ткани отделяет грязь. Но чтобы привести ткань к первоначальному облику, она ещё должна пройти очистку, окраску, вышивку и ткацкую обработку. Также нужно восстановить вышивку на узорной ткани Восточной Джоу возрастом более 2000 лет. Здесь особенно важны богатый опыт археологических раскопок и основы традиционной ткацкой техники. Для реставрации этой шелковой ткани эпохи Восточная Джоу требуется ещё несколько времени. Но Ван Яжун уже вот-вот завершит реставрацию газового шелка четырёх сплетённых основ эпохи династии Тан. Газовый шелк династии Тан и неокрашенный газ из ханьского захоронения Мавандуй в Чанша были яркими представителями эры процветания товаров, сделанных в Китае во время ханьской и танской династий. Но в конце концов они исчезли, не оставив следов. 18 марта 2016 года научно-исследовательская база археологии и текстиля Института археологии Академии общественных наук Китая официально обосновалась в Суджоу. Умельцы шелкоткацкой промышленности собрались здесь с целью восстановить сунскую парчу, узорчатый шёлк, газовую ткань четырёх сплетённых основ и другие традиционные драгоценные изделия из шёлка. Когда речь заходит о китайском шёлке, то обязательно упоминают узорный шёлк, газ, шёлк и атлас. Газ принадлежит к четырём великим представителям текстильной продукции. У него хорошая воздухопроницаемость, эта ткань прохладная и комфортна для кожи, свободно скользит по телу. Одежда, сшитая из этой ткани, смотрится превосходно. Но из-за высокой степени трудностей изготовления газа и высоких производственных издержек в эпоху поздний цин эта техника была постепенно утрачена. Газовая ткань четырёх сплетённых основ династии Тан принадлежит к товарам высшего сорта, но она уже давно безвозвратно утеряна. Ван Яжун, взяв предметы старины династии Тан из храма Фаминси за образец, провела глубокие исследования и выяснила структуру плетения газового шёлка четырёх сплетённых основ. Ван Яжун особенно нуждалась в сотрудничестве со старыми ремесленниками, которые умели работать с традиционным ткацким станком и воссоздавать классические работы. В 2013 году в Суджоу она нашла старую пару ткачей – Ли Ди Си и его жену. После года постоянных испытаний и поисков первая газовая ткань четырёх сплетённых основ в стиле династии Тан была снова вышита руками Ван Яжун, Ли Ди Си и его супруги. Это был крупный прорыв в технике восстановления древнего китайского текстиля. Такую работу по восстановлению тканей можно назвать экспериментальной археологией или модельной археологией. От выкрашенной киноварию двуцветной парчи из усыпальницы периода династии Восточная Джоу и неокрашенного газа из ханьского захоронения в Мавандуи, до газового шёлка четырёх сплетённых основ из подземного дворца храма Фау Мин Сы династии Тан и даже вплоть до Сунской парчи и Минского атласа – всё это красота и роскошь китайской шёлковой культуры, которая тысячами нитей созданы мастерами и передаются из поколения в поколение. Шёлк – это классический образец тысячелетней китайской материальной культуры, а также образец воплощения сущности китайского мастерства. Эти все вековые наследия пропитаны вдохновением древних мастеров, и они ждут отклика через тысячелетия. КОНЕЦ Госкомитет КНР по делам развития и реформ прогнозирует, что количество людей, работающих в индустрии домашних услуг в масштабах страны, достигнет 280 миллионов. Однако уровень образования многих из них до сих пор относительно низок. Чтобы гарантировать качество оказываемых услуг, многие компании начали заниматься повышением квалификаций и практических навыков своих работников. Здравствуйте, это программа «Путь к успеху». Меня зовут Трейси Чан. Расцвет среднего класса и цифровой экономики существенно изменил многие сферы нашей жизни, в том числе и сектор домашних услуг. В этом месяце мы выясним, в каком направлении идёт его развитие. Две недели назад Су Чунь-Хун родила второго ребёнка. Когда на свет 8 лет назад появился её первенец, домашние хлопоты взяли на себя родителей Су. Теперь же им трудно управляться по дому. Возраст даёт о себе знать. Поэтому Чунь-Хун решила нанять профессиональную Юэ Сау или няню-домработницу. У моих родителей ко всему довольно традиционный и консервативный подход. Юэ Сау же настоящие профессионалы. Они точно знают, как позаботиться о ребёнке. Курсы всех новых методик. Родители могут вырастить одного или двух детей. В Юэ Сау работают с десятками малышей каждый год. Работа Юэ Сау в какой-то степени уникальна для Китая. В стране считается, что после родов молодые мамы должны получить несколько месяцев отдыха и как можно меньше думать о домашних проблемах. Это создаёт спрос на профессиональный уход и заботу о малышах и самих роженицах. Су Чунь-Хун нашла свою няню-домработницу через компанию Юфу Мама. Она была основана в 2012 году и с тех пор предлагает свои услуги по поиску профессиональных Юэ Сау. Разрабатывая свою бизнес-стратегию, руководство компании посчитало, что многие молодые мамы теперь могут себе позволить нанять помощницу по дому и уходу за малышом. К тому же спрос существенно увеличило принятие в Китае политики «одна семья, два ребёнка». Спрос на услуги Юэ Сау сегодня предъявляет каждая третья семья в Китае, поэтому у рынка есть огромный потенциал, особенно теперь, когда приняли политику «одна семья, два ребёнка». В некоторых европейских странах или в Японии этот сектор также быстро расширяется. Думаю, что в Китае он продолжит стремительно расти и увеличиваться в объёмах. Из-за смягчения правил в сфере контроля рождаемости в Китае теперь ожидают очередной бэби-бум. Так что работать на рынке Юэ Сау начинает всё больше компаний. Консалтинговая компания «Аналисис» прогнозирует, что сфера экономики, связанная с заботой о малышах, к концу 2018 года вырастет до трёх триллионов юаней. Впрочем, игроки этого рынка присматриваются не только к уходу за детьми, но и осваивают смежные направления. Эта шанхайская компания, например, помогает семьям найти домработниц, губернанток и сиделок. Создатель фирмы «Сядзюнь» полагает, что повышение уровня жизни в стране создаёт всё больше спрос на услуги по уходу на дому. И качество жизни растёт и улучшается. Многие семьи покупают квартиры всё большей площади. И чем больше там квадратных метров, тем выше спрос на уборку и другие услуги. Он растёт последние пять лет. Аналогичная ситуация и с услугами, связанными с уходом за детьми. Юэ Сау нужны для новорожденных, а мы ещё предлагаемые сервисы для детей в возрасте от одного месяца до шести лет. Сиделки для пожилых сейчас тоже всё больше востребованы. Компания «Сядзюня» запустила франшизу и уже имеет порядка шестисот представительств по стране. Покупателям франшизы предлагают не только бренды и маркетинговую стратегию, но и услуги по обучению персонала, а также техподдержку. Филиалы компаний созданы даже в Тибете и Синьцзяне. «Сядзюнь» отмечает, что спрос на услуги на дому растёт, прежде всего в мегаполисах, хотя постепенно начинают подключаться и города поменьше. В некоторых из них спрос даже выше, чем в Пекине и Шанхае. В городах с меньшим населением люди в основном обращаются за услугами по уходу за малышами и уборкой. Цены на недвижимость там растут, хотя многие всё равно переезжают в двух- и трёхкомнатные квартиры. Раньше они убирались сами, теперь им нужна профессиональная помощь. К тому же уборку теперь устраивают куда чаще, несколько раз в неделю. Если нанимают кого-то, то требуют очень тщательно выполнять работу. Кроме того, люди со средними и высокими доходами, живущие в городах второго и третьего эшелона, всё чаще обращаются за услугами по уходу за детьми. У них самих нет на это времени, а родителей, которые нередко не могут похвастаться образованностью, привлекать не хотят. Вот и получается, что в Инжоу, например, расценки на услуги даже выше, чем в Шанхае. Данные с портала цяньджань.ком показывают, что количество компаний, которые оказывают услуги по уборке или уходу за детьми, достигло 690 тысяч. По итогам 2016 года их суммарный доход составил 330 миллиардов юаней. Резкий рост спроса в этой сфере заставил чиновников смягчить ограничения на найм нянь и домработницы за границей. В Шанхае, например, разрешили некоторым иностранным экспертам при переезде брать с собой домработниц Филиппин, если они уже работали с ними раньше. При этом в ближайшее время Китай может официально допустить квалифицированный домашний персонал с Филиппин к работе в некоторых крупных городах. Перед тем, как начать наш разговор, я хотела бы представить сегодняшнего гостя. Это господин Гаусин, руководитель отдела глобальных продаж компании Juntae Securities. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Сначала хочу спросить вас, что именно увеличивает спрос на домашние услуги в Китае? Можно ли назвать одним из главных факторов отмену политики «Одна семья, один ребенок»? Конечно. Думаю, это одна из самых главных причин. В целом же факторов несколько. Один из них – это изменение самого отношения людей к работе по дому. Раньше поколение наших родителей было в полной уверенности, что они должны делать такую работу сами. Они и не думали кому-то ее поручить. Даже мысли такой не возникало. Теперь же молодые люди все чаще рассуждают так. «У меня есть дела поважнее, так почему бы мне не нанять кого-нибудь, кто сделает за меня и получит за это деньги?» Это первая причина. Вторая связана с миграцией сельских жителей в города. Они приезжают, но не имеют никаких особых навыков и квалификаций. Работа по дому не требует много навыков. Да, да, да. В такой работе нет больших требований. Заняться ей может чуть ли не каждый. Из сюжета мы узнали о компании «Айдюнь». Она запустила франшизу, и теперь у нее 600 представительств по всей стране. Это довольно большое агентство. В чем преимущество и недостатки работы по франшизе в этой сфере? Этот вид бизнеса существует уже очень давно. В основном в виде мелких предприятий в городах по всему Китаю. Сейчас же эта компания пытается объединить эти фирмы под одним брендом с помощью своей франшизы. Но самая большая проблема здесь — это контроль качества. Если раньше услуги оказывали все эти небольшие предприятия, они за все сами отвечали. Если была проблема с качеством, то это была их частная проблема. Теперь на сцену вышла большая компания, которая просто не может контролировать работу всех представительств во всех городах. К их франшизе главным образом присоединяются бизнесмены, у которых уже были свои работающие агентства по услугам на дому. Сейчас они захотели стать частью общенационального бренда, пользоваться их маркетингом и услугами, и поэтому решили присоединиться. Но несмотря на это, они, скорее всего, будут продолжать работать так, как привыкли. Именно жестких стандартов здесь нет. Да, и если бы даже были, их внедрение потребовало бы много денег, усилий и времени. Не так много людей хотели бы контролировать уровень сервиса по всей стране, особенно если по франшизе работают 600 агентств. Управлять этим очень трудно. Давайте обсудим наш сюжет. Есть информация, что Китай планирует в пилотном режиме разрешить трудоустройство филиппинских домработниц. Я не уверена, что эта информация соответствует действительности, по крайней мере, сейчас. Это еще не разрешено. Тем не менее, рынок огромен. В Сянгане все это давно разрешили, но в Китае по-прежнему есть большое количество низкоквалифицированных рабочих. Действительно ли на этом фоне стоит позволять зарубежному персоналу здесь работать? Что вы об этом думаете? Что значит эта экспериментальная программа? Не думаю, что страна уже к этому готова. Раньше я жил в Сянгане и знаю о филиппинских домработницах. Конечно, это позволяет людям экономить много времени, и поэтому они могут сконцентрироваться на чем-то более экономически целесообразном. Но там абсолютно другая ситуация. Сянган относительно маленький, там нет большого притока людей. Если он и есть, то это приток высококвалифицированных специалистов. Правда. Это профессионалы с хорошим образованием и ценными навыками. Как правило, они приезжают из развитых стран, так что для Сянгана все это может иметь смысл. Но если мы говорим о Пекине, сюда приезжают низкоквалифицированные рабочие со всего Китая, а Китай огромен. Если мы начнем приглашать иностранных помощников по дому, это может создать проблемы. Так и есть. Гарантия занятости – это очень важный для Китая социальный вопрос. Нам нужно убедиться, что каждый может найти себе рабочее место. Но при этом, как вы говорили, в Пекине или Шанхае зарплаты домработниц уже почти такие же, как у офисных работников. Уже почти в два раза выше, чем получает филиппинская домработница в Сянгане. В два раза выше, да. Поэтому если допустить филиппинских домработниц до внутреннего рынка, то спрос, думаю, будет очень высоким. Особенно среди тех, кто хочет, чтобы их ребенок учил английский. Словом, это подорвет рынок. Действительно подорвет. Именно поэтому, как мне кажется, правительство не планирует это разрешать. Чиновникам нужно, чтобы люди могли найти работу в больших городах. А теперь мы уходим на небольшой перерыв, после которого выясним, как интернет меняет сектор домашних услуг. Не переключайтесь. Интеграция онлайн и офлайн услуг, также известная как O2O, изменила множество сфер нашей жизни, и сектор домашних услуг не стал исключением. Китайские семьи предъявляют самые разные требования к домработницам. Одни хотят нанять помощницу, которая поладит с домашними животными, другие не прочь, чтобы она еще и готовила блюда местной кухни. Такой разброс в требованиях мотивировал компании iTune и YouFuMama запустить свои собственные интернет-платформы. Достаточно скачать приложение для смартфона, выбрать нужные навыки и умения, указать место работы, заработную плату и степень опытности персонала, и программа выдаст список кандидатов. Возраст, место рождения, сертификаты – все это указано на личной странице специалиста. Если клиент находит нужного человека, можно сразу же назначить собеседование. Все это по интернету, что экономит много времени и усилий. Раньше поиск работника был большой проблемой. Вы могли искать, к примеру, официанта, проводили множество собеседований, но так никого и не могли найти. Онлайн-приложение позволяет нашим клиентам сразу же получить информацию о соискателе. Мы публикуем их фотографии, данные об образовании и опыте работы. Все это можно сразу же обсудить с нашими менеджерами в онлайн-режиме. Но полностью довериться интернету при поиске домработницы готовы далеко не все. Ян-Ян живет с родителями. У нее ушла уйма времени, чтобы найти подходящую помощницу по дому. В определенный момент Ян начала искать в интернете, но одновременно обратилась и в офис компании, чтобы организовать там собеседование. Сочетание онлайн и офлайн поиска она считает наилучшим вариантом. Мы живем в эпоху интернета. Там куда удобнее искать персонал. Достаточно нажать на кнопку, и вы сразу же получите базовую информацию. Так можно выбрать того, кто понравился. Но мне все же кажется, что лучше всего не полностью полагаться на интернет, а прийти в агентство и посмотреть их базы. Так удобнее. Онлайн-услуги сейчас охватывают почти все сферы жизни. Но заказать доставку и ты через мобильное приложение или купить футболку в интернет-магазине куда проще, чем найти качественные услуги на дому. Клиентам необходимо точно знать, кого они нанимают в роли домработницы, няни или сиделки. Поэтому сочетание онлайн и офлайн поисков в этом вопросе позволяет лучше обезопасить клиентов от лишних проблем, заодно помогая развитию специализированных компаний. Нужно комбинировать онлайн и офлайн-услуги. Мы открыли офисы в крупных городах и создали при них тренинг-центры, чтобы повышать квалификацию наших работников. Наш интернет-сайт и онлайн-сервис работают под единым брендом. Все наши услуги стандартизированы. Онлайн и офлайн вместе — это безопасность и доступность информации. Нельзя отделять одно от другого. Статистика сайта цяньджаньком показывает, что в 2016 году объем рынка онлайн-то офлайн домашних услуг достиг 168 миллиардов юаней. Многие специализированные интернет-платформы, в том числе Едзяцзе, Айбан и Даодзяком, привлекли дополнительное финансирование. Из-за большого спроса на услуги на дому и растущего интереса людей к интернет-сервисам в целом может показаться, что будущее у этой индустрии лучше некуда. Но в ней все же существуют определенные проблемы. Итак, Гаусин, мы знаем, что платформы, которые объединили онлайн и офлайн услуги, смогли перевести сферу домашнего сервиса в цифровой формат. Какие преимущества это создает для потребителей и для множества агентств, которые занимаются такими услугами? Прежде всего, это эффективность. Раньше вам нужно было идти в агентство, говорить им, какие именно услуги вам нужны. Они вас выслушают, вы уйдете домой, и только через несколько дней вам перезвонят и попросят провести собеседование с нужным вам персоналом. Весь процесс занимает две недели и больше. Но теперь есть онлайн-услуги, и вы можете взять смартфон и посмотреть анкету любого работника. Если вам кто-то понравился, вы нажимаете кнопку, и очень скоро вам позвонят. Так можно организовать личное собеседование в кратчайшие сроки. Мне это кажется очень эффективным. Второй момент — это затраты. Вы вряд ли захотите обойти все агентства в вашем районе. Скорее всего, выберите пару ближайших. Но в этом случае вы не сможете сравнить цены. В интернете все это можно увидеть, причем сразу видны и понятны расценки всех агентств. Действительно, и вы даже можете прочитать и сравнить отзывы прошлых клиентов. Задам еще один вопрос. Многие интернет-компании стали расширять свой спектр услуг, добавляя в него еще и помощь по дому. Интернет-компании, которые идут по этому пути, против специализированных агентств, осваивающих глобальную сеть. Кто из них, по-вашему, имеет больше преимуществ? В обоих вариантах есть свои плюсы. Но нам нельзя забывать, что интернет-компании слишком ленивы. Они не будут этим сами заниматься. Их персонал любит сидеть в офисе, думать о бизнесе и делать все в сети. Так кто в таком случае будет выполнять свою грязную работу? Это будут те самые агентства. Получается, что интернет-компании в итоге отдают все на аутсорсинг специализированным фирмам. А те, в свою очередь, рассматривают интернет-компании как поставщиков новых клиентов. Ведь они действительно приводят к ним новых людей. В итоге они сотрудничают друг с другом. Да, может быть, сотрудничество в этом деле лучше, чем если каждая сторона будет стараться пойти по своему пути. Хочу обсудить с вами еще одну компанию. 5.8 Home. Это еще одна ауту-платформа, которая специализируется на услугах по дому. Она открыла реальные офисы. Что вы думаете о создании традиционных представительств? Это хорошая идея? Насколько я знаю, 5.8 не расширяются в этом направлении. Они просто хотели предложить более удобный сервис своим онлайн-клиентам. И поэтому открыли лишь несколько офисов. Если клиенты хотят провести собеседование с выбранным ими персоналом, они могут там встретиться за кофе, обсудить интересующие их вещи и подписать контракт. Все это просто попытка предоставить дополнительные услуги. Они не собираются открывать офисы по всей стране. Интернет-компании этим не занимаются и предпочитают работать с минимальным количеством физических активов. Так что, еще раз скажу, это просто дополнительная услуга. Их основной вид деятельности — поиск агентств, готовых к сотрудничеству. Поняла. Услуги по дому — это совершенно точно огромный рынок в больших городах Китая. Но что вы думаете о спросе в городах поменьше, особенно в следующие 5-10 лет? В городах поменьше спрос тоже есть. В этом плане они ничем сильно не отличаются от мегаполисов. Ленивые есть везде. Да. Но есть одно отличие. Маленький город в каком-то смысле как деревня. Все друг друга знают. Да, и расслоение по классам тоже минимальное. Там нет большого контраста между людьми с низкой квалификацией, и доходами, и высокообразованными специалистами с большим заработком социоэкономических классов там относительно немного. Да, все правильно. Кроме того, в мегаполисах работает большое количество агентств. Они конкурируют друг с другом. Интернет-компании на этом рынке имеют большое преимущество. Они могут решать, в какое агентство направлять новых клиентов. В маленьких городах ситуация другая. Там есть несколько своих агентств, о которых все знают, и у которых очень сильные позиции на местном рынке. Из-за такой специфики интернет-компаниям трудно с ними торговаться и вести переговоры по условиям привлечения клиентов. Очень интересно. Будем наблюдать, как этот рынок будет развиваться, особенно в следующие 5-10 лет. Хорошо, а теперь настало время для еще одного перерыва. После него мы узнаем, что ждет эту индустрию в будущем. Не уходите. В развитии сектора домашних услуг существует немало проблем и вызовов. Как же преодолеть и что же ждет эту индустрию в будущем? Давайте выясним. Госкомитет КНР по делам развития и реформ прогнозирует, что количество людей, работающих в индустрии домашних услуг в масштабах страны, достигнет 280 миллионов. Однако уровень образования многих из них до сих пор относительно низок. Чтобы гарантировать качество оказываемых услуг, многие компании начали заниматься повышением квалификаций и практических навыков своих работников. Все домработницы из нашей компании...